Первое слово по приветствию я представляю директору департамента Казахстанской области, Василий Алина Павловна. Здравствуйте, дорогие друзья! У нас именно такой праздник на ладке культуры и искусства. Очень приятно видеть здесь вас всех. У нас на 28-й голосе свечения Ирина Петровна была и есть большой друг всех Рославских музеев, как мы уже за эти годы помнили, что не только. Здесь в Рославле сложился большой серьезный центр изучения истории искусства Средневековой России, Новой России. И мы гордимся тем, что наш музей, горский музей, умеет сохранять наследие, умеет быть благодарным. И очень профессионально хранит память о замечательном человеке, удивительном музейщике, замечательном исследователе, человеку очень неравнодушной, которая за свою, наверное, и не очень любительную жизнь, но сделала так много для изучения музея русского, русского искусства. И вот такая память вы, дорогие исследователи, очень профессионально выступаете. Вы вот это наследие, которое Ирина Петровна нам с вами передает, каждое будет свое впечатление, вы его развиваете, вы умножаете. И нам сегодня очень приятно, что, ну, с большим удовольствием всегда смотрю какая-то программа, кто включает, кто выступает. Ну, прежде всего, хочу сказать, что у нас есть постоянные наши коллеги, друзья, и большое спасибо за то, что мы с вами встречаемся. Не только здесь, на голос освещениях, но и на разных площадках, где говорят о иконописи, где говорят о искусстве, где говорят о культуре. Сегодня очень, действительно, шоу и круг исследователей, и что для нас вместе с Ярославским музеем очень приятно, что очень много молодых лиц. И это здорово, что сегодня вот этот класс нашей с вами памяти, он вам и востребован. Вы его изучаете, и вы его преподносите сегодня современному обществу. Идет понимание, осознание того, что хранят и наши музеи, и наши замечательные собиратели истории культуры, и страны нашей, и всего человечества. Поэтому я, прежде всего, передаю вам слова приветствия и поздравления от руководителей региона Михаила Ивановича Ивраева, от правительства, действительно, сепартаментом культуры. Важное событие происходит сегодня на нашей Ярославской земле. Я знаю, что всегда, несколько дней, полосы свечения всегда насыщенные новыми открытиями, интересными дискуссиями, обсуждениями. Мы становимся, так и таким, на несколько дней, центром нашей России, нашей стране по вопросам изучения искусства среди древней, среди древней, новой, новой России. Спасибо всем, спасибо нашим организаторам за то, что вы с честью держите вот это достойное звание и музея, и исследовательского центра. Спасибо большое всем, кто приезжает к нам постоянно. Спасибо нашим новым друзьям, новых открытий, интересных встреч, интересных научных разговоров. Добрый, пусть, голосовские чтения. Спасибо. Слово Георгий Киркевская, директору Ярославского художественного музея Катюкина и Алибаевна. Уважаемые коллеги, партнеры, друзья, 28-е чтения. В общем-то, сама цифра, наверное, говорит о многом. То есть это, конечно, по сравнению с тем, что не длинная история, можно сказать, миг. Но если мы говорим о медленной институции, о той традиции, которую продолжает и развивает учреждение, мы приближаемся уже практически к круглой дате, к 30-летию. И это говорит о том, что вот та идея, которая возникла 28 лет тому назад, она была правильной, она к вами поддержана и она развивается. Для нас каждое чтение – это в определенной степени такой ответственный отчет перед вами, потому что мы готовим публикацию предшествующих чтений. Поэтому я бы сказала, что наш музей, Ярославский художественный музей, а особенно отдел древнерусского искусства нашего музея, с вами расстается ни на минуту. Просто с момента каждой новой встречи мы продолжаем с вами работать по улучшению, уточнению, детализации, иллюстрации и всему остальному. И, в общем-то, я этому рада, потому что таким образом получается, что наш музейный коллектив, который работает с древнерусским искусством, очень большой, он увеличивается ровно на ваше количество. Поэтому я вам очень благодарна. Я очень рада, что, несмотря на все сложности, у нас эту традицию удается сохранять все эти годы. Я вот сегодня уже говорила, меня спрашивают, растет количество участников или падает, растет количество публикаций или падает. Я говорю, да вы просто посмотрите на объем сборника. Если мы возьмем и положим рядом сборники чтений, ну, хотя бы с 20 по 27, который сейчас, сегодня, последний изгон, мы просто физически увидим, что, безусловно, объем сборников растет. И я думаю, что, ну, это, наверное, лучшее подтверждение тому, что то, что мы делаем и то, что вы делаете, это необходимо и нужно для вас. Поэтому я у всех вас приветствую. Для нас с вами сегодня такой большой праздник. Ну, и начало нового года нашей совместной работе. Всех поздравляю. Название нашего доклада может вызвать удивление, потому что речь идет о знаменитой иконно-чудотворной Толкского монастыря, которую мы привыкли датировать 1314 годом. Но дело в том, что наше исследование об истории возникновения Толкского монастыря, где мы проанализировали разные списки сказаний и пришли к выводу о том, что дата 1314, когда-то явление иконы, все-таки является ошибкой сказания. Вот это наше исследование позволило исследователям по-новому датировать икону Толкской богоматери. В частности, в монографии Энгелина Сергеевна Смирновой 2004 года, которая посвящена иконам Северо-Восточной Руси середины XIII-XIV века, наша знаменитая икона датируется концом XIII-го, началом XIV века. Именно эту датировку я и поставила в заголовок своего сообщения. Эта икона была включена в святцы московской печати в 1648 году, в середине XVII века. И тогда она стала общерусской святыней. Первый список чудотворной иконы был создан в 1655 году. И эта икона сразу же вызывала много вопросов. Она вызывала вопросы своей непохожестью на первообразец. Действительно, мы видим разные приемы живописи личного. Мы видим, что рисунок и пропорции звезд Мафория богоматери не совпадают. Мы видим одежды Христа, потом можно посмотреть воочию на этой иконе, зеленого цвета. Мы прекрасно знаем, что хитону древней Толкской зеленый, изумрудно-зеленый, гематий синий. Трактовка образов разная. В чем дело? Почему первый же список так не похож на первообразец? Вот эти вопросы множились, и, возможно, нашли свое разрешение в связи с реставрацией других икон рубежа XVII-XVIII веков, которые представляют образ богоматери Толкской. Вот эта икона происходит из церкви Спаса-Нерукотворного села Говшинка. Это село было вотчиной Толкского монастыря. Вот следующий доклад будет посвящен образу Спаса XIII века из Говшинки, который, как известно, открывает экспозицию музея имени Андрея Рублева. Так вот, с одной стороны, в иконостасе справа стоял образ Спаса, о нем доклад Ольги Трофимовой, а с левой стороны вот эта икона богоматери Толкской. И опять мы видим поразительную несхожесть в трактовке образов богоматери и Спасителя с древним образом. И мы видим даже, что младенчик-то не смотрит на молящихся, в отличие от первообразца. Еще одна икона происходит из Ярославля, а находится в собрании Саратовского музея. И здесь опять сравнение двух икон древней Толкской конца XIII-начала XIV века и Толкской рубежа XVII-XVIII веков выявляют их очевидную несхожесть. Еще одна икона, найденная на чердаке митрополитчих палат в 1977 году, она тоже рубежа XVII-XVIII веков. И опять, что они видели, что они воспроизводили? Ведь это первые мастера, которые писали икону богоматери Толкской. Может быть, вот такое несходство можно было бы объяснить тем, что иконописцы конца XVII-начала XVIII века, а все предыдущие иконы именно этого времени, просто следовали новым веяниям эпохи. Но у нас есть интрига. Дело в том, что списки XVIII и XIX веков с иконой Толкской богоматери гораздо ближе к первообразцу, чем списки ранние. В чем дело? Вот, пожалуйста, здесь икона Толкской богоматери 1744 года справа из нашего собрания. Логично предположить, что иконописцы второй половины XVII-начала XVIII века должны были лучше знать облик древней иконы. Тем более, что первые иконы написаны одна в монастыре, другая в монастырской вотчине. Что произошло? На наш взгляд, вот эту ситуацию, этот парадокс, ранние списки не похожи на первый образец, поздние очень похожи на первый образец. Можно объяснить одним. В 1707 году икону древнюю Толкской богоматери поновлял диакон, а затем священник Ярославской церкви Дмитрия Солунского. Звали его Иоанн Андреев. Поновление – термин, который имеет очень много аспектов в своем содержании. В словаре изографа он объясняется так. В частности, поновление – это снятие защитного слоя олифы и иногда верхних слоев живописи, ну и внесение прописей. Что представляло собой поновление 1707 года, а его наш Иоанн Андреев совершал, когда ему было 37 лет, это иконописец, да, зрелый, известный, сказать сложно. Но у нас есть описание того, как тот же Иоанн Андреев поновлял другую чудотворную святыню – икону богоматери Феодоровской в Костроме. Этот процесс описал его современник и в определенной степени ученик Костромской иконописец Иван Никитин-Вощин. Вот что он описывает. С молебным песнопением, с древней иконы Феодоровской богоматери, это 1745 год, Иоанну Андрееву, между прочим, 75 лет, снимают сначала оклад. Ну, на Толкской тоже был оклад, видимо, с ней сняли оклад. Потом с молебным пением снимают старую потемневшую олифу. Затем делают разные поновления, вставочки, и накопят, в частности, и потом накладывают новую олифу, снимают образец. И можно предполагать, что поновление иконы Толкской богоматери представляло собой что-то похожее на вот это описание Ивана Никитиного щена. То есть с иконы Толкской богоматери была снята старая олифа, возможно, были сделаны прописи, ну, а потом покрыли новую олифу и сняли образец. Но только ли старую олифу снял наш Иоанн Андреев? Комплексное исследование иконы Толкской богоматери в Госниир в 2000 году показало, цитирую, икону сплошь записывали, икону древней Толкской богоматери, которая у нас на экране слева. Сплошь записывали один раз, по-видимому, в XVII веке. Фон иконы был записан поверх олова, мы помним на древней иконе оловянный фон, желтой охры с примесью угля. Записаны были и лики, и одежды. Наличие сплошной записи на древней иконе богоматери Толкской и может объяснить, что должны были видеть иконописцы рубежа XVII-XVIII веков. Что они воспроизводили? Вероятно, снимая старую, потемневшую олифу, Иоанн Андреев снял вместе с ней запись, которая не повторяла древний образец, но которая была видна иконописцам нового времени, рубежа XVII-XVIII веков. Вот они его и повторяли. А сам Иоанн Андреев, судя по всему, открыл древний первоначальный облик иконы или что-то к нему приближенное. Только так можно объяснить, почему списки с иконой Толкской богоматери, созданные самим Иоанном Андреевым, в 1710-1740-х годах, так не похожи на списки предыдущих десятилетий и так похожи даже в деталях на древний облик иконы. Вот, пожалуйста, справа от нас лик богоматери Толкской иконы Иоанна Андреева 1715 года. Икона, написанная для церкви Варвары Великомученицы в Ярославле, находится в собрании Ярославского музея-заповедника. Вот эта икона из Рывенской, из неизвестной церкви, она происходит, подписная Иоанна Андреева. Вот эта икона, написанная для Высокопетровского монастыря в Москве Иоанном Андреевым в 1745 году. Значит, реставрация иконы богоматери Толкской подтверждает вот это наше предположение. Древнюю Толкскую начали реставрировать прямо в монастыре в ноябре 1919 года иконописцы-наркомпроса Григорий Осипович Чириков и Фёдор Алексеевич Мадоров под руководством Игоря Иоанна Ильича Горбаря. Недавно нам стали доступны архивные фотографии из ЦГРМ, которые сейчас хранятся в архиве Государственной Третьяковской галереи. Вот она, богоматерь Толкская, в знаменитом много раз описанном окладе. Она сфотографирована прямо в соборе, в Введенском соборе она была. И вот с неё иконописцы сняли оклад и начали реставрировать. И что мы видим? Под олифой, которую они сняли, мы видим изображение той Толкской богоматери, к которой мы привыкли, которую мы знаем. Значит, ещё раз, Иоанн Андреев снял олифу, снял запись, видимо, открыл первоначальный облик иконы, снял с неё образец и таким образом повторял этот образец уже в своих списках. Вот ещё икона уже отреставрирована и готовит её к тому, чтобы наложить на неё олифу. Списки с иконой Толкской богоматери, выполненные другими мастерами в XVIII-XIX веках, ориентируются на то, что, скажем так, поновил, открыл Иоанн Андреев. Вот эта икона справа Ивана Горина, ярославского иконописца, рубежа XVII-XVIII веков, икона 1740 года. Вот ещё одна икона, её написал игумен Спасо-Яковлевского монастыря Савватий в 1739 году. Вот ещё одна икона из Ростовского музея, происходит из церкви богоматери Адигитрия начала XVIII века. Очевидно, они ориентированы на то, что видели после поновления Иоанна Андреева. Другой вариант. Иконописцы ориентировались, собственно, на иконы Иоанна Андреева. Слева образ Иоанна Андреева 1745 года для Высокопетровского монастыря в Москве, справа образ Ивана Никитина Ващина Костромского мастера 1756 года. Таким образом, икона богоматери Толкской, основательница Толкского монастыря, на протяжении истории своей жизни была один раз полностью записана. Это произошло, вероятно, после того, как икону внесли в Свяце в 1648 году, но до того, как написали первый список в 1655, значит, ага, конец 40-х, начало 50-х годов. И эта запись середины XVII века стала образцом для ранних списков с иконой богоматери Толкской. 1655 года из Крестовозвиженского собора Толкского монастыря, конца XVII, начало XVIII века из села Говшинка, вотчины Толкского монастыря, иконы из Саратовского Радищевского музея, иконы, найденные на чердаке митрополитчих палат. Когда Иоанн Андреев, сняв древнюю живопись, поновив икону, фактически открыл первообразец, вот он-то тогда и стал стандартом и для икон самого Иоанна Андреева, и для многочисленных повторений иконы богоматери Толкской, создававшихся в XVIII-XIX веках. Спасибо за внимание. Здравствуйте, приветствую вас. Я, честно говоря, не знала, как правильно ударение. Мы всегда в музее у себя называем село Говшинка. Мы не знали, что он Говшинка называется, да? Местные говорят Говшинка. Местные. Первый раз такое ударение, если я вдруг как привыкла. Икона «Спас нерукотворный» поступила к нам в музей. В 1976 году она была передана художникам Ситниковым, который эмигрировал его родственниками. Образ находился под несколькими слоями записей, которые скрывали первоначальные изображения. По рассказам художника, памятник происходил в церкви «Спас нерукотворного» села Говшинки Ярославской области, которая являлась с 1640 года вотчиной Толстского монастыря Свято-Виденского. Будете доброй следующее? Ой, а можно как-то меня научите, пожалуйста? Вот так, да? Ага. Реставрация иконы «Спас содержитель» была проведена в период с 1976 по 1978 год художником-реставратором Михаилом Павловичем Бороздиным. В первых протоколах реставрационного совета икона еще встречается нам без датировки, а уже к 1978 году она в протоколах появилась запись «XI-XIII век». После того, как родственники Ситникова сообщили сотрудникам, что икона происходит из разоренной в 1941 году церкви села Говшинки, в музее начались дискуссии бурные о месте создания икон и происхождения мастера. В первых публикациях памятник датировался очень широко. Я вот еще поставлю фотографии до реставрации, в процессе реставрации. Самая широкая, самая ранняя датировка была предложена отцом Александром Салтыковым X-XI век. Геннадий Викторович Попов в начале своих исследований широко датировал памятник XI-XIII веками, а в 1979 году он предложил датировку иконы XIII столетиям, указав на то, что стиль иконы исходит из художественной традиции позднего XII века. Ангелина Сергеевна Смирнова впервые сузила время создания иконы до первой половины XIII столетия, отнесла ее к произведениям Ростова-Ярославского круга. Указав на то, что икона могла быть исполнена как русским мастером под влиянием греческих образцов, так и приезжим византийским живописцем, впитавшим характерные черты русской художественной культуры. В большинстве последующих публикаций памятник вошел как произведение Ростова-Ярославской иконописи первой половины XIII века. Ольга Егейна-Ятингов отнесла образ Христа в содержителе к раннему XIII веку, отметив, что его художественный язык обнаруживает родство с живописью Северной Греции. Лилия Михайловна Евсеева датировала икону I, III и XIII века, и она рассматривала икону в контексте художественной жизни Ростова. В настоящее время проводятся технико-технологические исследования в музее, и иконой занимается Мария Игоревна Яковлева, которая тоже отмечает, что художественный язык иконы еще тесно связан с искусством XII века, датирует ее тоже I, III, XIII века. Сегодня икона занимает центральное место в экспозиции музея, поэтому наши исследования затруднены, понятно, по каким причинам, то есть у нас памятник практически не вынимается из... его очень сложно как-то вынуть экспозиции, но тем не менее наши исследования ведутся, они мелкими шагами продвигаются вперед, но первые результаты мы хотим показать. Нами проведено исследование особенностей конструкции основы, характер Павлоки, особенности ее нанесения, выполнен микроанализ наполнителя в Левкасе, исследован пока частично красочный слой металл белого цвета, обнаруженный на иконе. Все эти выполненные технико-технологические исследования позволят включить этот памятник в базу уже изученных произведений домонгольской иконописи и послужить основой для будущих исследований памятников этого времени. Значит, вот технико-технологическим исследованиям нашим. Основа иконы состоит из четырех тонких и немного различающихся по ширине липовых досок тангенциального распила, обработанных скобелем. К верхнему торцу прибита тонкая липовая накладная торцевая шпонка при помощи конусообразных деревянных гвоздей. Гвозди разной длины. Таких гвоздей 8 штук, по 2 в каждой доске. На рентгенограмме видно, что деревянные гвозди потеряли свою монолитность, ой, извините, это у меня, наверное, следующий кадр. Да. Деревянные гвозди потеряли свою монолитность и теперь части одного гвоздя находятся друг от друга с небольшим смещением. Это можно объяснить тем, что в результате естественной сушки корабления доски основа разорвало по стыкам, в результате чего возникла необходимость в демонтаже шпонки. При демонтаже шпонки гвозди, соединяющие ее с основой, были подпилены. А после склейки досок основы шпонка набивалась заново. При этом первый гвоздь устанавливался в свой же, вот в левом верхнем углу, он устанавливался в свой же паз, остальные вбивались произвольно в те же отверстия, но уже со смещением к основе. На нижнем торце также была накладная шпонка. После ее демонтажа доски по стыкам были скреплены кованными скобами, а шпонку решили больше не фиксировать на место. Реставрации основы было несколько. При одной из них верхняя шпонка была прибита к основе крупными железными гвоздями. Икона по нижнему торцу зафиксирована скобами. И утрата древесины вдоль разошибшихся стыков досок основы были восполнены воско-смоленой мастикой, образовавшуюся щель между накладной шпонкой и основой, восполнены лепенькой, частично левкасом с воском. При реставрационных работах, которые проводились уже в музее, разошедшиеся по стыкам доски основы были восполнены опилками с клеем ПВА. Нет, это еще не так. На оборотной стороне иконы находятся два ряда опиленных деревянных гвоздей, которыми удерживались утраченные накладные шпонки. Каждая шпонка крепилась при помощи восьми гвоздей по два в каждой доске. Поздние врезные липовые шпонки были вставлены при капитальной реставрации в XVI веке. Мы сделали такую схему конструкции по выполненной рентгенограмме, на которой были выявлены внутренние широкие врезки шканты, дополнительно соединяющие основу по стыкам. Врезки шканты вставлены в пазы стыков досок основы. В результате естественной усушки они, там, вот эти внутренние шканты сейчас располагаются со смещением. Таких врезок в основе было девять, по три вдоль каждого стыка. Шканты в верхнем ряду были удалены при выпиливании паза для верхней шпонки. И в настоящее время просматриваются только пазы от них. Использование в конструкции доски внутренних деревянных шипов, вот именно такого вида, было зафиксировано в нескольких русских иконах позднего XII-XIII веков. Спас нерукавотворный поклонение кресту последняя четверть XII века, святитель Николай Чудотворец с избранными святыми на полях, начало XIII века, богоматерь знамения мученицы Леонии, это первая треть XIII века, и богоматерь воплощения, первая четверть XIII века. Все эти иконы изучены сейчас в ГТГ и находятся там, естественно. К слетам бытования и реставрационного вмешательства наоборот, и кроме оставшихся фрагментов влевка, соотносятся и следы клея. Мы предполагаем, что основа между шпонками была заклеена тканью. На обороте иконы имеются многочисленные следы жуков, локализованные преимущественно на крайней правой с лицевой стороны и третьей справа досках. При их предварительном осмотре мы пришли к выводу, что это следы не характерны для жуков-точильщиков, бедающих в средней полосе России. Надо сказать, что это была несколько минут такая интрига. Мы надеялись, что это какой-то крупный южный жук, потому что следы были достаточно крупные. И мы подумали, о, замечательно, вот наконец-то мы при исследовании сейчас докажем, что это, в общем, икона южного какого-то происхождения. Но, в общем, не тут-то было. Оказалось, при консультации с сотрудником лаборатории госнеемер-энтомологом Ириной Николаевной Проваровой, оказалось, что это жуки-притворяшки. И подобные повреждения встречаются на поверхности деревянных предметов крестьянского быта, ковшах, туисках, пряничных досках, где хранилось зерно или мука. То есть, таким образом, вот эти следы в клее были идентифицированы как следы мучного клея. При изучении, ознакомлении с результатами исследований Толстской иконы Богоматери, мы узнали, что она тоже была заклеена с оборотной стороны тканью. И вот тут тоже появилась идея о возможном каких-то схожих следах бытования. Это, конечно, нам нужны, необходимо, да, какое-то исследование двух музеев, чтобы опровергнуть это или подтвердить. Лицевая сторона иконы показывает следующие особенности конструкции основы. Поля узкие, ковчег неглубокий, пологий, широкий лузгой. Павлока тонкого полотняного переплетения, льняная, хорошо просматривается на фоне полях. Ткань ветхая, местами наблюдаются небольшие прорывы. Нехарактерной особенностью расположения павлоки является то, что павлока положена единым куском ткани, в среднике с заходом на лузгу и на поля. Обычно все-таки на поля и средник наносились разные куски павлоки, чтобы избежать напряжения уровней, которые могли вызвать ее последующие отставания. В данном случае, вот это можно объяснить, наверное, тем, что характер лузги достаточно пологий. В нижнем поле выявился еще один вид павлоки, но потом было понятно, что она была нанесена при реставрации в XVI веке, так как она более крупная и грубого полотняного переплетения и лежит под, как вы, на рентгенограмме под понавительским левкасом. Левкас. Пробы левкаса на наполнитель показали, что это гипс в форме дегидрата, связующий вещество белок животного происхождения. Примеры исследованных гипсовых левкасов были выявлены на таких иконах, как явление архангела Михаила Иисусу на Вину XIII век в музее Московского Кремля, богоматерь умиления XIII века, тоже музей Московского Кремля Благовещение Устюжское, богоматерь знамени апостола Петр и мученица Наталья, двухсторонняя икона XII века. И еще достаточно большой ряд икон конца XII и XIII веков на этих грунтах сделаны. Исследования микропроб пигментного состава красочного слоя, покровного слоя, связующего, выполнены ЗАФ-лабораторией физико-химических исследований ГОСНИИР, Кадикова Ирина и Екатериной Морозовой. Фон и поля иконы находятся под слоем листового золота, нанесенного при реставрации в XVI веке. Также в XVI веке были перезолочены клав, оплечья и крышка Евангелия. Перед подзолотными работами красочный слой и левказ были группозачищены. Левказ на фоне имеет характерные длинные горизонтальные и достаточно глубокие царапины, вот нижний кадр. Поэтому толщину авторского левказа сегодня выявить затруднительно. Он неравномерный, тонкий, местами спинзован до Павлоки. Но мы предполагаем, что это тоже тонкий грунт, характерный для памятников как раз начала XIII веков. Это обычно грунты, которые такие левказы, тонкие, от 0,6 мм до 1 мм, не больше. Принято на фоне поля положено. Нимб также частично находится под слоем поновительского золота. Справа вверху на золоте сохранились мелкие фрагменты киноварного перекрестия нимбов. В левой части выявлена белильная обводка нимба, она чуть шире графей. Графья нимба глубокая, четкая, двойна, вероятно, выполнена одновременно с золочением на фоне. Нимб выполнен красным-коричневым колером, который является сейчас некой доминантой колористической, доминантой образа при исследовании бинокулярного микроскопа. Казался неавторским. В утратах и разрывах каркелюрной сетки красно-коричневого колера был обнаружен слой серебристого металла. Похожие слои металла были обнаружены на верхней накладной шпонке под опушью фрагментарно по всему периметру полей, по краям хитона и гематия спасительной. Евангелие возле правой руки по краям клавы и оплечья. После проведенных исследований стало понятно, что авторский фонд поля нимб, Евангелие, оплечья и клав были выполнены листовым оловым. На рентгенрограмме видно, что листы олова на нимбе, положенные по кругу, неравномерно заходят друг на друга. В утратах красочного слоя видно, что листы олова очень тонкие, имеют многочисленные разложения, окослы, потемнения. Сохранность олова хорошая там, где стыки листов металла заходили друг на друга. Пробы металла были взяты с нимба, крышки Евангелия на верхней накладной шпонке. Все они показали идентичность металла, благодаря этому удалось закрыть вопрос, является ли верхняя накладная шпонка частью изначальной конструкции основы. При раскрытии бороздин еще отметил, что состав зеленого пигмента на изображении Евангела под большим пальцем спасителя идентична составу пигментов украшения. Украшения на нимба, выполненные анализы красочного слоя, подтвердили, что в обоих случаях использован один и тот же металл, содержащий органический пигмент со свинцовыми белилами. Украшение крышки Евангелия в виде зеленого драгоценного камня тоже лежит на олове, что позволяет сделать вид, что декор книги нимба были авторские и были выполнены по слою олова. Также на рентгене было выявлено, что там еще есть фрагменты красочного слоя авторского и, скорее всего, Евангелие было немного ниже. Вот, тогда я быстро. Значит, вот здесь вот мы видим, что красно-коричневый колер, он лежит поверх, он заходит на вот эти вот камни, и после этого уже там вот при бонокулярном осмотре был выявлен, что там внизу тоже белый металл. Вот. Ну и последнее, под колером всех камней перекрестий хорошо просматривается слой олова и цветного лака. То есть вот здесь был выявлен цветной лак, и в ультрафиолетовых лучах по рекомендации Дарьи Сергеевны Першиной была сделана съемка, и она выявила точно такой же аналогичный прием на иконе XIII века. То есть лак на олове, Илья Пророк в пустыне, житием и дейсусом, происходящие силовые боты, то есть собрание ГТГ. То есть был тоже найден цветной лак, и свечение на нашей иконе оказалось идентично. Обычно, ну, все знают, реставраторы, что свечение бывает все-таки зеленым цветом лаковое, вот, а здесь такой вот интенсивный оранжевый цвет. Нам еще предстоит сделать анализ этого лака, посмотреть его совместно с, опять же, с Дарьей Сергеевной и с исследователями из ГТГ. Вот, и хотелось бы также обратиться с просьбой, осмотреть, может быть, в какой-то фрагмент цветного лака, вот, осветить Толжскую в ультрафиолете, потому что так он не читается. Он только в ультрафиолете, вот, это Дарья Сергеевна подсказала, и только тогда мы его выявили. Собственно говоря, чтобы как-то объединить эти исследования, вот, это было бы интересно. Спасибо за внимание, извините, что я превысила... Когда лимиты исчерпаю, остановите меня, пожалуйста, а то мне за временем трудно следить. Период между 1238 и 1300 годами в истории искусства традиционно считается кризисным. Изучение по этой причине явно затруднено. Хотя понятно, что жизнь продолжалась и духовная культура существовала и развивалась. Были лишь надолго утрачены большие цели. Восстановление творческой активности наиболее отчетливо прослеживается в архитектуре, в строительной деятельности. Но для украшения сооружаемых и ремонтируемых в церкви следовало иметь иконы. Их выполнение оказывается менее заметным. Между тем, насколько можно представить здесь с исключительной очевидностью, проявляются основные факторы, влиявшие на характер данной отрасли сакрального художественного творчества. В специальной литературе соответствующий этап истории русской иконописи большей частью получил характеристику по линии ее регионального развития с учетом местных условий. Лазарев последовательно рассматривал иконы новгородского, ярославского, ростовского и всковского происхождения. Сдорнов справедливо заметил, что эволюция русской живописи первые полвека после монголо-татарского нашествия лучше всего прослеживается по памятникам Новгорода. Но также не обошел вниманием иконы Скова и Ростова. Об этих же произведениях пишет Смирнова, подчеркивая, что конец XIII века на Руси приблизительно совпал с концом темных дней русской истории, хотя страна сохранила свои художественные традиции. Общий взгляд на состояние иконописания в отмеченную пору учитывает активность уцелевших кадров мастеров и их разнохарактерность, а также социальную среду, для которой выполнены конкретные уцелевшие памятники. Икона Богоматери Печерской и Лисвенской с предстоящим и преподобным Антонием Феодосием, датируемой около 1288 года, является единственным сохранившимся произведением киевской живописи рассматриваемого периода. По преданию она привезена Черниговскому князю Роману Мехову Хайловичу, который исцеленный от слепоты основал на реке Свиньи, недалеко от Брянской монастырь. Это список константинопольской иконы XI века, дополненный фигурами Антония и Феодосия, превратившими его в титрский портрет. Иконографическая формула изображения трона и богоматери с младенцем соответствует обсидальной мозаике около 867 года собора Святой Софии в Константинополе. Но стиль характерный для продукции иконописной мастерской Печерского монастыря конца XIII века. По замечанию Лазарева, написанная в довольно широкой и смелой манере икона несет на себе печать торопливости исполнения. Скромные размеры произведения скорее отражают условия частного заказа, а не назначение служить принадлежностью храма. Рисунок пропорций фигур и красочная гамма крайне мало соответствуют византийскому оригиналу. В более поздних списках иконы богоматери Печерской была радикально переработана и сама иконографическая схема с включением в нее фигуры ангелов и коленно преклоненных подвижников. В Успенской соборе Дорогобужа, древнего Дорогобужского Успенского монастыря на Волыни чудом уцелела известная по упоминаниям в литературе икона больших размеров с изображением богоматери Адигитрии с надписью о поновлении ее в 1577 году. В результате проведенной реставрации обнаружилось выполнение уже по палеологовскому образцу, но в архаизирующей манере, вероятнее всего около 1300 года. Стилистическое своеобразие существенно затрудняет датировку, но технические приемы моделирования объемов указывает на вторую половину XIII века, сближая с иконой богоматери Адигитрии в церкви, перевернутой в Охриде. Надо сказать, что эта икона расчищена совсем, ну, сравнительно недавно. Я ее в 1986 году обнаружил еще на реставрационном столе, но мы еще даже не приступали к раскрытию. Икона действительно очень своеобразная, ей много посвящено, ну, как литературе, она и альбом целый посвящен, но вот она такая очень сумрачная по колориту. О том, какого высокого художественного уровня достигла новгородские мастера к середине XIII века, дает наглядное представление широко известная икона Николы с избранными святыми на фоне и полях, происходящая из Свято-Духового монастыря в Новгороде. Ее жеопись указывает на еще незабытую традицию, унаследованную от византийского искусства эпохи камнинов, заметно адаптированную на местной почве. Это подлинное связующее звено между произведениями домонгольского периода и выполненными во второй половине XIII века, к которой относится большая икона Николы с избранными святыми мастера Алексея Петрова 1294 года и церкви Николы на Липне близ Новгорода. По сравнению с предыдущим изображением, здесь есть иконографические отличия. Кисть руки с Евангелием, непокрытым афором, Христос и Богоматерь представлены в рост, филоникорелы готического покроя, подрезник орнаментирован, крещатый гематий креста. Стиль, нарочитая импозатность, приемы, характерные для романского искусства. Отчасти сближают эту живопись с иконами, выполненными греческими художниками для крестоносцев. Речь идет о творчестве элитарного уровня. Параллельно в новгородском искусстве того же периода существовало иное стилистическое течение, представленное краснофонными произведениями, выполненными одним мастером. Это иконы Иоанн Лесничный Георгий и Власий и Спас на престоле с избранными святыми на полях, происходящие из поселка Крестцы Новгородской области. Первая из них хранится в Государственном русском музее до рая в Третьяковской галерее. Вероятно, обе предназначены для одного храма, возможно, посвященного Иоанну Лесничнику и находившемуся в небольшом провинциальном монастыре. Изображения автора Лесницы Георгия и Власия отличаются статичностью, причем две крайние фигуры выдаются плоскостным приемом с огрубленным контуром. Кроме того, в отличие от чрезмерно удлиненной и центральной, они укороченные. Здесь много общего с искусством восточно-христианских провинций Византии, оказавших воздействие на фольклорное направление своим экспрессивным языком русской игодописи. Приемы письма Лигов отличаются относительно плавными сопоставлениями основного тона, теней и светов, но иногда выдаются также графическим упрощенным способом. Икона Спаса на престоле с избранными святыми на полях имеет более сложную композиционную схему и, возможно, является отчасти видоизмененной репликой более древней, написанной для Новгородского Софийского собора, привезенной в 1561 году в Москву. Средник с киноварным фоном обрамлен белыми полями с изображениями Этимосии с полуфигурами Архангелов, стоящих почитаемых святых, часть которых представлены погрудно. Краски немногочисленные, жидкие, грубо тертые, надписи уставным письмом. Живопись ярко отражает эстетические нормы заказчиков и исполнителям столь примечательных икон. В целом, близким этим произведением, но с более округлыми и плавными контурами, более проработанными в деталях, является изображение Благовещения и двух святителей, украшающие царские врата из погоста Кривое на Северной Эдвине в Государственной Третьяковской галерее. В технических приемах их выполнение много общего с графической основой книжной миниатюры. Фигуры святителей представлены фронтально в соответствии с тем, как их изображали в росписи алтарной обсиды до появления во второй половине XII века композиции поклонения Тимосии, вскоре трансформировавшейся в поклонение жертвы. Некоторые дополнительные суждения о новгородской иконописи этого периода позволяют сделать недавно ставшие известными «Сошествие в ад» и «Огненное восхождение» и «Лилии Пророка» в галерее Палаца Монтария Веченца, изображение «Собрание брака» и «Интенца» за первое из которых представляет упрощенный вариант византийской композиции, а второе – небезинтересную фольклоризированную переработку классицирующего оригинала. В этом же плане, но с более тонкой красочной гаммой и с гибкостью линии оказывается икона Богоматери Умиления или Страстной из Дмитриевского монастыря в Кашине, предположительно связанная своим происхождением с Ростовом, хранящейся в Калязинском краеведческом музее. Здесь лики исполнены по светлому бледно-охристому основному тону путем наложения жидких слоев розоватой охры и разбеленных листировок. Черты ликов и контуры рук обведены темной контурной линией. Псковская икона Ильи Пророка в пустыне с житием и деисусом из церкви Ильи Пророка Усилля Выбут и Близского принадлежит к числу произведений с неустойчивой датировкой. Несмотря на то, что эта древнейшая русская житейная икона пользуется широкой известностью, или сравнительно недавно она стала предметом специального изучения. Однако при всей вариативности мнений данное произведение невозможно решительно вывести из хронологических границ второй половины XIII века. Иконографическая схема с 14-ти житейными клеймами, иллюстрирующими библейские тексты 3-й и 4-й книг Царств, генетически восходит к византийским оригиналам, вероятнее всего, к миниатюрам греческой рукописи, образовавшей более пространный цикл, чем фрески 1252 года, украшающие диаконик церкви успением ворачия. Не исключено также использование краткой проложной редакции «Жития пророка Ильи». Отголоски камниновского стиля в псковской иконописи представляются вполне естественными, как одна из составляющих местной художественной традиции наряду с доминированием верхних слоев живописи, перекрывающих санкирную теневую прокладку. Индивидуальная манера письма мастера, похоже, сложилась под воздействием монументального искусства, что становится очевидным не только благодаря центральному изображению, но и стремлению к обобщениям в композициях, где, казалось бы, можно предполагать почти неизбежную детализацию. Неудовлетворительная сохранность некогда репсковских икон, относимых к концу XIII века, либо к рубежу XIII-XIV веков, затрудняет их стилистическую характеристику. К их числу принадлежит икона Богоматери Адигитрии Краснохонной из церкви Никола от кожи во Пскове. Судя по размерам, она изначально могла находиться в храме. Рисунок с характерным положением младенца и суровый колорит создают впечатление архаизации образца. Совершенно иначе воспринимается более элитарная по своему общему характеру письма и иконы с аналогичным изображением, хранящейся в Пскове. Полуфигура Богоматери с младенцем плотно заполняет пространство иконой доски в верхних углах стройной фигуры двух облаченных диаконских стихарей, ходящих хангелов. Хорошо, тогда заканчиваю. Отмеченная иконологическая деталь является довольно редкой для византийской художественной традиции и более типичной для Запада. Стиль также обнаруживает связь с книжной миниатюрой. Произведение позволяет обратиться к уже рассматриваемой литературе Тесису о романских влияниях псковской иконописи XIII века. Но, думается, все же логичнее предположить, что воздействия не были прямыми, а осуществлялись посредством работ западных художников, писавших иконы в византийском стиле для крестоносцев. Ну и я не могу уже сказать о ростовской иконописи. Ну и все. Спасибо за внимание. Всем добрый день. В собрании Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в фонде археологических материалов хранится коллекция белокаменных произведений XV-начала XX веков, насчитывающая более 300 единиц хранения. Она представлена архитектурными деталями и надгробиями. Тема доклада посвящена обзору состава коллекции надгробных памятников. Ее основу представляют предметы, происходящие с монастырского некрополя, одного из древнейших в Москве, возникновение которого относится ко второй половине XIV – начала XV века. Также в музее хранятся белокаменные произведения из некрополя Георгиевского монастыря на Вашу Дмитровке и храма Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Одним из самых распространенных типов надгробных памятников средневековой Руси была белокаменная плита. Данный тип надгробия прослеживается с середины XIII столетия и господствует в Центральном регионе вплоть до конца XVII века. При определении типологии средневековых надгробий мы применяем классификацию, разработанную Леонидом Андреевичем Беляевым. По его предположению, сама плоская форма, вероятно, восходит к плитам, закрывавшим захоронение в катакомбах первых веков христианства. Декор таких плит, состоящий из бордюра, кругов и оси, сохраняет традиции оформления раннехристианских саркофагов. Соответственно, центральная ось – это подобие ребра на двускатной крышке саркофага, круги – обозначение отверстий в саркофагах, через которые на мощи возливали масло, или медальонов. Этот ранний этап формирования осевой композиции в собрании нашим музейным не представлен, но его характеристика важна для понимания дальнейших видов изменений на плитах, в том числе представленных в музейной коллекции. В конце XIV века основные элементы орнамента – ось и круги – преобразовались в так называемую антропоморфную композицию, сформированную зубчатым орнаментом. Новое изображение на лицевой поверхности плиты напоминало посох или крест в форме буквы Т, которые также ассоциировались с человеческой фигурой. Округлое клеймо в изголовье таким образом воспринималось как голова. Разделительная ось в нижней части обозначала ноги, среднее клеймо трактовалось как живот или сложенные ладони, а боковые дуги напоминали плечи. Сама плита также приобрела антропоморфную трапециевидную форму, где расширение ближе к изголовью было подобием расширения человеческой фигуры в плечах. С конца XV столетия лицевая поверхность надгробий стала дополняться резными надписями. Этот этап представлен в собрании музея несколькими памятниками. Один из них мы уже видели, это надгробная плита Инакова-Сияна-Ракова 1563 года. И сейчас на слайде плита Семена Масла 1520-1521 годов. Во второй половине XVI века треугольчатая резьба на верхней плоскости сменилась жгутовой. Подобный декор встречается на надгробии Инакоперфирия-Мурзина и плите 1645 года. При этом боковые грани плит утолщаются. Вместо порядка 10 сантиметров толщины плита увеличивается до 30 и более сантиметров в высоту. Возросшие боковые фасады украшаются так называемым архитектурным орнаментом в виде арк-канелюр по подобию оформления храма Гроба Господня в Иерусалиме. Этот вариант декора становится распространен и не только для белокаменных надгробий. Мы видим здесь, к сожалению, не совсем четко, но на капителях пилястр церкви Вознесения в Коломенском встречается такой же арочный орнамент. Со второй половины XVII столетия начинают еще более значительно увеличиваться по высоте плиты. Надписи переносятся на боковые поверхности, а орнамент на верхней грани утрачивает значение. Вот здесь, например, так называемая антропоморфная композиция в форме трехконечного креста. Она переносится либо совсем вниз на лицевой поверхности, либо не используется вовсе. Возможно, увеличение высоты плит и перенесение надписей на торцы связано с тесным заполнением городских кладпищ и затрудненным подходом к надгробиям. Этот период представлен в музейном собрании наиболее полно цельными монолитными надгробиями из бывшего Георгиевского монастыря на Большой Дмитровке в Москве. Выявить данный комплекс надгробий в составе нашей коллекции удалось по статье археолога Владимира Борисовича Гиржберга. Надгробия были найдены в 1949 году. Часть находок перевезена на территорию Спасандрониковой обители, где формировался музей. В Георгиевском монастыре были упакованы представители многих знатных родов – Головиных, Милюковых, Огаревых, Вильяминовых и других. Одна из плит сохранила уникальные сведения имя заказчика-стольника, предположительно, Тимофея Тимофеевича Савелова. Для надгробных памятников крайне редко подпись того, кто был заказчиком надгробного памятника. Отметим, что только во второй половине 17-го столетия на боковых гранях надгробных плит появляется небольшое изображение восьмиконечного Голгофского креста. Здесь, к сожалению, тоже затемнено, но, наверное, на левой и правой картинке видно основание Голгофа, и верхняя часть креста сбита, но, тем не менее, это изображение прочитывается. Соответственно, только со второй половины 17-го века мы встречаем изображение восьмиконечного Голгофского креста, хотя отдельно стоящие каменные кресты, обозначавшие захоронение, были известны в московской культуре 15-16 веков. При этом тип отдельно стоящего каменного креста не был широко распространен в центральном регионе и более преобладал в землях Новгорода и Пскова, а также на прилегающей к ним северо-западной зоне Руси. Возможно, подавляющее большинство намогильных крестов делалось из дерева, но мы знаем сейчас о них недостаточно. Бытование каменных крестцов в центральном регионе в сравнении с плитами кратковременно охватывает, как мы говорили, 15-16 столетия. И по предположению Алексея Викторовича Алексеева, их появление связано с новгородской традицией, привнесенной людьми, которых насильно переселили при Иване Третьем из Новгорода в столицу. Кресты в нашем собрании происходят из некрополя при храме Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Они демонстрируют разнообразие форм и декора, отличающих московские памятники данного типа. В XVII веке помимо белокаменных плит распространения получает новый тип надгробий закладные памятные доски, размещавшиеся на вертикальных плоскостях, чаще всего в стенах храмов. Эту традицию иллюстрируют четыре доски представителей рода Загряжских, размещавшихся ранее в стене галереи Спасского собора Андроникова монастыря. Если расположение плиты, как правило, было привязано к захоронению, то закладные доски не всегда располагались над местом погребения, а могли просто служить напоминанием о почивших. Отдельно отметим в составе коллекции один небольшой, но важный фрагмент. Это благодарю коллег за внимание к этому небольшому, но тем не менее важному для нас элементу, за которым кроется целый класс погребальных памятников. Это часть крышки антропоморфного или антропоидного, как еще исследователи их называют, саркофага, с выступающим округлым оглавьем. Сама форма саркофага как погребального памятника была одной из ранних в среде надгробий из камня и известна на Руси еще в домонгольское время с XI века. Их важным отличием от более поздних памятников данного типа является прямоугольная форма. Однако саркофаги с круглым оглавлем распространяются с XIV столетия. В середине XVI века приобретают более четкие очертания плечиков. Именно к этому типу и периоду принадлежит фрагмент крышки из нашего собрания. И к концу первой половины XVII столетия такие саркофаги уходят из употребления. Надгробие типа саркофаг вернулось в русскую культуру с приходом барокко. Однако его форма и декор уже соответствовали новой стилистике. Так, три саркофага князей Шаховских 1740-х годов из музейного собрания украшены пышными картушами, растительными побегами, путей и коронами. Важной чертой таких надгробий являлось традиционное изображение Голговского креста, ставшего главным элементом оформления верхней плоскости. На протяжении XVIII века продолжали создавать и закладные плиты, две из которых происходят также с нашей монастырской территорией. Это плита Натальи Степановны Лихаревой и священа архимандрита Ионы Лещинского. Несмотря на плохую сохранность, его плиту, она расположена на слайде справа, удалось идентифицировать по малым фрагментам надписи при ее сравнении с текстом, приведенным в историческом описании Спасо-Андроникова монастыря. Внешнее сходство с формой саркофага начали придавать и цельным каменным блокам, не имевшим внутри полости. Это тип так называемого саркофагообразного надгробия, который стал широко распространенным и продолжал существовать на протяжении всего XIX века. На рубеже XVIII-XIX веков сформировался канон ориентации текстов на надгробии в соответствии со сторонами света. Восточная часть надгробия, являющаяся изножием, здесь перед нами фрагменты изножий, отводится теме первого греха, веркшего человечества в земную и кратковременную жизнь. Здесь изображается глава Адама. Средняя часть надгробия содержит тексты о земной жизни усопшего. На южном торце, как правило, располагается текст со сведениями об умершем, а на северном скорбные слова близких об утрате. Изображения на боковых гранях содержат букеты, венки, гирлянды, угасшие светильники. С середины XIX века изображения на боковых гранях сменяются розетками в виде цветков подсолнуха. На западной стороне, в изголовье, помещается молитва ко Господу с прошением упокоить душу почившего. Часто обращения происходят будто от первого лица «Господи, приими дух мой с миром». На верхней грани надгробия практически неизменно теперь располагается Голгофский крест, отсылающий к теме искупления грехов. Таким образом, смысловое наполнение оформления саркофагообразного надгробия укладывается в систему грехопадения, затем земная жизнь и смерть, и впоследствии надежда на воскресение. Подобные надгробия не были монохромными. Боковые фасады были красноохристыми, тексты в нишах черными, а изголовье в некоторых случаях позолочены. Здесь, к сожалению, плохо видно, но на некоторых фрагментах надгробия действительно имеется красная кайма вокруг текста, и сам текст прочерчен с помощью черной краски. К концу XIX века семантическая нагрузка надгробного памятника ослабевает. Декоративные элементы упрощаются или исчезают совсем. По справедливому замечанию следователей, резчик и зритель перестают воспринимать надгробия как зеркальную модель храма. И таким образом надгробие становится камнем, отмечающим место погребения и несущим минимальную информацию о погребенном. XIX столетие привнесло и новые формы надгробных памятников. Это колонны, иконусы, перебитые кубом, кресты, колонны на постаменте, урны, вазы, стеллы, обелиски и надгробия типа часовня. Но для их изготовления, как правило, использовались уже другие породы камня. Именно вертикально ориентированное надгробие распространилось в последующем XX столетии. Сохранение памяти о печивших – это одна из важных особенностей христианской культуры. Развиваясь от уподобления раннехристианским саркофагам, надгробие средневековой Руси преобразовалось в напоминание о человеческой фигуре. И только с приходом барокко включило в композицию традиционный в нашем понимании христианский символ – восьмиконечный крест. Несмотря на изменение семантического звучания, внимание к месту погребения и его оформление благочестивой символикой во все периоды существования русского белокаменного надгробия свидетельствуют о главной идее сохранения памяти о близком человеке и надежде на воскресение. Предметы музейного собрания охватывают основные вехи развития погребальных памятников, позволяют выстроить иконографический ряд и показать, как менялась композиция на надгробиях. Материалы для доклада собирались в процессе подготовки лапидария – хранения белокаменных предметов на территории музея Рублева, где мы с удовольствием будем рады видеть коллег в нашем новом хранении белого камня. Сюда вошла лучшая часть белокаменной коллекции, и это собрание, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения. Всего благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! Большое спасибо организаторам этой конференции, прежде всего замечательной, чудесной конференции, и, конечно, большое спасибо за возможность выступить. Доклад называется «Главный храмовый образ Иисуса Христа Придворного Благовещенского собора Грозненского времени. Содержание клеем иконы». Речь в нашем выступлении пойдет об иконе «Спас Смоленский» со сценами евангельских притч в клеемах из местного ряда иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, которая была создана на рубеже 1550-1560-х годов в качестве главного храмового образа. И первоначально, по сообщению описи, была установлена первая к югу от царских врат на том месте, которое на слайде закрашено оранжевым цветом. Такое расположение храмового образа Спасителя в Благовещенском соборе наследует византийскую традицию расположения фресковых или мозаичных образов Христос-Хваттократра в Рост в южной части предалтарной зоны храма. Эти образы располагались на западных граних восточных столбов или пилонов, иногда на граничащих с алтарной преградой частях южных стен Науса. На экране подобные предалтарные образы в церкви святого Георгия в Курбиново, Панагею Туарако в Лагудере, церкви Спаса монастыря Жичи, святого Георгия Старона Коричина и Кахрие Джами. В византийской традиции существовала смысловая связь между предалтарным образом Спасителя в Рост и образом Христос-Пантократов в Скуфье центрального купола, как между образами Демиурга Мироздания, замыслившего и руководящего с небес спасением человечества и Богом, уже сошедшим с небес на землю ради спасения людей. На экране пары подобных композиций в Лагудере, Старонагоречина, Грачанице и Дычинах. В Благовещенском соборе Московского Кремля. Центральное подкопольное пространство небольшое по площади и отличается выраженным вертикализмом. Икона Спас в Малинске первоначально располагалась практически под купольным изображением Христос-Пантократер. Пространство, соединяющее купольный и предалтарный образы Бога, есть смысловая траектория, по которой Господь сходит с небес на землю. На этом пути располагаются подкупольные арки и центральные коробовые своды, образ небес. В Благовещенском соборе снизу обозримы только южные и северные коробовые своды. На них написаны сцены евангельских притч и чудес Христа. Они во многом повторяют программу росписи центральных сводов и иконографию многих композиций собора Ферапонтового монастыря. В Благовещенском соборе восточные и западные коробовые своды не просматривались, причем изначально из-под купольного пространства. Они были закрыты высоким иконостасом, о существовании которого в соборе мы знаем с 1508 года, и конструкцией хор. В XVI веке конструкция хор начиналась от восточных граней западных столбов, то есть она была гораздо больше по площади. Отсюда она начиналась и отгораживалась от центрального подкупольного пространства глухой стеной. Так что западные и восточные своды были полностью закрыты для обозрения из центрального подкупольного пространства. Так вот, на этих закрытых коробовых сводах изображены традиционные для византийского наследия композиции великих праздников, в то время как на просматриваемых южным и северным сводов сцены, притч и чудес. Таким образом, программа росписи сводов собора фиксирует смену традиций средневекового мировосприятия. Русская культура XVI века проявляла повышенный интерес к жанру притч, преимущественно развиваясь на путях катафатического или умозрительного, логического средневекового мировосприятия. Его яркими представителями были Иосиф Володский, Ермолай Еразум, митрополит Макарий, Зиновий Отинский. Ранее, в XIV-XV веках, русская культура развивалась на путях исихадской практики или апофатического мировосприятия. В священном писании значение слова «притч» размыто, может иметь разный смысл, но главным пониманием этого слова есть сокровенная мудрость. В форме притч, в завуалированной или таинственной форме, в священном писании изложены главные законы божественного бытия, по которым Бог творил мироздание. Притчи есть гонания из первой или сокровенной от сложения мира. Поэтому присутствие сцен евангельских притч и чудес на сводах собора есть повествование, что мир сотворен по законам божественного бытия, на что указывают сцены притч, и с помощью конкретных проявлений божественной силы. О чем свидетельствуют сцены чудес Христа. В условиях земного существования, где перемешаны добро и зло, притчи становятся рассказом о путях к познанию человеком Бога, по-другому о путях спасения или путях к Царству Небесное. В Евангелии именно притчами Спаситель учил народ этим путям, подчеркивая при этом, что данная форма есть только начальный уровень богопознания. На иконе Спас Маленский из Благовещенского собора на экране слева сцены притч в клеймах есть проецированные на плоскость идеи об устройстве божественного бытия и о путях спасения человечества в земных условиях. Подобная программа иконного образа отражала взгляды богословской элиты. Она была уникальна и впоследствии не повторялась. Для сравнения, в те же годы Грозненского правления, когда была написана икона для Кремлевского Благовещенского собора, для одного из приходских московских храмов была создана икона, находящаяся ныне в собрании Третьяковской галереи. На экране она в центре. С тем же образом Спас Маленский в Среднике, но более простым содержанием клеем. Клеемые иконы из собрания Третьяковской галереи последовательно изображают главные праздники цветной триодзи, которая в XVI веке начиналась с Лазаревой субботы и заканчивалась с Днём всех святых. В итоге главный образ Спасителя в центре предстает прежде всего, как Христос воскресший. В Грозненскую эпоху художники обратили внимание на западную иконографию воскресшего Христа, изображённую в рост и с развивающимися концами одежд. Программа иконы из собрания Третьяковской галереи, ориентированная на пасхальное торжество, будет повторяться в последующие века, в частности, в храмовом образе церкви Ли Пророка в Ярославле, на экране справа. Итак, икона «Спас Маленский» – это авторский трактат её создателя о том, что в наш земной мир с небес сошёл Бог-спаситель и о путях спасения людей, которые он с собой принёс. Мы не знаем какого-либо литературного произведения, которое программа иконы воспроизводила. Такое сосредоточение сразу большого количества евангельских притч в одном произведении является новаторским решением для православной живописной традиции. Ивановские сюжеты в клеймах представлены слишком дробно. Каждый включает до 5-6 сцен, что уже не имело широкой практики в предшествующей православной живописи. Если разбирать композиции каждого отдельного клейма, то можно выявить и традиционные иконографические мотивы, и большое количество элементов, перекликающихся с западным искусством. Но сегодня наша задача является наметить общее содержание иконы. Итак, на её левом, верхнем и правом полях расположены сюжеты синаптических евангелий, преимущественно от Луки и от Матфея, большинство из которых, 12 из 16 клеем, есть евангельские притчи. Это, повторяем, сюжеты о путях спасения человечества. Четыре клейма на нижнем поле под средником, которые выделены оранжевым контуром, представляют сюжеты по Евангелию от Иоанна об основании Христом на земле христианской церкви. Это сюжеты призвания первых апостолов, на экране крупная композиция справа вверху, и молитва Христа к Отцу на Тайной вечере о церкви, о её сохранении и единстве. На экране два клейма справа внизу. Таким образом, клейма с сюжетами притчи о путях спасения христиан на левом, верхнем и правом полях иконы композиционно и по смыслу образует своеобразную архитектурную арочную конструкцию, опирающуюся на нижний фундамент, наклеима на нижнем поле с сюжетами об основании церкви. Существование на земле христианской церкви – это и есть, как показал автор иконы, главный фундамент спасения христиан. Эта арочная конструкция, образуемая смысловым прочтением клейма иконы, соотносится с понятием божественного домостроительства, сформулированным апостолом Павлом в первом послании Тимофея, получившим толкование у святых отцов. В этом архитектурном строении по смыслу выделяются клеймы, которые можно сравнить с верхним замковым камнем и угловые клеймы, которые есть краеугольные камни конструкции. Вот разберем это. Но вы поняли, что то место, которое оранжевым контуром выделено на иконе, оно в правой части экрана воспроизводится более крупно. Притчи в трех синаптических евангелиях делятся на три основные группы, соответственно, этапам земной жизни Христа. Первая группа – это притчи, произнесенные во время Нагорной проповеди и повествующие о существовании небесного царства или спасения человека и о начале пути этого спасения. Так вот, в центре верхнего поля иконы, то есть в замковом камне символической арки божественного домостроительства, размещены два клейма, соотносящиеся с первой начальной группой евангельских притч, знакомящим с характером пути спасения. Направление прочтения клейма на иконе в целом имеет центрический характер и точкой отчета является фигура бога-средники. С двумя верхними клеймами, то есть с началом повествования, соприкасается двуцветный нем Христа, заходящий на внутреннее поле. Евангельские притчи первой группы содержат серию ярких метафор, раскрывающих понятие небесного царства. Самой известной метафорой является образ семени, брошенного в землю. Этот образ присутствует в Евангелии в двух притчах, а на иконе «Спас Смоленский» изображена одна – притча о пшенице и плевеле. Это, значит, первое клеймо из выделенных. Второй метафорой с близким смыслом, выбранной автором иконы, является образ пойманной рыбы, которая по толкованию святых отцов Иоанна Златоуста, Феофилакта Болгарского, есть образ человека, уловленного Христовой проповедью и получившего спасение. Этот образ не принадлежит к евангельским притчам, хотя в притчах есть близкий образ невода, захвачившего рыб разного сорта. Образ пойманной рыбы проиллюстрирован во втором замковом клейме композиции «Чудо остателей». Это единственное клеймо на иконе с изображением Христова Чуда. Рассмотрим чуть-чуть поближе притчу о пшенице и плевеле. Верхняя правая сцена, где сеятель засеивает на поле пшеницы плевела и его рукой руководит дьявол, она, очевидно, перекликается с западными мотивами, где очень распространены сцены полевых работ и, в частности, сеяния, но и, тем более, фигура беса за спиной человека тоже очень частый западный мотив. Но нам сейчас важно не это. Нам важно, что в целом эта притча выбрана, видимо, потому, благодаря выраженному ее эсхатологическому контексту, очень популярному в грозненской живописи. Притча звучит тема божественного сдаяния праведникам и грешникам в конце времен. По сюжету во время сжатую пшеницу собирают житницы, а плевелы сжигают. Эти сюжеты представлены сценами в нижней части клейма. Тема праведного воздаяния за грехи – одна из главных на иконе. Она присутствует не менее, чем в десяти клеймах. Также постоянно повторяется в клеймах образ православного царя. Хозяин поля в этом клейме изображен сидящим на троне. В нижней правой сцене он носит лор. Не забываем, что икона являлась главным образом в придворном соборе и стояла в соборе прямо напротив царского моленного места. В повествовании клеем по смыслу выделяются сюжеты угловых композиций или краеугольных камней. Значит, в правой части экрана более крупное произведение угловых клейм в том же порядке друг по отношению к другу, как и на иконе. Эти сюжеты представляют главные и необходимые условия, без которых человека спастись невозможно. Значит, в верхнем левом угловом клейме Христос учит апостолов в молитве «Отче наш» и рассказывает притчу о докучливом друге, обучающей постоянству и настойчивости в молитве. В нижнем левом клейме представлена притча о десяти минах, которая есть вариант притчи о талантах. Притча свидетельствует, что для спасения необходимо реализовывать данный человеку от Бога таланты или мины. В верхнем правом угловом клейме представлена притча о работниках в винограднике. Она изъясняет, что для спасения человека обязателен его труд ради Господа или виноградники Господнем. В четвертом, нижнем правом угловом клейме изображена сцена, в которой Иисус с апостолами покидают навсегда Иерусалимский храм, этим отнимается спасение у иудеев и отдается народам, приносящим плоды его, в том числе по трактовке автора иконы, русскому народу. Размот... На минуту. У вас одна минута осталась. А, хорошо. Давайте рассмотрим верхнее угловое клеймо, и тогда этим закончим. В его верхней левой сцене Христос обучает апостолов в молитве «Отче наш», и рядом молится Отцу Небесному. Остальные клеймы – это изображение притчи о докучливом друге, который просил три хлеба для своего друга, зашедшего к нему в полночь. В изображении этой притчи автор, очевидно, опирается на ее толкование Феофилактом Болгарским. Так, главный герой, стучащий в дверь, чтобы попросить хлебы, изображен здесь пожилым человеком. Феофилакт указывал, что многие приходят к Богу в конце жизни. Другу, которого просит хлебы, есть благодатный человек, уже достигший состояния небесного блаженства. Он почивает в верхней части композиции, в небесной горнице, со своими детьми. По Феофилакту дети – это добродетели, а сам вот этот друг, который просит хлебы, – это сам Бог по Феофилакту. А вот в качестве собственной трактовки сюжета автор Меккона является образ друга, пришедшего в полночь, ради которого хлебы и просят. На экране он изображен в левой книжной сцене, вот, в виде жены. Вот на той трактовке нет ни в небесной герой, ни в одном из святоотеческих толкований. Таким образом, в трактовке евангельских сюжетов, в том числе притч, автор обнаруживает хорошее знание толкований евангельских тестов святоотеческой традиции, в первую очередь, Иоанном Златоустом и Феофилактом Болгарским. При этом автор учитывал, что у святых отцов обычно происходит отождествление притчевых героев с Христом, Богом, Отцом, Ангелами, Апостолами, то есть так, как толковал притчу сам Спаситель. В то время как автор нашей иконы, следуя традиции катафатического богословия, сохраняет анонимность образов притч и вместе с ней таинственность притчевого смысла. При представлении содержания притч с анонимными героями автор обязательно в каждое в клеймо включалась сцена беседы Христа с Апостолами. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вас немного повеселю темой со зверями анималистической. Настоящее сообщение мое входит в серию докладов, посвященных теме генезиса образа Иоанна Притечи в пустыне с дикими зверями. Данный вариант извода, как известно, в византийском искусстве не был известен. Он возник на Руси в эпоху Ивана Грозного и получил относительно широкое распространение в русском искусстве с конца XVI в XVII веке, чему была посвящена статья Ирины Александровны Шалиной. Возникновение этого сюжета на Руси предшествовало достаточно длительный период существования данного сюжета в искусстве Средневековой Западной Европы. Мы считаем, что было бы не совсем правильно рассматривать этот сюжет изолировано только как сюжет житийного цикла Иоанна Притечи в отрыве от более широкой традиции изображения христианских пустынников и анахаретов в непосредственной связи, с которой он зародился и бытовал в искусстве. В настоящем сообщении мы обратимся к предыстории возникновения данного образа и постараемся погрузить его в более широкие художественные и смысловые контексты, что, как нам кажется, позволит более полно раскрыть его содержание. Мотив пустыни как места совершения отшельнического подвига христианскими подвижниками занимает важное место в средневековом искусстве и на Востоке, и на Западе. Однако средневековое представление о пустыне отличалось от ее современного географического определения, восходя к библейской традиции, в соответствии с которой пустыня – это в первую очередь безлюдная, неокультуренная присутствием человека местность, но не лишенная ни растительной, ни животной жизни. Характерные цитаты есть у пророка Исаии. «Будет от рода в род оставаться опустелую, во веки веков никто не пройдет по ней, завладеют ее и пеликан, и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, там у гнездица летучий змей, там и коршуну будут собираться один к одному». 34 глава пророка Исаии. «Христианский аскет, удаляющийся в пустыне, предпочитает комфортной жизни в упорядоченном человеческом социуме, агрессивные внешние условия, включающие присутствие диких животных, чем и демонстрирует инаковость своего пути. Это свойство пустыни было активно поддержано в средневековой эскетической литературе, широко распространившейся с развитием египетского монашества, которая была популярна на Западе ничуть не меньше, чем на Востоке. При этом по наблюдению отца Стефана Ваньяна на христианском Западе в средние века произошла трансформация понятия пустыни, которой нет в Европе по сугубо географическим причинам, в ее альтернативу для пустынничества, который стал непроходимый лес, что он отмечает уже по творчеству Кретьена Детруа второй половины XII века. Мотив пребывания подвижников в пустыне со зверями сложился в романском искусстве в Западной Европе, что было закономерным, поскольку там анималистическая тема в целом получила гораздо более широкое развитие, нежели в Византии. Это касалось и декораций романских и готических храмов, и маргиналей латинских рукописей, конечно, геральдики. Симптоматично, что иллюстрированные бестиарии получили на Западе гораздо более широкое распространение, чем в Византии. Кроме того, в силу символического характера византийского искусства пейзаж в нем достаточно долго имел отвлеченную художественную характеристику, передаваясь как условные иконные горки, не отсылающие к реальным особенностям того или иного ландшафта. На примере изображения искушений Христа в пустыне среди зверей на менять уровень Частерской псалтири середины XII века видно, что в романскую эпоху здесь уже сложился образ пустыни как место обитания диких животных. Это иллюстрация к словам Евангелия, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. В XIII веке здесь же появляются образ Иоанна Критечи со зверями на алтарном антипендиуме из романской церкви Хесера в испанском Ирагоне. Святой изображен на фоне стилизованного дерева момент своей проповеди о Христе Агнце, обращенный и к людям, и к животным, среди которых представлены олень, кабан, барс, слон, верблюд, вол, орел и грифон. Возникновение образа притечи в пустыне с дикими зверями именно в XIII веке далеко не случайно. Оно совпало с бурным расцветом в католическом мире нищенствующего монашества, на фоне которого стало актуальным появление в искусстве темы фиваиды. Сложившийся, по-видимому, второй половине XIII века на стыке византийской и западной культур. Образы фиваиды включали изображение отшельнических трудов монахов в маленьких пещерках, заключенных в гористый ландшафт, обильно поросший деревьями, в котором часто фигурируют животные, как исконные обитатели египетской пустыни. Это дикие львы, неясы, зайцы, вепри, прячущиеся в скалах, или же, напротив, животные покорные отшельникам, которые путешествуют верхом на медведей или льве, делят с ними пещеру, дуют львицу или самку оленя. Данные анималистические мотивы отсылали к популярным текстам лавсаика, витепатру и других жизнеописаний насельников фиваидской пустыни, содержащих упоминания о ее фауне. Известные на Латинском Западе с V-VII веков, данные тексты в XIII веке пережили новый виток популярности, будучи включенными в золотую легенду Иакова-Варагинского. В Византии композиция фиваиды впервые появляется во фресках близ монастыря Сумела в Понте III-1913 века, которую недавно представили Адашинское и Виноградово на одной из конференций в Москве. А в Италии в то же самое время на иконе успения святого Ефрема Сирина 1280-х-90-х годов, сейчас хранящейся в Национальном музее Шотландии, который мы как раз сейчас с вами листаем. В дальнейшем тема фиваида была широко востребована на Западе, в частности в итальянском искусстве, одним из ранних примеров, чего являются фрески Буфальмака в пизанском Кампо-Санто 1340-х годов и работа Фрабиата Анжелика в галерии Уфицы. Их изучению была посвящена статье Атаса Сатануласа, обратившего внимание на взаимное обогащение византийской и западной традиций в иконографии данной композиции. В XIV-XV веках популяризации образов пустынников анахаретов чрезвычайно способствовали нищенствующие монашеские ордена, которые подчеркивали идею преемственности между древними аскетами, преподобным Антонием, Блаженным Иронимом, Марией Египетской и другими и основателями своих орденов. И вводили изображения аскетических подвигов и мистических введений последних в систему сюжетов, расширенной таким образом Фиваиды. Вот здесь вместе с деяниями древних путь отшельников на заднем плане представлена стигматизация Святого Франциска. Кстати, многие из этих древних святых в процессе развития их иконографии также приобрели собственные атрибуты в виде животных. В этом процессе сыграла свою роль еще такая эмблематичность готического искусства с ее стремлением обозначить каждого святого его узнаваемым личным атрибутом. Так преподобный Антоний Великий изображался со свиньей, святой Ироним с Ольбом, святой Галт с Медведем, святой Гидий с Ланью, святой Евстафий и Губерт с Оленем. Орел Евангелиста Иоанна на Западе играет очень важную роль в его образах и не только как символ, но и как активный участник многих событий. Агнец, помимо Иоанна Предтечи, был также атрибутом святой Агнессы, а единорог святой Юстины. Прекрасной иллюстрацией данного процесса является миниатюра Иоанна Предтечи в пустыне братьев Лимбург, в частословии герцога Берийского, на которой на фоне густого леса с дикими зверями изображены трое святых животными Иоанн Креститель с Агнцем, святой Антонией со свиньями, святой Гал с медведями, а на заднем плане крадется левный, иначе как в поисках святого Иеронима. В сценах проповеди Евангелия животным, помимо Иоанна Предтечи, изображались также святая Флора, святой Блесс, он же Власий Севастийский, святой Рох, святой Этьен, святая Флора, святой Мамант Кесарийский. Образ святого Маманта Кесарийского очень показателен в плане оценки подхода к каноничности взаимоотношений святых с животным миром на Западе и на Востоке. В ранних греческих вариантах текста мученичества святого Маманта V-VI веков рассказывалось, что проповеди этого святого, удалившегося в юности в пустыню, с благоговением слушали лани, козы, дикие львы, медведи, леопарды, волки, анагры, мифические единороги и так далее. В общем, целая куча животных. Святой напоминал в этих текстах легендарного Орфея, чарующего животных. Однако в конце X века в Византии Симеон Метафраст отредактировал текст этого мученичества, опустив все сверхъестественные события и исключив из него проповедь святого Евангелия зверя. Как следствие византийской иконографии, образ святого маманта верхом на льве известен, ну, по одним прикидкам, с VI, по другим, более достоверным X-XI веков, но он был популярен. Очень далеко от культурной столицы, в глубоких провинциях, в Грузии, Ливане, на Кипре в XIII-XV веках, в эпоху владычества крестоносцев. Это при том, что в Западной Европе сохранился как самый оригинальный текст в переводе на латинский язык, так и иконография проповеди святого маманта животного. Вот она представлена здесь на шпалере. Ну, мы все знаем, что в палеологовской Византии был известен образ преподобного Герасима Эрданского сальвом, включая расширенную жительную интерпретацию истории, описанной в луге духовном, Иоанна Мосха, как вылеченный им лев выполнял послушание старца. Что характерно, эта традиция также возникает в контексте монашеского искусства и фиксируется в росписи церкви святителя Николая Арфаноса в соборном храме монастыря Блатодон в Фессалонике и в росписи скальной монастырской церкви в селе Иваново в Болгарии. Любопытно, что в Западной Европе данное повествование полностью усваивается другому святому, Иерониму Стридонскому. Это произошло в золотой легенде Якова Ворогинского. Как текстуально, так и иконографически. То есть абсолютно тот же текст, он приписывается Иерониму. И образ святого Иеронима сальвом был несопоставимо популярнее на Западе, известен там по огромному количеству изображений, в то время как аналогичные изображения преподобного Герасима в восточнохристианской иконографии встречаются относительно редко. Но все же возглавлял список этих древних чтимых анахаретов все тот же Иоанн Притечи, который прочитался как первохристианский аскет пустынник и даже протомонах. И в этом качестве выступал важнейшим образцом для подражания. Но причины его особого почитания среди западного монашества не ограничивались этой весьма поверхностной ролью. Некоторые из этих причин становятся понятными в контексте изучения искусства францисканцев, с учетом того, что именно этот орден имел колоссальное влияние на культурную и религиозную жизнь Европы в XIII-XVI веках. Но мировоззрение францисканцев оказало огромное влияние личность основателя этого ордена святого Франциска Осийского. Легендарный католический подвижник, провозгласивший идеал нищенства как евангельского совершенства, поставил во главу угла христианской веры любовь и сострадание к человеку, а также милосердие к отданному во власть людей, животному и растительному миру. Широко известны по его житиям эпизоды проповеди святого Франциска птицам, спасением голубей, овцы с ягненком, переговоров с волком, терроризировавшим Агубио. Согласно его житию, Франциск намеревался обратиться к императору, чтобы получить охранную грамоту для горячо любимых им жаворонков. Он и себя считал похожим на птицу, тот же Томмазо Дочилана, автор его жития, приводит отзыв святого о своей внешности. Он увидел маленькую черную курицу, похожую на домашнего голубя, лапки ее были покрыты перьями. Курица – это я, – сказал он, – невысокий рост и со смоклым лицом. Современника-последователь святого Франциска Антоний Падуанский известен своей проповедью рыбам в Римине. Этот экологический посыл, рисующий положительный светлый образ мироздания, был подхвачен и понесен по миру братьями-миноритами, которые, подобно Бертольду-Регенбургскому, никогда не проповедовали в храмах, а в полях и лугах, где воздвязалась деревянная башня, служившая кафедрой. Земной мир рассматривался этим проповедником как путь в Царство Небесное и его познание мирянами последствий мучения от земель, от деревьев, от злаков, цветов и трав. Он считал равнозначным познание Ветхого и Нового Завета духовенством. Аналогичную идею развивал Бонавентура, по мнению которого в тварном мире все дорассеяны следы, вестия божии. Он подобен книге, в которой отражается и является людям творец. Францисканцы уже с середины XIII века взошли на кафедры славнейших университетов Европы и оказали большое влияние на развитие философии точных и естественных наук. В их философии, выразителем которой стали Иоанн Дун Скотт и Уильям Оком, тварный мир обретает самостоятельную ценность, в том числе делающую ее достойным предметом научного изучения. И это убеждение разделял пионеры экспериментальной науки, также францисканец Роджер Бекон. В культуре и искусстве это мировоззрение было популяризировано деятелями эпохи Возрождения, многие из которых находились под влиянием францисканских идей, а некоторые принадлежали к ордену как Терциарии, например, Данте, Джотто, Тадео Гадди, Франсуа Рабле, Карл Кривелли. Особое отношение францисканцев к природе нашло свое отражение в искусстве. Эпизоды проповеди святого Франциска «Зверям и птицам» изображаются в миниатюрах и на его житийных иконах уже в XIII веке, а в третьей четверти XIV мотив его проповеди животным сливается со сценой стигматизации святого Франциска на горе Альверны. В результате складывается образ святого Франциска, очевидно перекликающийся с изображениями древних анахаретов, обитавших в пустыне со зверями, и особенно с образом она притечи в пустыне, аналогичного извода. Характерно, что в искусстве францисканцев образы обоих святых, то есть и она притечи и франциска, вообще довольно часто сопоставляются друг с другом в композиции, в том числе составных, на алтарных полиптихах и так далее. С одной стороны, Франциск предстает на этих произведениях как итальянский второй притечи, что и подчеркивали его тексты житей. В описании рая у Данте, Франциск Осийский – это второй из всех христианских святых после Иоанна Крестителя. Однако символическая связь между этими святыми гораздо глубже. Святой Франциск получил стигматы в момент явления ему Христа в образе распятого Херувима. Образ Иоанна Притечи в пустыне – это также образ боговидения, и теофании ему жертвенного Агнца Божия. В обоих эпизодах нашла свое воплощение, важная для францисканцев, идея имитатию Кристи, подражания Христу, которая, по мнению нищенствующих монахов, достигалась через духовные практики страстных и крестных медитаций. И вот видение притечи Агнца в землющего грехи мира, с одной стороны, и стигматизация святого Франциска, принявшего крестные язвы Господа на теле своем, с другой, служили вот такими символическими вехами начала и конца страстного цикла сюжетов францисканского искусства. Вообще, сходные идеи и образы использовали и другие ордена бенедиктинцы, антониты, доминиканцы. Но у нас мало времени, поэтому, подводя итоги, просто надо сказать, что образ Иоанна Притечи со зверями возник и развивался в западном изобразительном искусстве в очень широком религиозном и художественном контексте, связанном с деятельностью нищенствующих монашеских орденов. В той уникальной именно для христианского Запада ситуации довольно значительной автономности монашествующих орденов от епископата, которой они в эту эпоху обладали. И в силу этой автономности они могли вырабатывать собственные очень разнообразные монастырские богослужебные уставы, специфические мистические практики, богословские учения и оказывали, соответственно, влияние на церковную и культурную и духовную жизнь, в том числе и на искусство, где могли инспирировать такие развития специальных, таких специфических тем, которые продвигали их религиозные нарративы. Вот именно в такой духовный тренд и попали образы древних пустынников, в том числе и Анна Притечи со зверями, с чем была связана его высокая популярность и востребованность в католическом искусстве эпохи Высокого Средневековья и Возрождения. Спасибо за внимание. Мой доклад будет посвящен одному из храмов архитектурного ансамбля Кийского крестного монастыря. Монастырь находится в Белом море на острове Кий и был построен патриархом Никоном. Строительство его началось с 1656 года и продолжалось самим патриархом Никоном до 1661 года. По преданию патриарх Никон в этом месте попал, ну, собственно, не по преданию, а по его собственным словам, которые он изложил в грамоте, созданной на основании крестного монастыря. Он попал в бурю на Белом море, когда возвращался с Соловков после конфликта с преподобным Ильазаром Мазерским и был спасен у берегов крестного Киострова и построил крест, ознаменавший его спасение. И впоследствии в 1652 году, когда он вновь побывал на Соловках уже митрополитом новгородским и оттуда вывез мощи свидетеля Филиппа, он вернулся на Киостров вместе с мощами митрополита Филиппа он там побывал, еще раз убедился в том, что крест его стоит и, в общем, как он в самом грамоте говорит, подумал о том, что здесь хорошо было бы построить монастырь. И к этой идее он возвращается в 1656 году, когда начинается русско-шведская война и, возможно, вот как одна из таких благочестивых инициатив, как обетное приношение в ознаменование побед русских войск, он решает основать монастырь на удаленном острове и, да, вот ансамбль самого монастыря и переносит из Москвы на Киостров реликварий, крест, в котором содержатся мощи святых, реликвии палестинские, и этот крест торжественно был помещен в соборе на Киострове, справа икона поклонения Киевскому кресту, которые представляют всю композицию, задуманную патриархом Никоном, иконы, на которых были изображены Константина и Елена, царь Алексей Михайлович, царица Мария Линична и сам патриарх Никон. Эти иконы стояли по сторонам Киевского креста в Воздвиженском соборе, но вот перед вами икона, которая находится сейчас в Архангельском музее, и еще и киот представляет, который был уже в конце 17 века к этой иконе сделан архангельским холмогорским архиепископом Афанасием. Сейчас сам Киевский крест находится в Москве, но в самом монастыре консамблю монастыря патриархом Никоном были построены несколько зданий, тоже такой удивительный момент, патриарх Никон в 1658 году покидает московский патриарший престол, уезжает в Новый Иерусалим в связи с конфликтом с царем Алексеем Михайловичем, но при этом ему было разрешено достроить монастыри, которые он заложил ранее и в самый можно сказать разгар военных действий он отправляется сначала на Валдай, затем на Киевостров в 1659-61 годах, с учетом изменений дат в связи с календарем, получается, что он чуть больше года сначала в Иверском монастыре живет, достраивает строение, затем на Киевострове практически год строит собор, вот там на дальнем плане собор монастыря и маленькую надкладезную церковь, которая собственно и будет предметом моего сегодняшнего доклада. Вот этот храм между двумя этими зданиями, вот справа тут такая высокая стена, это сооружение, которое позже было построено и не относится, но по всей видимости, к задумке самого патриарха Никона. Чем этот храм интересен тем, что по сути у нас нет примеров того, чтобы колодец, ископанный для нужд монастыря, находился внутри пространства храма, и это еще к тому же было бы оформлено специальным посвящением самого храма. Я напомню, что монастырь сам посвящен Святому Кресту, потому что туда была перенесена реликвия, и все строения монастыря при патриархе Никоне фактически они были связаны единой программой. Собор, понятно, был посвящен воздвижению Честного Креста, а маленький храм посвящен происхождению Честных Древ Животворящего Креста. Но, в общем, с одной стороны, это понятно, потому что происхождение Честных Древ это Константинопольский праздник, который вспоминает крестные ходы по Константинополю, изнесение реликвии Древа Креста из Императорского Дворца, перенесение в Софию Константинопольскую, и затем освящение колодцев по всему Монастырю Всемилостивого Спаса в Константинополе. И поэтому вот эта тема освящения вод, она здесь была как нельзя кстати. Но надо сказать, что остров до того, как на нем был построен монастырь патриархом Никоном, был нежилым, потому что на нем нет естественных источников воды. Воду приходилось либо к откуда-то извне привозить. Вот биограф патриарха Никона, клирик его Иван Шушерин, он в своем жизнеописании патриарха Никона говорит о том, что патриарх Никон очень переживал о том, что нет на острове источника воды и осем немало соболезновавшие, моля Бога, да проявит ему Бог, где ископати кладись, и обе Богом наставляемый, избра сие место и бысь кладись из ряде. То есть получается, что остров, на котором по всей листи до этого времени только рыбаки останавливались, потому что он находится в 20 километрах от устья Онеги на пути в Соловки, по сути, вот если из Онеги на Соловки добираться по морю, то он как одна из остановок может восприниматься. Остров не имел источника воды, там был какой-то водоем, в котором, видимо, то ли дождевая вода, то ли какие-то воды грунтовые после дождя осаживались, и он летом пересыхал. И патриарх Никон каким-то образом выкопал этот источник, то есть это до сих пор непонятно, откуда там берется на Кестрове вода, в 20 километрах от берега, но может быть какие-то там, в общем, это тоже, вот мне лично было бы интересно, если бы какие-нибудь геологи это все исследовали, но, в общем, тем не менее, строится вот такой храм, который достаточно такой скромный облик из себя представляет, и состоит он из двух частей, вот слева фотография, мы видим апсиду, на апсиде вложен крест закладной, который, вот по мнению Татьяны Михайловны Кольцовой, был изготовлен и вмонтирован в стену уже в середине 19 века, там надпись, которая говорит об освящении и посвящении храма самим патриархам Никона. И сам колодец находится, вот чем показать можно? Это же указка. Это же указка? Какой окна? Вот вот это. Вот это. Вот, да, вот вижу. Да, вот это храмовая часть, а колодец сам находится вот здесь. Сейчас мы посмотрим мой интерьер. Ну вот на этой фотографии видно, что, видимо, первоначальная задумка патриарха Никона, она представляла собой вот такой вот выделенный вот этот храмовый объем и пониженную часть с колодцем внутри. Все остальные, вот это вообще еще более поздняя пристройка, а часть вот над колодцем была, видимо, настроена позже. Ну и поскольку вот храмов подобного, подобной конструкции в принципе вообще мы не видим, у нас нет в истории архитектуры, то, ну то есть есть там всякие надкладезные часовни, да, это не то. А вот когда вот такой специальный храм для размещения, ну понятно, что в условиях севера это все тоже важно было, чтобы был защищен храм, но вот тем не менее хочется как-то проследить какую-то типологию. Это интерьер храма, вот слева фотография, здесь мы видим вот алтарная часть, которая отделена тремя арками от основного объема храма. так, что-то я не ставлю, да, вот, и сейчас вот так вернусь, да, это алтарная часть с окнами и сомкнутый свод, это из алтаря вид на основной объем храма, то есть он очень маленький по своему внутреннему объему, и это вот как раз надкладезная часть, которая надстроена была, видимо, вот здесь сохранились следы арки первоначальной, которая соответствует по всей видимости типологии трапезных храмов, которые, в общем, повсеместно распространены, и покажу еще примерно, что приходит в голову, когда на эту конструкцию смотришь. Да, надо сказать, что реставрация зданий собора проводилась, вот последняя реставрация в конце 60-х, в 68-70-м годах Галой Владимировной Алферовой, и с тех пор в принципе в монастыре никаких работ не ведется, там сейчас находится дом отдыха, недавно туда пришел монастырь, но поскольку помещений особых нет, и вообще жизнь на севере всегда сопряжена со сложностями, тем более в таких условиях, то естественно, что никакой постоянной общины на настоящий момент нет, и вообще непонятно, как эти все здания содержать, какие средства выделяют, то есть мое сообщение это еще какой-то призыв может быть обратить внимание вообще на этот памятник, ввиду того, что он имеет уникальность. И вот справа сама цистерна подземная, которая тоже вызывала интерес и в первую очередь Галу Владимировной Алферовой, которая считала, что построена она была по образу палестинских цистерн, но вот такая вот у нее фраза присутствует, но какого-то объяснения более развернутого не получила это мнение, но действительно, мы видим, что представляет собой, то есть это вот то, что мы видим на правой фотографии, это вот тут, вот тут внизу, вот в этом спуске, вот там он, этот колодец под полом. Сейчас деревянный пол там настилен когда-то вот в 19 веке еще был каменный пол, и поэтому вообще мы не очень представляем, как вся эта конструкция выглядела, и что там предполагалось, может быть, какие-то патриарх Никон, в Новом Иерусалиме он же специальный устав прописывал для подчеркивания статуса этой обители, может быть, и в крестном монастыре что-то предполагалось подобное, но вот ничего не сохранилось, мы не знаем, и как выглядела эта часть по задумке патриарха Никона, в принципе, мы тоже не знаем, но вот сама цистерна действительно уникальная, потому что в русской, опять же, практике строительной ничего подобного не было, нам в принципе не нужно строить цистерну, у нас везде есть источники воды в изобилии, и можно здесь провести эту аналогию с иерусалимской традицией, и вот тем не менее, есть еще один пример, это Соловецкие подземные каналы, которые вполне мог видеть патриарх Никон, потому что он был пострижником Соловецкого монастыря, и наверняка это знал, вот система водопровода, которая была еще при митрополите Филиппе, проложена на Соловках, да, это, конечно, другая конструкция, это каналы, но тем не менее, вот эта практика сводов из валунов на Киострове, это гранит, сам материковый гранит, который обтесан, и такими достаточно грубыми этими квадрами положен вот в этом колодце, может быть, действительно, здесь типология какая-то присутствует, но надо сказать, что вообще все монастыри патриарха Никона, они имеют продуманную такую программу, которая, видимо, эта продуманность она тоже результат такого осмысления патриархом Никоном того посвящения, которое он закладывал в строительстве монастыря, и поэтому, конечно, палестинские, константинопольские аллюзии здесь совершенно очевидны, вот сама идея этого крестного хода из Москвы на Киостров, то есть в северном направлении, как вот русские войска шли в сторону шведской границы во время русско-шведской войны, здесь такое духовное шествие тоже подразумевалось, и поэтому освещение вод, это и освещение вод Белого моря здесь вполне может иметься в виду, да, с учетом того, что там, например, в середине 17 века Белым морем у нас называли Средиземное море, и в хождениях русских паломников это отмечается, здесь тоже может быть какой-то такой символический момент, ну и иерусалимские аналогии здесь вполне тоже возможны, тем более, что вот эту цистерну описывает Арсений Суханов, что в Иерусалиме во всех пределах живут все дождевой водою, потому что церкви и хоромы учинены плоские верхи, и у каждого на своем дворе потоки проведены к одному месту, и в земле проделаны цистерны глубокие, высеченные из камня самородного, как палаты, сведено с водом, и сверху учинено, как творило, и ту воду емлют, и творило, яку из кладезя, и ту воду пьют, и платье моют в домах той же водой. То есть, опять же, вопрос в том, что это за вода в этом колодце патриарха Никона. Может быть, это какие-то грунтовые воды монастыря. Может быть, но как он мог докопаться до источника, который там вокруг вода. Хотя, понятно, что остров, он не так далеко от материка, находится и на Соловках на тех же, тоже источников пресных вод достаточно много. Но, в общем, это, может быть, Алферову предполагало, что там какая-то им была продумана система сбора воды, тоже дождевой и грунтовой, как в Палестине, по образцу Палестин. Но, поскольку этот вопрос не исследованный, он, конечно, вызывает такой живой мой, по крайней мере, интерес. И вода в колодце очень чистая, она не портится. И, в общем, до сих пор достаточно этот источник такой регулярно наполняемый. Вот. Ну, и немножко хочу сказать о прообразах этого здания, потому что все, все. Да, то есть предполагалось, что это трапезная, и действительно, по планировке это очень похоже на трапезную, хотя традиционно трапезные это всегда под клетой внизу печь, но у нас вот эту функцию печи колодец выполняет. Вот, поэтому еще Татьяна Михайловна Кольцова указывала там на Соловецкую трапезную вот слева, как на образец возможный для патриарха Никона, но мы видим, что вот есть более близкие по времени постройки, например, Нижегородский Печерский монастырь и Успенская церковь, его, кроме того, вот в постройках трапезных 16 века там нет апсид, у нас апсида есть в этом храме, и, собственно, мы видим, что трапезная церковь с апсидами как раз в середине 17 века начинает строиться. Но можно еще здесь и вспомнить постройки самого патриарха Никона и вот в частности Успенскую трапезную церковь в Алдайском монастыре Иверском, которая очень вот по своим формам, но за исключением опять же отсутствия первого яруса, она похожа. Ну и скит патриарха Никона. Здесь хотелось бы, конечно, сказать, что новые формы вводит в обиход архитектурный патриарх Никон, такие напоминающие восточные. И вот в связи с этим мне хотелось бы показать несколько храмов. Это такая общая очень подборка. Вот слева это церковь Святого Креста в Петреутсе, она тоже достаточно известна в связи со своими фресками, но вот эта типология храма, у которого башня над алтарной частью располагается и затем пониженная часть основного объема, вот возможно, она как-то патриарху Никону через его греческих каких-то собеседников, через паломников могла прийти. Ну, я здесь эту мысль не буду подробно как-то раскрывать, потому что, в общем, это такая тема влияния архитектуры восточно-христианского мирно-творчества патриарха Никона она исследуется и есть по этому поводу работа. То есть, это как бы небезосновательные такие предположения, но вот просто в качестве очень отдаленных аналогий, напоминающих о том, что могло бы быть еще дополнительным источником для вдохновения патриарха Никона. Ну, спасибо за внимание, это такое предварительное, скажем так, вот. Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю организаторов конференции за приглашение. Будучи причастным к жизни собора последние десятилетия, никогда не знаешь, в какую эпоху приходится, придется углубиться, потому что никогда я не думал, что я буду заниматься 17-м веком, 16-м веком приходится и туда, и сюда внедряться. Значит, я вкратце напомню, что Успенский собор уже шестой год находится в стадии реставрации, проходят две реставрации, архитектурные исследования для большого проекта архитектурной реставрации и масштабная за последние 40 лет первая реставрация стенописи, предыдущая была в конце 70-х, в начале 80-х годов. За время, которое прошло от начала последней реставрации стенописи, произошло такое серьезное изменение отношения к росписям 17-го века среди и исследователей, и реставраторов. Дело в том, что до этого представления о сохранности росписи 1643-го года были весьма удручающие. Было мнение, что росписи практически утрачены, и там сплошные тонировки. Этому, конечно же, способствовало то, что всю историю памятника от последней росписи 1643-го года собор постоянно понавлялся, соответственно, перед понавлением промывался, и, конечно же, это не способствовало хорошей сохранности. Но в последнее время современные представления о 17-м веке, о качестве 17-го века, о том, что можно вытянуть из этой росписи, они все-таки привели к тому, что было сформировано понимание у реставраторов, что ту роспись, которая в северной части, казалось бы, безвозвратно была записана в 1910-е годы, понавлена. Дело в том, что первая реставрация 1910-х годов, она памятник разделила на две части. Императорская комиссия разделилась во мнениях, что нужно делать с древней росписью. Одни выступали за то, что ее нужно законсервировать, максимально сохранить автора в любом виде, а вторые выступали за то, что все-таки храм действующий, нужно его освежить. И вот в северной части было положено на фонах новое золото, соответственно, вся сильно утраченная живопись, она сразу же провалилась, и ее прописали, причем прописывали в том числе темперы, понимаете, это не способствует последующей хорошей реставрации. Но первый этап нынешней реставрации прошел под представлением, что там живописи практически нет, но как раз в этот первый этап реставраторы поняли, что на самом деле там много что можно найти. И вот в следующем, во втором этапе было принято решение раскрыть свод северо-восточный свод Науса, это вот фотография до реставрации, и вот такая картинка сейчас, можно ее наблюдать, правда, конечно, свод неподсвеченный, конечно же, много утрат и много тонировок, но, по крайней мере, живопись, освобожденная от последних записей, она все-таки передает строй колористический той самой живописи 40-х годов. Это то, что касается общих представлений о сохранности собора. Ну вот следующие этапы как раз связаны были с тем, что в соборе оказалось довольно-таки большое количество мест, где сохранилась живопись практически без изменений. И вот прежде всего первый такой участок это северо-восточный столб за иконостасом, за главным иконостасом собора. Сейчас это общий вид. Вот этот сейчас идет вещь про этот столб. для освобождения которого пришлось вытащить из каждого яруса по две иконы. Рядом картинка сразу показываю. Это юго-восточный компартимент алтарной зоны, который в 17 веке вот эта часть здесь была расширена старая ферровантовская резница, древняя ферровантовская резница, за счет добавления двух ярусов, которые перегородили это пространство подкупольное на три этажа. О том, что находится на северо-восточном столбе и вообще за иконостасом нам было известно всем интересующимся историей собора по рисунку архитектора Чичигова, который, к сожалению, зафиксировал лишь нижние части алтарной преграды и алтарных столбов, где располагались орнаменты и образы преподобных. Все, что выше, по всей видимости, архитектор не разобрался с что там позднее, что там раннее и не зафиксировал. Там были обнаружены еще композиции относящиеся к одному из первоначальных этапов росписи и две композиции сверху. Собственно, главный герой нынешнего доклада это все-таки роспись 1649 года, где в очень приличной сохранности находится Архангел Гавриил из Благовещения и довольно-таки неожиданно в поясе медальонов в верхней части, которая поясывает собор, находится образ Антония Сийского, который находился выше старого еще Дионисиевского иконостаса и выглядывал в собор. О том, что на этой части столба есть живопись, было известно, потому что в щель между иконостасом и столбом было видно, что есть штукатурка сильно закопченная и сильно загрязненная, но в каком состоянии эта живопись была непонятна. Архангел чуть хуже сохранился, чем Антоний Сийский, но все равно в достаточно приличном состоянии. Этот же образ практически в первозданном веке, хотя на нем было несколько поздних записей, таких очень плотных, реставраторы их тщательно слой за слоем сняли, и авторская живопись здесь просто в феноменальной сохранности, она без всяких механических утрат, и, как вы видите, именно по этим фрагментам можно реконструировать визуально ту живопись, которая была в соборе с 1643 года. Главной интригой последнего этапа, который сейчас заканчивается, что находится на южной стене за иконостасом, там же стена резницы, столб, лестничная башня, вся зона, начиная от столба и заканчивая южной стеной, это все представляет большую-большую стену. Ситуация осложнялась тем, что иконостас никоновского времени, главный большой иконостас, оказался практически, его невозможно было сразу вынуть, оказалось, что какой-то добрый человек в середине 20 века, в 50-е или 60-е годы, прошелся по задним, как бы, задний иконостас и сбил все иконы крест-накрест гвоздей. Причем гвоздики были добиты, шляпки, мастикой оконной замазаны и затонированы, чтобы никто, в общем-то, не догадался. Таким образом, весь иконостас сейчас практически представляет собой единый монолитный щит. Но вот благодаря, точнее, из-за неуемного желания все-таки раскрыть эту стену, пришлось это все пилить, разбирать, и, по крайней мере, треть, почти что половина иконостаса уже освобождена от этих варварских гвоздей. И вот 28 икон в этой части сейчас вынуты. Но сейчас находятся леса, которые вот-вот должны, к сожалению, разобрать. Значит, главной интригой и удивлением была находка в верхней зоне на стене, самом верху стены резницы, такого цикла из двух композиций, причем полуфигурных композиций. Они, несмотря на свой большой масштаб, были написаны сразу в полфигуры. Дело в том, что эта часть выглядывала из-за Дионисевского, надставленного в 16 веке практически рядом иконостаса, и вот все, что было видно, вот в 43 году они расписали. Здесь две сцены из жизни Марии Египетской, как вы можете догадаться. Сейчас картинка еще не в раскрытом состоянии, здесь лики Зосимы и Марии еще под записью. Вот это уже последние буквально вчера снятые фотографии уже без записи. Механическая, конечно, сохранность не... То есть есть, конечно, утраты, но все-таки в приличном состоянии, гораздо лучшим, чем то, что на стенах Науса. Дополнительно одной из находок было то, что сохранившееся здесь золото на фоне в таком страшноватом виде, дело в том, что оно сильно проалифлено, и вот это олифлено и стали снимать. Это золото все-таки оказалось родным золотом 1643 года. Считалось до этого момента, что оно утрачено, и оно было смыто, и всегда все те участки старого золота, которые находили, считалось, что это все поновленное золото, потому что оно по автору положено, то есть не сначала золотили, потом писали, а сначала писали, потом золотили. Но это уже находки и рассуждения реставраторов. Вот такая Мария Египетская. Надо сказать, что запись на самом деле очень жалко, что большая часть была утрачена, ну то есть в процессе реставрации, хотя в одном случае ее расслоили. Это единственная запись, которая у нас осталась во всем соборе, либо конца 18-го, либо начала 19-го века. Вот это уже без записи. И вот на этом участке, это рядом уже у южной стены часть большой вертикальной композиции происхождения честных древ. Здесь реставраторы предложили расслоить запись позднюю. Вот тут как раз видно кусочек, вот один из ликов уже расслоен. И благодаря тому, что автор авторская живопись 1943-го года очень сильно была закопченная и буферная зона была достаточная, чтобы и запись сохранить, и автора не повредить. Верхняя часть этой композиции, к сожалению, в гораздо худшей сохранности она чаще промывалась и чаще реставрировалась, к сожалению. Вот такое сравнение авторской живописи 17-го и записи уже по-поздней. И вот эти лики сейчас раскрыты. Большим удивлением были находки живописи 17-го века в юго-восточной части. Я показываю вам роспись конца 15-го века это собор Богоматери, который ну одна из таких главных находок, которые были сделаны вот в процессе последней реставрации. Дело в том, что часть этой композиции безвозвратно была утрачена, потому что она располагалась на кирпичной стенке, которой была заложена арка 15-го века. Стенка была тоже 15-го века и вся композиция на ней продолжалась. В этой части должен был находиться образ Косьми Майюнского и персонификация земли, которая подносит Богоматери пещеру. Каково же было удивление, что эту часть композиции в 1643 году все-таки сохранили и перенесли уже в новом слое живописи в восточную. Вот здесь она должна была находиться, а в восточном шурфе обнаружился слой штукатурки 17-го века, где была заново написана эта дама, которая эту пещеру подносит. Я надеюсь, видно, она, к сожалению, еще не реставрирована, вот ее лик, вот рука, и она гораздо крупнее, она существенно увеличена. Еще одна находка находится на ризнице 17-го века, здесь собор Богоматери, здесь Рождество Претечи 15-го века, а вот здесь на обратной стене алтарной преграды нашелся ответ загадочному фрагменту, который волновал исследователей довольно-таки долгое время. Еще Ольга Владимировна Зонова пыталась понять, что это такое, вот по этим буковкам расшифровать, тогда ее предположение было таково, что это возможная композиция избиения вифлеемских младенцев, она почти угадала с вифлеемскими младенцами, но вифлеемские младенцы оказались выше. Эта же часть относится совершенно к другой композиции, это уже 17-й век, 1643-й год, когда был выбран шурф, то под полом продолжение этого фрагмента обнаружилось. это часть большой композиции страдания святых этих самых осужденников, которые являются частью Лествицы Иоанна Лествичника. для того, чтобы понятно было, что это такое, такая пещерка и там фигура, которая чем-то страдает. Композиция эта, к сожалению, полностью практически утрачена. Располагалась она внутри, на западной стене, продолжалась на стене, разделявшей Похвальский и Дмитровский предел, и скорее всего, вот в этой части должна была находиться сама композиция Лествицы Иоанна Лествичника, которая композиционно уходила в подкупольное пространство. Но, к сожалению, сама эта стенка практически полностью утрачена, и у нас остался только вот этот маленький небольшой фрагмент. еще серия находок связана с огромной композицией из цикла «Жития пророка Ильи». Вот часть, малая часть, к сожалению, сохранилась в результате перестроек, но все перестройки, которые в соборе делались, они все делались в прикладку, то есть, если строилась стена, то она просто примыкала к живописи. Спасибо им большое за это, те, кто это делал, в принципе, щадяще подходили к древней живописи, благодаря чему вот, например, в прошлом году был сделан, пробит в новой стенке проем, и там вот продолжение вот этой композиции, когда Илья разделяет поток Иордана милотью на две части, вот она там обнаружилась, там его рука и милоть его изображена, правда, реставрации еще не было. Эта арка как раз вот на месте этой стены, где вот эта композиция с Ильей продолжалась. Сейчас эта композиция разделена на два яруса с системой сводов, и вот на самом верху сохранилась верхняя часть этой композиции, и опять же в результате последних находок под полом обнаружена была фигура Елисея. вот линия пола верхнего похвальского предела вот здесь проходит, видите, даже штрабы никакой нет, и просто в превосходной сохранности лик пророка. И последнее, что, последняя находка, которую я вам покажу, это продолжение композиции пророка Даниила варву львином. Он располагается на столбе, который примыкает к стенке с Ильей по пророкам. В верхней части его попало под верхний свод, и тоже было впечатление, что полностью все, что наверху, было утрачено. Однако, опять же, в верхнем басхвальском пределе был вскрыт пол-17, конца 17 века, и под ним совершенно неожиданно, совершенно случайно, сейчас здесь плохо видно, но осталась графия от крыльев ангела и облачка. Обнаружилась вот эта фигура ангела в превосходной сохранности, но, к сожалению, на то, чтобы ее сфотографировать было ровно полчаса, потому что рабочие должны были ее закрыть новой кирпичной кладкой, то есть, это была совершенно непредвиденная находка, но вот ее сфотографировали, заклеили миколентом с тем самым прицелом, что уже в большом проекте реставрации здесь будет снова сделан зонтаж, окно, и вот этот прекрасный ангел будет освобожден. То, что он прекрасный, я думаю, что и так понятно. Спасибо за внимание, извините. Здравствуйте, дорогие друзья. Мой доклад совместный с Георгием Викторовичем, поэтому часть рассуждений будет разделена пополам в этом сообщении. В русском искусстве выделяется ряд памятников с развернутой иконографией подвигов покаяния святых осужденников в различных способах умершвления плоти, описанных в пятом слове Лествицы преподобного Иоанна Синаида. Считается, что первоначально Лествица была адресована братьям Раивского монастыря. Впоследствии она стала наставлением для всех монашествующих и даже имела хождение в мирской среде. Пятое слово выделяется среди других глав Лествицы. Оно не только чаще других переписывалось как отдельный текст, но и дало начало самостоятельной иконографической традиции. Изображаемые монахи пребывают в особой обители, называемые в тексте темницей, где по собственной воле претерпевают произвольные муки, которые они воспринимают для избавления от муки вечной, из любви к Богу и ненависти ко греху. Они представлены поодиночке или группами, в пещерках или в кельях, умерщвеляющими плоть различными способами, которые перечислены в пятом слове Лествицы. Бьют бесчисленные земные поклоны, стоятся связанными за спиной руками, отказываются от еды и питья, терпят зной и мороз и так далее. В росписи церкви Никола Надейна представляют самый ранний развернутый вариант подвигов святых осужденников с видением Лествицы преподобного Иоанна Синаида, известные в монументальной живописи. Несмотря на пристальное внимание исследователей XIX-начала XX века к росписям церкви Никола Надейна о композиции Лествицы и вообще о росписях «Они умалчивают». Впервые об этом сюжете этот сюжет в составе декорации Благовещенского предела упоминает Брюсова в реставрационном отчете 1956 года. В своей статье она назовет видение Иоанна Лествичника политическим памфлетом, выраженным в форме религиозно-символической аллегории. Суслов и Чураков отмечают, что эти композиции были раскрыты в 1930-х годах, однако это противоречит утверждению Анисимова, опубликовавшим еще в 1926 году перечень реставрационных работ, проведенных в Ярославле к 900-летию города, где говорится, что раскрытие живописи проводил Юкин. А в 1927 году Толмачевской была исполнена копия одного из монашеских подвигов, хранящегося в музее архитектуры. В 1977 году Алексей Семенович Христиан сопоставил стиль композиции лествицы с росписями Спаса Преображенского собора в Ярославле как художественное явление, связывающее ярославские фрески XVI века с росписями второй половины XVII века, не вдаваясь в иконографические особенности. В 2003 году храм Николы Надейны и его росписи впервые стали предметом монографического исследования Елены Александровны Федорычевой, которая отметила, что иноческая тема получает свою кульминацию в стенописи притвора. Лествица Райская служила руководством к иноческой жизни, открывая подвижнику путь на небо. Она же была автором описаний этого сюжета в 2015 году, когда были подробно отсняты и опубликованы отреставрированные росписи Благовещенского предела. В 2019 году в своей статье Юль Николаевна Бузыкина упомянула Никола Надеинские росписи как возможный образец для иконы неизвестного происхождения из собраний гимн, который сейчас на экране. Византийское происхождение иконографии подвигов покаяния кажется несомненным. Тем не менее, следует отметить, что изображения монашеских подвигов как иллюстрации клествица в византийском искусстве немногочисленны и явно не принадлежат единой иконографической традиции. Смежной с ними и первоначально от них зависимой по-видимому является иконография монашеских трудов и дней, зачастую дополняющих композицию успения преподобного, например, как здесь Ефрема Сирина или Савва Освященного. Вопрос о времени рецепции византийских иконографических схем монашеских подвигов на Руси остается малоизучным. Самый ранний пример иконографии подвигов покаяния это миниатюра следованной Псалтире. Миниатюра разделена на два регистра. В верхней три инака стоят с вывалившимися языками, а четвертый бичует себя прутьями. В нижней два монаха закованы в колодке, а третий рыдает, склоняя голову к коленям. Эта миниатюра примечательна свободой в обращении с иконографическими схемами, причем известными только в более по поздним памятникам. От книжной миниатюры первой половины XVI века до нас дошел еще один яркий пример обращения к иконографии преподобных подвигов покаяния. Это рукопись Лествицы из собрания Троицы Сергиевой Лавры. Текст в ней предваряют шесть миниатюр форматом в лист. На пяти из них изображены подвиги покаяния. Никакие другие слова Лествицы, кроме пятого в этой рукописи и в других древнерусских памятниках, в отличие от византийских, отдельными миниатюрами не проиллюстрированы. Впервые в монументальной живописи данные иконографии появляются в XVI веке в росписи Западной галереи Благовещенского собора Московского Кремля, созданные в рамках масштабных восстановительных работ после пожара 1547 года. Южную стену этой галереи наряду с собором Богоматери занимает развернутая композиция мучения отшельников. На ней, по формулировке Качаловой, в многочисленных арках помещены фигурки монахов, всячески умерщвляющих плоть, стремясь достичь высшей степени духовного совершенства. Особое почитание Иоанны Лествичников в Грозненское время могло стать причиной выбора композиции для южной стены галереи, имеющей целый ряд иконографических перекличек с миниатюрами троицкой рукописи. А исключительный статус царского домового храма и программный характер нового убранства обеспечили дальнейшее распространение иконографии подвигов покаяния в искусстве XVII века. Еще один памятник, содержащий изображение подвигов покаяния, это крупнофигурная, крупная по формату житийная икона видения преподобного Иоанна с житием и монашескими подвигами, хранящаяся в Рыбинском музее. Эту икону исследователи датировали последней третью XVI началом XVII веков, хотя встречается и более ранняя и широкая датировка второй половины XVI века. Происхождение образа неизвестно. Ирина Львовна Хохлова предполагает, что он был создан в Москве. Нам же представляется более верна датировка и атрибуция «Впервые предложенная под Ковыровой», которая единственная до сих пор рассматривала Рыбинскую икону как новгородское произведение середины XVI века. Кроме того, в среднике иконы практически полностью повторен спилок северных боковых врат иконостаса Собора Рождества Богородица Антониева монастыря из собрания Глихачева. В росписи церкви Никола Надеяна насчитывается 19 сцен подвигов святых осужденников. Важной особенностью росписи является размещение каждого подвига в отдельной пещере. Дело в том, что часть композиции уходит под пол, и вот мы здесь видим в нижней части и вот здесь то, что было в районе самой лестницы, выходящей из под клетой сюда. Но эту лестницу мы еще отдельно увидим. Федорычева отметила схожесть художественного решения между композициями подвиги преподобных и Рождеством Христовым и Собором Богоматери в алтаре Благовещенского предела, где также в пещерке представлены персонификации земли и пустыни и сама Богородица с Богомладенцем на коленях. Обращает на себя внимание и количество каллиграфически выписанного текста, заполняющего иногда все свободное пространство отдельных сюжетов. Переходный этап организации пространства от келей к пещеркам встречается в Северных Диаконских вратах в Веденской церкви Кирилла Белозерского монастыря 1607 года, созданных старцем Трифоном. В собрании гимн хранятся две крупноформатные иконы в Ведении Лествицы преподобного Иоанна с подвигами святых осужденников. При схожести сюжета в этих иконах заметна выбранная художниками композиционная разница. В иконе из Новодевичьего монастыря, та, что слева, в верхней части располагается Ведение Лествицы, где показано, как монахи, не удержавшиеся на пути восхождения, падают в черную бездну с адским пламенем. Этой бездне уподоблены расположенные ниже пещеры с подвижниками. На другой иконе пещер наполняют гору, отроги которой доходят до верхнего поля икона, занимающую всю правую сторону композиции и уподобляющую лестницу, лествицу, возводящую от земли на небо. Расположение пещерок с осужденниками во второй иконе изгим сближают с Николонодейнскими росписями, где уже было, как уже, что было отмечено, уже Юлии Николаевны Бузыкиной. При этом ярославские росписи не настолько контрастны. В них отсутствует черный фон в пещерках, что заставляет задуматься, откуда могли появиться пещерки в сценах с подвигами преподобных. Пещеру как место пребывания грешников использовали художники в иконах, созданных для Благовещенского собора Московского Кремля по заказу Ивана Грозного. И вот сегодня рассмотренная икона Спас-Смоленский как раз демонстрирует вот эти особенности. Так, на этой иконе с притчами в пещерках, олицетворяющих пламень, огненную и тьму кромешную, представлены богач из притча о богаче Лазаре и человек, одетый не в брачной одежды из притча о брачном пире. В нижних клеймах в пещерах помещены иудеи, не принявшие благую весть. На иконе распятия со страстями также из Благовещенского собора пещеры прямо иллюстрируют преисподнюю с пребывающими в ней праведниками. Кроме мрака, наполняющего это место, в пещерах присутствуют и бесы, и чудовища с разверстой клокастой пастью. Возможно, на сложение ада в виде мрачной пещеры повлияла иконография страшного суда, в которой можно увидеть параллели и страдания грешников за свои преступления и добровольные временные мучения преподобных ради того, чтобы избежать мук вечных. На раннем этапе в памятниках XI-XII веков в византийской иконографии страшного суда адские мучения остаются абстрактными и неразработанными. Еще невозможно опознать за какие грехи какое уготовано наказание, за исключением отдельной фигуры богача из евангельской притчи. Вот здесь представлена отдельно такая фигура обозначена. Примером такой византийской схемы хорошо известны и на Руси. Вот в данном случае Спаса Ефросиниев монастырь в Полоцке. В более поздних же древнерусских памятниках сначала в иконописи, а позднее и в монументальной живописи получают распространение и извод иконографии страшного суда с индивидуализированными изображениями мучений грешников. Такой принцип впервые встречается в иконе из Псковского музея, обоснованно датированной 1460-ми годами в статье Ирины Александровны Шарина. Среди прочих новых элементов на Псковской иконе выделяется ряд из 17 клеем с изображениями мучений грешников. Вот они здесь как раз внизу все и представлены. Тем не менее, отметим вслед за Пивоваровой, что увеличение числа сцен назидательного характера на иконах страшного суда особенно заметно на рубеже XV-XVI веков. Среди прочего, в композицию нескольких сохранившихся икон в одном ярусе с адскими мучениями были включены изображения Лествицы. Таковы иконы из Воскресенского Новодевичьего монастыря и частного собрания в Санкт-Петербурге. Таким образом, можно говорить о взаимовлиянии иконографии страшного суда и Лествицы. Со второй половины XVI века адские мучения грешников получают другое обрамление. Вместо отдельных квадратов они нередко помещаются в пещерах, прорезывающих массив скалы, например, росписи Спасского собора Преображенского монастыря в Ярославле или образ из Благовещенского собора в Сальвачугодске. Не менее эффектно представлено в росписи Благовещенского собора, украшенного в 1601 году по заказу знаменитых людей Строгановых. Вот такая как бы тут страдания такие активные, здесь очень нарочито показаны. Ведение Лествицы и подвиги святых осужденников сосредоточены в притворе Благовещенского предела. Эти сюжеты находятся в окружении лестниц, одна из которых ведет из-под клетов предел. Вот мы по этой лестнице поднимаемся, вот сама лестница, по которой, надеюсь, святешников скорее всего всходил. Здесь сказание некое, и вот мы попадаем в это пространство, где, собственно, притвор находится. Значит, ведут из-под клетов предел и как будто бы визуально продолжаются в лестнице ведения преподобного Иоанна, которая направлена в сторону колокольни, вызывая зрителя к горнему миру. Вот, собственно, примыкает вот этот дверной проемный, незаложенный, и после него, если пройти, мы попадаем на колокольню и всходим наверх, а оттуда мы можем еще по внутрестенной лестнице попасть и на крышу храма. То есть вот такая мысль здесь сочетается, получается, с реальными лестницами. Тема подвигов преподобных, вот о чем сказал сейчас Алексей Геннадьевич, как раз получают продолжение в памятниках монументальной живописи, созданных после Николонодейнских росписей. В ближайшем по времени и иконографией являются росписи Успенского собора, о которых сегодня говорили, и, конечно, они вызвали большое удивление своей находкой, потому что, ну, никто не ожидал увидеть лестницу в таком месте, то есть она вообще как бы никаким образом в программу этого места не входит, вот такая некая неожиданность. В 1675 году на западной стене, то есть торце Северной галереи, ведущей на колокольню в церкви Николы Мокрого, написано сценоведение лестницы преподобного Иоанна и подвигов святых осужденников. Она занимает вот это все пространство, переходя на кусочек северной стены. В том же году на северной и южных галереях церкви Воскресения ростовского митрополитического дома также была написана вот эта композиция, причем она сильно разнесена, она вообще не находится рядом друг с другом. Одна часть находится на башне, а другая рядом с всходом, ведущим собственно в сам храм. И как видно и в этих памятниках тема восхождения духовного дополняется с восхождением телесным, реальным лестницам этих храмов. Подводя итоги, следует отметить, что росписи церкви Никола Надейна продолжают традицию, заложенную еще в Благовещенском соборе Московского Кремля и являются уникальным по сохранности и художественным решением произведениями монументальной живописи. Они стали образцом для ряда центральных памятников середины второй половины XVII века. Благодарим за внимание. Церковь Рождества Христова была построена в 1644 году на средства ярославских купцов Гурьевых. Росписи в основном объеме алтарей и жертвенники датируются по храмозданной летописи 1683-84 годами. Таким образом, в текущем году этому живописному комплексу исполняется 340 лет и в связи с этим связано в том числе и наше внимание к этому памятнику. Храм представляет собой четырехстолбную крестово-купольную постройку на высоком подклете с обходной галереей и пределами. Первоначально храм завершался пятиглавием, но в XIX веке боковые главы были разобраны, а живопись существенно поновлена в 1831 году и потемнела со временем. Реставрация росписей проводилась в 1966 и в 1963 годах бригада ярославских реставрационных мастерских. Художественное оформление рождественского храма в разное время привлекало внимание исследователей. Краткую характеристику системы росписей можно найти у Покровского в трудах 7-го археологического съезда у Суслова и Чуракова в книге Ярославль, а также в публикации 1981 года Добровольска и Гнедовского. Кроме того, обзор общей системы росписей сделала Вера Григорьевна Брюсова. Она же впервые в литературе обратила внимание на соответствие ряда композиций сочинению Аникия Галитовского «Небо новое». Подробный анализ этого литературного цикла позже сделает Татьяна Евгеньевна Казакевич, изложив свои наблюдения во втором сборнике Волосовских чтений. Среди недавних публикаций особое внимание занимает монография Татьяны Львовны Никитиной, посвященной храмовым росписям 1670-80-х годов, в которой автор охарактеризовал общую систему росписей Церкви Рождества Христова. И здесь же впервые были опубликованы подробные схемы росписи четверика и алтарного пространства. Кроме того, в статье Светланы Николаевны Липатовой об алтарных росписях Троицкого собора Александра Сверского монастыря снова упоминается Церковь Рождества Христова. И здесь исследователь отмечает среди алтарных росписей редчайшую деталь композиции «Причащение апостолов». И, наконец, в ходе настоящей конференции состоится доклад Ольги Сергеевны Сорокиной об иконографии хвалитных псалмов на примере Ярославских памятников. В том числе будет рассмотрена и редчайшая композиция уникальная композиция «Хвалите Господа с небесы» из Церкви Рождества Христова. В нашем исследовании мы не просто обобщаем, уточняем накопленное знание, но подчеркиваем незаурядность этого памятника в ряду других Ярославских церквей, что выражается в наличии в его росписях уникальных, передовых для своего времени и редких живописных композиций. В рамках нашего доклада невозможно характеризовать все редкие композиции программы росписи, поэтому алтарные композиции мы сегодня опустим в сообщении, но остановимся на редких и особенных росписях четверяка. Уникальный по составу Богородичный цикл, созданный на основе книги Аникия Галитовского «Небо новое», занимает четвертый регистр росписи в основном объеме храма. Он посвящен чудесам Богоматери, сотворенным ею после ее успения. Подробно содержание этого цикла изложено в статье Татьяны Евгеньевны Казакевич. Мы не будем на нем останавливаться. В церкви Рождества Христова впервые в монументальной живописи был проиллюстрирован этот новый литературный источник, уже настолько популярный к этому времени, что он был переиздан спустя 11 лет после первого издания. Мы подчеркнем, что до этого памятника использовались протоевангельские акафистные циклы, в своей совокупности выражающие житие Богоматери. И такой выбор говорит о смелости и незаурядности заказчика. Татьяна Львовна Никитина связывает появление цикла «Небо новое» в росписях с празднованием собора Богоматери на следующий день после Рождества Христова. Центральную часть западной стены над порталом занимает композиция «Богоматерь живоносный источник», которая входит в состав цикла «Небо новое». Ники Галитовский посвятил этому богородичному образу всю одиннадцатую главу. Иконография сюжета известна на Руссии с XIV века, но до XVII столетия встречалась крайне редко. Издание в 1666 году книги Галитовского вызвало появление в русской иконописи множества икон на этот сюжет. Кроме того, на распространение сюжета повлияло включение в 1654 году в состав русской цветной триоде службы иконе Божией Матери живоносный источник. Включение этой композиции в декорацию четверика храма Рождества Христова первый случай в Ярославле. Эта композиция продолжает тему цветной триоде расположенную в верхней зоне храма. Пятый регистр на южной стене насчитывает 14 сцен проповедей и страданий апостолов, возглавляемых подвигоположником Иисусом Христом. Татьяна Евгеньевна Казакевич связывает появление этого цикла с событиями стрелецкого бунта и хованщины. По мнению Татьяны Львовны Никитиной этот цикл мог быть откликом на аналогичные росписи церкви Иоанна Богослова в Ростове, хотя и в совершенно иной иконографии. Внимание к теме деяний апостольских отмечено еще в церкви или пророка. Там же присутствует и тема апостольских страданий на подпружных арках в виде орудий казни в руках апостолов. Только мотив орудий страстей повторен и на подпружных арках в церкви Рождества Христова. При этом стоит отметить, что впервые сюжет апостольской проповеди с их страданиями появляется в росписях Сольвачегодского Благовещенского собора, положившему начало обращения апостольской теме и в иконах, и в стенописях, но в другой композиционной схеме. Во фресках Рождественской церкви данный сюжет такой иконографии представлен впервые в основном объеме. Он находит параллель с сюжетами того же регистра на северной стене в композициях Отче наш и распятие с церковными таинствами. Центральное место в пятом регистре северной стены над порталом занимает композиция распятия с церковными таинствами. Это первый случай изображения данного сюжета в ярославских храмах не в алтарном пространстве а в четверике. Традиционная иконография семи таинств включает изображения распятия с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом и семи церковных таинств расположенных вокруг распятия в медальонах. Сохранность композиции не позволяет различить такие детали иконографии как струи крови и наличие нимбов у священнослужителей которые присутствуют в данной иконографии в других памятниках. По сторонам от портала располагаются композиции на текст молитвы «Отче наш». Среди росписей Ярославля в основном объеме храма впервые этот сюжет появляется именно здесь. Иконографически этот цикл восходит гравюром из Библии Пискатора. Но художники не прямо цитируют его а как бы пересказывают. Примечательной особенностью их размещения является то что они читаются не слева направо как расположены все композиции в живописном повествовании а наоборот от алтаря к западной стене справа налево. Исследователи разошлись во мнениях о том как интерпретировать композиции справа от портала. Татьяна Евгеньевна Казакевич в своих ранних исследованиях обозначает их как молитва Господня «Яко твои есть царство символ веры 12-й член 5-я заповедь блаженства». В своей более поздней статье исследователь называет их иначе просто заповеди блаженства. Татьяна Львовна Никитина атрибутирует эти композиции как отделение праведных от грешных и дела милосердия. Мы считаем, что справа от портала изображены начальные стихи молитвы Господней, которая продолжается уже слева от портала. Тогда следующей иллюстрацией станут стихи «Да будет воля твоя яко на небесе и на земле», представляющей Спасителя и его исследователей и несущих большие кресты. Особенностью данной композиции является зеркальное воспроизведение графического образца. Художники тем самым стремились подчеркнуть движение с запада на восток в сторону алтаря. И тем самым наш взгляд возвращается к распятию с таинствами. Подобное композиционное решение художники используют и в страстном цикле. Тема креста как христианского символа созвучна изображением пятого регистра на южной стене, посвященного страданиям апостолов. В этой связи, а также учитывая, что на западном своде изображена София Ярославская крестная, интересен выбор текста вокруг купольного изображения спасителя, тропарь всемилостивому спасу, читаемый ежегодно в праздник происхождения честных древ креста Господня. Последняя в регистре на северной стене сцена на стихи Господней молитвы изображает связанного ангелами сатану и иллюстрирует стих «И не веди нас во искушение, но да избави нас от лукавого». В этом контексте по-новому воспринимается расположение и размер композиции «Страшный суд» на западной стене. Она становится иллюстрацией заключительных слов молитвы Господней «Яка Твоей с царства и силой и славой Отца и Сына и Святаго Духа ныне и пресно и во веки веков. Аминь». Тогда изображение трех лиц Святой Троицы в композиции «Страшный суд» выглядит оправданно. Возможно, такое расположение сцен Господней молитвы с востока на запад были продиктованы традиционным расположением Страшного суда на западной стене. Продолжением темы Господней молитвы становится и композиция «Хвалите Господа с небес», которая продолжает мысль, выраженную в последних словах молитвы «Якотво есть царство» и является образ этого царства в иконографии хвалитного псалма, так премудро использованного художниками и заказчиками в программе росписи этого храма. Такое сопоставление и взаимосвязь подчеркивается в масштабе и расположении композиции на западной стене. Таким образом, рассмотренные сюжеты демонстрируют не только художественное достоинство этого памятника, но и изысканность богословского мышления иконописцев и заказчиков храма Рождества Христова. Благодарим за внимание. На прошлой конференции выступая, я немножко растерялся в ответ на вопрос Татьяны Владимировны Юрьевой, когда там упоминал сакральную топографию Ярославля. Назвал, ответил, а потом что-то я забыл. Забыл я сказать, что к сакральной топографии Ярославля я отношу к константинопольске, иерусалимске, аллюзию в образе города. И вот этот доклад уже, можно сказать, сегодня, я подумал, что, наверное, правильнее было назвать иерусалимские, и константинопольские аллюзии. Значит, но начну я немножко с таким неакадемическим манером в этом нашем путеводителе, для тех, кто не любит путеводителе, Николая Кокорнова, он в выпуске, посвящен коровникам, позволил себе вот такую очень любопытную вольность, которая лишний раз вызвала этот разговор. Я процитирую, здесь не очень хорошо читается текст, он краткий. Ну, а реалии там узнаваемы. Коровник и патриарх Никон. 17 августа 1681 года в устье реки Котросли окончил свой земной путь Никон. Неизвергнутый из священства простым монахом бывший патриарх провел он 15 лет в Апале. Царь Федор Алексеевич разрешил ему вернуться из ссылки, но Богу было угодно, чтобы до своего нового Иерусалима он не добрался, а помер в Ярославле, в Иерусалиме. Когда, значит, Коля это написал, тут, значит, там хай поднялся, ты что не понимаешь, что это Ярославль, это не Иерусалим и так далее. Ну, это понятно, это такая, в данном случае, игра слов, это художественный образ, но вот это созвучие Ярославль, Ерусалим, Ярославль, 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 она такая вот игра, которая подвигла, значит, к попытке лишний раз посмотреть на всю эту историю. И я давно, так сказать, вот хожу вокруг этой темы и, в общем, вынося, так сказать, свои рассуждения на высокое ученое собрание, в общем, тем не менее, сплоуны на некоторых сомнений и считаю, что здесь есть спорные моменты, ничего не утверждаю, но обращаю внимание на то, что есть такая вот история. Значит, она восходит, в общем, к основанию Ярославля, я сейчас не буду повторяться особо, но не могу об этом не сказать, несколько статей у меня вышло, что поселение Ярославля, оно, вообще-то, возникло в середине первого тысячелетия до нашей эры, а город Ярославль, именно город, он был основан князем ростовским Константином Всеволодовичем в начале 13 века. И вот признаки русского домонгольского города, они здесь представлены, и здесь вообще важнейшим компонентом является то, что это был город, отмеченный сакральными знаками. И эти сакральные знаки через несколько итераций восходят Киеву, Константинополю и Иерусалиму. В самом, так сказать, очевидном и понятном виде это устройство Успенского собора, как главного городского храма. И еще важно подчеркнуть, это в литературе есть, что город потому становится городом, что он оформляет сакральное пространство, пространство своего. Тут и память предков, тут и, так сказать, храмы и много всего. А вот такие признаки, как административный центр округа, рельмейственный центр и вообще, так сказать, существование некого ограждения крепости, они существенны, но не главные, неопределяющие. В этом, кстати, мои, так сказать, идут споры с археологами, которые считают, раз есть вал, значит, все, город. Но, извините, у меня вот в моем доме есть тоже ограда, но это не город. И таких примеров полно. Городище до сих пор, оно существует в топонимике края. Вот, значит, тоже без подробностей, поскольку текст вынесен на экран, какие, значит, мы имеем точные известия, которые говорят о том, что город Ярославль был основан князем Константином. Это все летописные известия, за исключением, вот, я поставил в скобке освящение Успенского собора в 2019 году, не нашел подтверждения в источниках, а вот в этих ваших интернетах гуляет эта дата, она не противоречит общей логике, но пока я не могу, так сказать, сослаться на источник. А вот пожар 1221 года, это событие очень значительное, именно этой летописной записью был зафиксирован новый политический статус Ярославля, его политическая субъектность. Простой вопрос возник у меня, если Ярославль основан там в 1010 году, а в летописи упомяну в 1071 году, и полтораста лет не было никаких пожаров в деревянном городе, да еще в городе, который, в общем, на виду, что называется, тут куча транспортных, так сказать, коммуникаций, вот. Если мы посмотрим средневековую историю Ярославля, то крупные пожары были 2-3-4 раза в год, а более мелкие еще чаще. То есть явно, что пожар, на пожар обладает эта письма с вниманием не потому, что случился пожар, а потому, что там изменилось понимание значения этого города. Это отдельная тема, все опубликовано, я в данном случае подробно об этом тоже говорить не буду, просто обращаю внимание на этот важный факт в ряду других, связанных с основанием Ярославля как города. И вот здесь, значит, важно обратить внимание на то, что Ярославль был основан не только с точки зрения такой военно-политической и, ну, скажем так, как крепость, как транспортный узел, но и с религиозно-символической. Вот здесь, на слайде мне представлено, когда я стал смотреть деяния Константина Ростовского и его, так сказать, небесного патрона Константина Великого, эти связи, так сказать, они вполне очевидны, и, значит, вот где у меня шрифт прямой, это вот то, что подтверждается прямыми источниками, а, так сказать, вот курсив, это то, что я, так сказать, достраиваю, реконструирую. Когда я сопоставил биографию Константина Великого и Константина Ростовского, оказалось, что очень много совпадений. Они не бесспорны, опять же, повторяю, но уж очень их много для того, чтобы считать их случайными. Вот, например, вот спор городов Владимира Ростова, он привел к конфликту политическому Константина, значит, сначала с отцом, потом с братом Юрием. Конфликт с Юрием напоминает конфликт Константина с братом Максенцием, ну и так далее. А вот культ Константина Великого и матери его Елены и культ Креста Господня, он очень, так сказать, отчетливо прослеживается в истории и во всех, так сказать, таких вот знаковых событиях истории ростовского князя Константина. И таким образом следует говорить о религиозно-символических аспектах снывания Ярославля. И главным здесь следует назвать это то, что Ярославль был заложен как правильный город, правильный христианский город, по некому правилу. Вот элементами этого правила, на мой взгляд, очевидные. Это закладка Успенского собора и закладка Успенского собора в паре со Спасо-Преображенским монастырем. Это уже традиция, которая сформировалась ко времени Константина и восходит к деяниям раноапостольного князя Владимира. Здесь еще много, так сказать, есть важных деталей. Я обращу внимание вот на что. То, что как раз спорно и требует, ну, в общем, дальнейших студий и размышлений. Я такую вот гипотезу выдвинул, в прошлый раз об этом говорил, сейчас это опубликовано, что, видимо, вот эти 17 храмов, упомянутые при пожаре 21-го года, должны были включать в себя храмы до десятых праздников, поскольку отмечали весь богослужебный цикл и праздник Воскресения. И вот, накладывая, так сказать, это на другие известия, летописи, аналоги с другими городами, с поздними, к сожалению, известиями, ну, ярославских источников, я увидел подтверждение этой гипотезы. Она не очень убедительная, не буду, так сказать, настаивать, что это все правильно, но уж больно много, опять же, совпадений. И вот, опять же, курсивом я выделил церковь Бориса Глеба и аналогослова Михаила Архангела. Они, Бориса Глеба и Михаила Архангела, их поздние источники приписывают, вот именно началу правления, ну, началу 13-го века, времени правления Константина, но, как бы, еще убедительной силы это не приобретает. Они, скорее, на мой взгляд, приобретают такую доказательную силу, не очень великую, но приобретают именно в контексте, когда мы смотрим общую картину. Вот, например, Леонид Михайлович Иванов, он, церковь Михаила Архангела, очень четко связывает как раз вот с начальной историей Ярославля. И вот, значит, для, так сказать, иерусалимских этих аллюзий, как раз важно указание на церковь входа Иерусалима. Она была основана, значит, в Ярославском Спасском монастыре. Известие тоже не очень, так сказать, сильное, это не древние источники, это 16-й век, жития Василия Константина. И там такая история, значит, в письменных текстах жития есть, и достоверные сведения, которые на билетописи подтверждаются, и те, которые не находят подтверждения. Вот, церковь входа Иерусалим упоминается не в текстах житии, а только на иконе Василия Константин, которая хранится в Росславском музее-заповеднике. И таких вот разночтений немало. А уж если говорить о самом тексте жития, то, ну, наверное, многие тут знают, что это вообще накручено, там очень много, так сказать, ну, мягко говоря, неточностей, это очень компелитивный источник, очень сложная, так сказать, история, с ней надо еще разбираться. Но, во всяком случае, наличие храма входа Иерусалим, ну, так сказать, служит подтверждению того, что в этом замысле города, который, так сказать, имел некое отношение к образам Киева, Константинополя, Иерусалима, значит, присутствует. И вот у нас с источниками ярославскими ситуация какая? Мы после монгольского нашествия город был в упадке, известий очень мало и только где-то вот в 17 веке мы получаем корпус источников, а до этого какие-то все фрагменты. Среди них, например, как раз вот житие Василия Константина, среди них сказания о чудесах от иконы Николы, чудотворца в Успенском соборе. Вот буквально фрагменты. И потом, значит, наступает наш великий 17 век, в котором много чего происходит, не мне тут этой аудитории рассказывать, но вот в конце 17 века, на рубеже 17-го и 17-го, вот эта руссалимская тема вдруг находит вот такие проявления. Гравюра Ростовцева, 1731 год, подлинник, два экземпляра подлинника хранятся в Ростовском музее-заповеднике. В это время составляется Гаврилой Нечаевым хождение в Иерусалим. Он туда съездил, написал сочинение. 1720-е годы прихожане церкви Анапретечи. И в это же время появляется хронограф Петрова Рака. Сейчас чуть позже о нем скажу. И вот смотрите, что происходит. Вот гравюра Ростовцева здесь, значит, ну, очень похож, так сказать, Ярославль на Град Иерусалим. Река Кедрон, Волга окаймляет город, крепость и так далее. А потом сюжет развивается и я всегда был уверен, что Голгофа есть у Ростовцева. Оказывается, нет, это развитие сюжета. Это вот из картины Кровинского появляется Голгофа, причем локализуется она в районе села Лучинского, так мне кажется, которая вот там со стороны Москвы щедрена и так далее. И вот формы здесь, так сказать, изобразительные, более упрощенные, но вот появляются Голгоф, Ярославские князья и все такое. Вот даже, видите, несколько таких вариантов. Здесь другой ракурс внизу об вида Ярославля. Тем не менее, вот такая история происходит. И вот это один из моих любимых сюжетов «Глобус Ярославля». Это фрагмент иконы работы Ивана Шмирнова «Рама с изображением Ярославского князья Василия Константина и клеймами чудес Богоматери Богородичных икон 1803 год собрания Ярославского художественного музея». Я даже с позволения художественного музея вынес на обложку вот этого издания. справочник документов по истории Росславии 17 века Вргада, который дает нам описание многих документов, но эти документы тоже еще надо прочитать. И вот хронограф Федора Петрова Раха тоже 720-е годы. Я его включил в контекст этого выступления еще в связи с тем, что Ирина Петровна Болоцова в свое время обратила на это внимание и в наших разговорах, и у него в публикациях есть обращение к этому памятнику. Она не разворачивая тему, просто отметила наличие этого сочинения и то, что этим сочинением Ярославль был, так сказать, поставлен в контекст мировой истории, священной и мировой истории. Думаю, что имеет смысл говорить, соглашаться с этим и говорить об этом, но памятник, к сожалению, очень мало изучен. Оттуда были Бычковым излечены два сочинения, которые публикованы, это сказания об основании Казанского монастыря и о переносе стрелы князя Изяслава из Владимира в Ярославль в конце XVII века. Я был, так сказать, в РНБ, держал в руках эту книгу, во-первых, это огромный компендиум, он представляет собой выписки из Библии и целый ряд других сочинений. Чтобы его, так сказать, вот тоже связать с Иерусалимской темой и говорить о включенности, так сказать, вернее, о том, свою священную историю и оформили таким трудом, говорить нужно с осторожностью, нужно, так сказать, этот источник еще очень внимательно изучать. Ну вот, на этом я, пожалуй, закончу. Думаю, что наблюдения были небезнадинтересны и продуктивны. Спасибо. Дорогие друзья, еще раз добрый день. Вопрос о художественных особенностях произведений из разных иконописных центров остается актуальным на протяжении всего времени изучения древнерусского искусства. Географическое соседство Ярославля и Костромы, множество совместных работ ярославских и костромских мастеров делает этот вопрос в Ярославле особенно насущным. Некоторое время назад в книге «Костромская икона» было опубликовано несколько икон конца XVII-начала XVIII века, происходящих из Ярославля, как принадлежащие костромской традиции. Три из этих икон хранятся в Ярославском Художественном музее, в том числе и представляемая икона «Сошествие Святого Духа». На болцевских чтениях наша коллега Ольга Борисовна Кузнецова высказала сомнения в этой атрибуции, приведя аргументы, касающиеся различий иконописного стиля ярославских и костромских икон. Она говорила о том, что время расцвета костромской иконы приходится немного ранее, время 70-80-е годы XVII века на время работы Гурия Никитина и утверждала, что ярославские памятники не могут быть названы костромскими иконами. Мы разделяем это мнение и хотели бы высказать несколько мыслей, предложив рассмотреть иконографический аспект вопроса и привлечь для этого примеры из ярославских монументальных росписей. Костромское происхождение ярославской иконы «Сошествие Святого Духа» было обосновано стилистической близостью иконы росписям Новгородского знаменского собора, выполненным в 1702 году «Москвичами и костромичами» под руководством мастера оружейной палаты Ивана Бахматова и костромича Василия Осипова. Эта роспись была изучена Ириной Слуцкой и на наших блоговцевских чтениях приезжала, и у нас было несколько докладов. Ирина выделила несколько участков в этой росписи, которые принадлежат отдельно костромичам и отдельно мастерам оружейной палаты, отдельно москвичам. Поэтому, конечно, возник вопрос, в какой степени знаменская роспись может считаться костромской, а, скажем, не школой оружейной палаты. Или все же в нашем представлении костромской стиль все же определяется манерой Гория Никитина. В собрании ИХМ хранится икона круга Гория Никитина, того же сюжета, и, несмотря на близость композиционного решения, эти памятники принципиально различаются. То есть не только по размеру, но и по построению композиции. Например, в костромской иконе архитектура занимает место фона, а на ярославской иконе происходящее помещено внутри интерьера, насколько это позволяло древнерусское построение перспективное. Костромич избегает изображать апостолов со спины, максимально расширяя круг фигур вокруг Богоматери, на первом плане располагая персонажей меньшего размера и без нимбов. И в традиции Костромы прослеживается именно этот вариант композиции. Поскольку представляемая икона сошествия Святого Духа происходит из Успенского собора Ярославля, нам показалось закономерно сравнить ее с местными росписями. И если нам сложно бывает говорить о сходстве живописных элементов в силу разной сохранности авторской живописи в стенописях, то иконографические аналогии проследить возможно, и они выявились в сравнении с росписями Веденского собора Толкского монастыря, где в четверике и в пределе находятся четыре композиции сошествия Святого Духа, решенные в интересующем нас ключе. То есть роспись Веденского собора была выполнена в 1690-1991 году ярославцами под руководством Дмитрия Семенова-Сибиряка и Федора Федорова. Из 26 человек работавших над росписью указано семь костромичей. Из них, кроме знамящика Василия Осипова, знаменитого костромского знамящика и соратника Гурия Никитина и Петра Аверкиева, судя по данным переписных книг, которые приводят Татьяна Евгеньевна Козакевич, Козакевич на откусе окна в цикле символ веры. Он близок и по размеру. Наша икона имеет высоту 1,98 сантиметра и по форме доски. И, вероятнее всего, композиция, входящая в вероучительный цикл в четверике, как мы сейчас слышали, второй известный нам случай в Ярославле расположения вероучительных циклов в четверике после церкви Рождества Христова выполнены одними и теми же знаменщиками Федоровым и Дмитрием Семеновым с разницей в пять лет. Так что позволяет нам предполагать, что эти сюжеты в арте или толкской принадлежали все же ярославцам. Кроме того, композиция значительно отличается от гравюры из того же цикла Библии в Пискаторе, которая была использована в качестве образцов для большинства сюжетов и детской росписи, а ярославцы к этому времени уже были известны умением свободно обращаться с композициями гравюр Библии Пискатора. Авторство ярославского мастера подтверждается и тем, что вероучительные циклы получили дальнейшее распространение в ярославской монументальной живописи, и эти композиции встречаются в разных храмах, в разных циклах и в разных вариантах, но с повторяющейся замкнутой круговой композицией, с сидящими на резных ларях апостолами, с аналогичным образом спущенными со спины плащами, и все известные примеры принадлежат артели Федора Федорова и Федорова Игнатьева и оставали в ярославском репертуаре на протяжении почти 30 лет. Возвращаясь к толпской росписи, скажем, что художественные детали иконы находят множество аналогий в стенописях толпского собора, и именно в ярусах, написанных по образцу гравюр Пискатора. То есть глубина пространства строится за счет цветового решения двух стен. Одна из них делается темной, вторая светлой. За счет выделенного цветом потолка, форма которого также предполагает углубление пространства. В изображении плиточного пола плитка располагается радиально, образуя сферическое пространство. То есть это лучше видно во фрагменте из Толкского монастыря. На иконе, если нам интересно, можно увидеть, там действительно плитка образует сферическую форму. В евангельском и страстном циклом используется круговая композиция, помещенная внутрь интерьера с интересующим нас расположением фигур. Композиции ограничены архитектурными кулисами, которые лишены конструктивности и превращены в декоративный элемент. То есть имеется в виду плоская крыша с валютами. Использованы в декоре аналогичные цветочные розетки и подобие подсолнухов, где мелкий цветок погружен в центр 12 остроконечных лепестков. Косвенно связь с Толкским монастырем подтверждается надписью на иконе «Сошествие Святого Духа», где нет обычной теонемограммы «Матерфеум», а русскими буквами написано «Мать и Божья». Как и на иконе Богоматерь Боголюбской 1694 года, происходящей из Толкского монастыря. Таким образом, выявив связь с мастерами Толкской артели, которые известны нам по именам и которые почти тем же составом через два года расписали Церковь Спаса на Городу. То есть мы сочли возможным обратиться к иконам этого времени в поисках художественных аналогий, тем более на выставке иконы Петровского времени отреставрированные памятники из нашего собрания представлены. И эти аналогии выявились в общем закономерно, позволяющие говорить о том, что эти иконы могут происходить из одного круга мастеров, либо принадлежат одному мастеру в разные периоды его творчества. То есть первый памятник это иконы избранные святые из Таффи Плакиды и Федора Стратилат из разрушенной Ярославской церкви всех святых. То есть мы видим близость в исполнении личного письма, то есть мягкая в охрене по зеленоватому санкерю и уверенной светотеневой моделировкой. Лики близкие физиогномически, с короткой челкой и жесткими торчащими волосами на висках, с приподнятыми у переносицы бровями и с опущенными к внешнему краю и бровьми и внешним краем века. Прямой нос с выделенным кончиком и аккуратно выписанной ноздрёй. В написании рта выделена средняя линия, а губы написаны менее ярким тоном. Мы видим идентичные ушные раковины, волосы и борода, написанные по санкерю тонкими темно-коричневыми линиями, выявляющими локонами, на шее и за ухом выделены отдельные волоски. Аналогично написаны разделки складки с выделением тонкой золотой линии самых выступающих участков. Как общую деталь отметим обведённые коричневой линией лунки ногтей. На обеих иконах присутствует особенным образом петелькой завязанный узел. То есть мастер использует особенный шарообразный элемент в завершении линии, в данном случае это конец копья или в завершении декоративного элемента. При смелом взгляде можно заметить и близость с монументальными росписями Веденского собора, то есть и в диагномике личного письма и в элементах доспехов. То есть округлый шлем с козырьком закрывающим шею и декоративными наушниками мы встречаем в росписях четверяка, причем в цикле притч, а на галерее, которую Татьяна Евгеньевна Казакевич и Валерий Сергеевич Шилов считали исполненной костромичами и действительно представлены воины в шлемах другой формы. И обратим внимание на травный, на пазем, который решен как травный пейзаж с травянистыми растениями и неконтрастно написанными цветами. Вторая икона, которая показалась мне уместной в данном контексте, это три святителя из числа обретенных на чердаке митрополитических палат, которые, кроме всего, согласуются с иконой сошествия Святого Духа и в монументальности, и в эффектности живописного решения. С близким решением речного письма зеленоватый санкирь с мягкими высветлениями, округлые брови, глаза, обведенные суриком с черным зрачком, аналогично написан рот. Мы видим лики апостолов в сошествии Святого Духа решены индивидуально, поэтому нашлись аналогии и лика с выступающими скулами и короткой раздвоенной челкой, и лики с седыми волосами, где по санкирю седина написана белильными линиями, которые заходят на уши и на шею, образуя такой эффект мягкости. У средовеков на изображении бороды нет пигментных разделок, но для создания рельефа и объема мастер наносит четкую графью, создавая эффект объема, и это показалось приемом, который он использует в этих двух памятных одинаков. То есть идентично написаны изнанки облачений с олифтными притянениями и геометрическим белильным орнаментом одного рисунка. Мы встречаем уже известный нам способ выявления объема складок. Широкая полоса более прозрачного пигмента или золота и более узкая золотая полоса, выявляющая самовыступающую часть. То есть есть и заостренные прямые линии, есть и криволинейные линии, лунки локтей, также выделены с уриков, нашлись второстепенные идентичные детали, например, шестигранные линии воротника и кисти из красного шнура с аналогичным плетением. То есть дальнейшее изучение позволило найти аналогию богатому орнаменту на мафорах святителей в узорах полотенец Церкви Рождества Христова и Церкви Спаса на городу, в которых участвовал Федор Федоров. И конечно обращала на себя внимание и неизменно была найдена аналогия изображению меча с рукоятью в виде птичьей головы. То есть эта знаменитая деталь заимствована из гравюр Библии Пискатора и встречается не только на иконе с изображением Дайстафи Плакиды, но и в образах воинов на столпах Ярославской Церкви Ильи Пророка, в которой вместе с Гурием Никитиным работал ярославский знамящий Дмитрий Семенов Сибиряк, а считается, что фигуры на столпах написаны Ярославской частью Артели, и тот самый Дмитрий Семенов Сибиряк, который через десять лет возглавляет роспись Веденского собора Толкского монастыря. Таким образом, икона Сошествия Святого Духа имеет глубокую связь с ярославской иконописной традицией, начиная от принципа построения композиции до иконографии отдельных деталей. Появляется близость со многими иконописными монументальными ярославскими памятниками, созданными на протяжении тридцати лет в кругу ярославских знаменщиков Федора Федора и Федора Игнатьева. Можно говорить о том, что автор иконы знал ярославские работы костромичей, он мог работать с ними в объединенных артелях и заимствовать у них отдельные элементы и приемы, но это мастер, воспитанный и трудившийся в рамках ярославской иконописной традиции, поэтому, на наш взгляд, икона Сошествия Святого Духа не может быть отнесена к памятникам костромской иконописи. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, Екатерина Юрьевна за ярославский патриотизм. Только так. В ярославской художественной практике со второй половины XVII века получили распространение сюжета из украинских литературных памятников. Художники, воплощая живописные истории, пользовались не только изобразительными материалами, но и создавали иконографию для новых сюжетов по литературным текстам. В числе таких трудов сборник богородичных чудес проповедника и богослова Иоанникия Галитовского «Небо новое». Из искусствоведческой литературы известно, что первым иллюстратором новелл и сборника Галитовского считается Семен Спиридонов «Холмогорец», написавший в 1682 году икону «Богоматерь прежде Рождества Дева» с 32 клеемами. 21 из них почерпнуто из богородичных чудес «Небо нового». Годом позже в 1683 году в иконографической программе четверика Ярославской Церкви Рождества Христова появляется цикл фресковых изображений по мотивам нового Литовского. Не меньшую ценность представляет икона, написанная в последние четверти XVII века для местного ряда Церкви Иоанна Предтечи в Толчкове «Богоматерь на престоле с 36 клеемами», 12 из которых тоже заимствованы сборника чудес. А также рама иконы знамения из местного ряда Ярославской Церкви Ильи Пророка. Церковь Николы в Миленках расписана в 1705-707 годах артелью ярославских художников под руководством Федора Федорова, одним из лучших мастеров того времени, умевших искусственно воспроизвести не только традиционные сюжеты, но и воплотить новые рассказы из жизни как святых, так и ставших на путь исправления грешников. Стены Четверика разделены разгранками на шесть тематических ярусов, включающих себя помимо событий новозаветной истории и деяний небесного покровителя храма святителя Николая Чудотворца, авторы росписи включили композиции, посвященные прославлению Богоматери. В настоящем исследовании мы сосредоточим наше внимание на содержании иконографическом решении фресок четвертого яруса, посвященное событиям земной жизни Богородицы и чудесам после ее Успения. Богородичный цикл, состоящий из двадцатиного и фресковой композиции, расположился на южной, западной и северных стенах Четверика. Первым исследователем, описавшим большую часть состава живописных композиций Николомелинской церкви, был Александр Иванович Успенский. На отношение цикла фресок четвертого яруса, созданного по мотиву сборника «Небо новое», в своей публикации указала Татьяна Евгеньевна Казакевич, отметив их большую историко-художественную и литературную ценность. Сохранность фресок хоть и удовлетворительна, но многие пояснительные надписи в настоящее время почти не прочитываются. Наша задача заключалась в том, чтобы выяснить, для каких фресковых композиций четвертого ряда литературной основой послужил сборник «Богородичных чудес» украинского сравнения с уже известными изображениями и описанными в литературе. Что касается сюжетов неописанных в литературе, исследование проводилось на основе детального анализа фресковой композиции и ее сравнение с текстом источника. Богородичный цикл начинается на южной стене с сюжетом пророчества Исаии, описанным Галитовским в главе «Чудо Пресвятой Богородицы» в церкви Соломоновой. Композиция фрески состоит из трех частей. На первом плане изображен Ветхозаветный пророк Исаия, возвещающий Иудеям о грядущем рождении Спасителя. В левой руке у Исаия свиток, на котором прочитывается текст «Всё Дева в очреве примет и родит сына и нарекует его Эммануил». В верхней части слева в палатах представлена Богородица, перед ней раскрыта книга. Согласно тексту «Чудо» Пресвятая Дева Богородица, читающая пророка Исаия и словеса сия, всё Дева в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил». Богородица обращена ладонями вверх, поскольку в этот момент явися ей свет вели и из него глаз, глаголющий к себе. Изображение лучей света почти не сохранилось, но просматриваются диагональные просветы на фоновой части, идущей от облака к Богородице. Напротив, справа в интерьере расположился за написанием своих пророчеств, как нам сначала показалось, Исаия. Этот эпизод очень похож на сцену в клейме иконы прежде Рождества Дева с праведным Симеоном Богоприимцем, обращенным взором на ангела, но именно в этом рассказе Галитовского праведный не упоминается. О праведном Симеоне сцена описана в чуде Пресвятой Богородицы под час Рождества Христова, где автор повествует «Симеон праведный читающий у святого пророка Исаия ты слова». Как мы видим, в тексте не упоминается ангел, изображенный в иконном клейме. Вероятно, всего художники были знакомы с иконой Холмогорца и эту сцену по-своему истолковали, объединив два рассказа в одну композицию и при этом не стали изображать ангела, не упомянутого в рассказе. Следующая двухчастная фресковая композиция довольно узнаваемая. Евангелист Лука пишет икону Богородицы, во второй сцене Лука показывает Марии написанный им иконный образ. Частично сохранившаяся надпись на фоновой части соответствует фреске «Святый Лука написал образ и принеси к ней сей образом благодать моя». В тексте новеллы упоминается только первая сцена, в которой Лука пишет икону. Эта композиция деталями схожа с фреской Ярославской Благовещенской церкви с одноименным клеймом «Богоматерь на престоле» с 36 клеймами. Важно отметить, что Лука в этих сценах пишет икону на столе, в то время, как в клейме холмогорца иконная доска размещена на мольберте. Вероятнее всего, художники заимствовали композицию из западноевропейских издочников. В русских стенописях успенские циклы появились во второй половине XVI века, а также известно из трудов Павла Олепского, что на северной стене Успенского собора Киево-Печерской Лавры изображено успение Богородицы и апостолы, восхищаемые в облаках. Каждый апостол имеет при себе ангела. В 1684 году ярославскими художниками был расписан Успенский собор Троица-Сергиевой Лавры. В состав иконографической программы вошли 20 сюжетов успенских деяний. По мнению исследователей, иконографической основой послужили миниатюры лицевого сборника Чудового монастыря. Николомилинский цикл, по нашему мнению, вошли в сцены, известные по двум наиболее ранним апокрифическим сказаниям. Слово Иоанна Богослова на Успение Богородицы и слово об Успении Божьей Матери Иоанна Архиепископа Солунского, включавших в себя сцены так называемого Облачного Успения и чудес Богородицы после ее Успения. В литературе высказывалось еще одно предположение о том, что сюжетная основа Никольского Успенского цикла могли послужить миниатючети митрополита Дмитрия, служившего в то время на ростовской кафедре и активно принимавшего участие в составлении программ росписи ярославских храмов. Источником для истории, связанных с Успением, Дмитрий Ростовский использовал великий миниатючети митрополита Макария, в то время как Галитовский заимствовал рассказы, относящиеся к Успенским деяниям из преданий Епифания иеромонаха монастыря Калистрата в Иерусалиме, о чем свидетельствует пометка на полях. Однако новелл, относящихся к Успенским деяниям, описанных в Небе Новом, значительно меньше по количеству, чем проиллюстрировано в Николомеринском цикле. Обобщая рассмотренный Успенский цикл Николомеринской церкви, состоящий из 11 фресок, считаем, что новеллы Неба Нового не могли быть для них сюжетным источником. Композиции ко времени росписи храма уже имели устойчивую иконографию. Подобные изображения были как и в иконописи, так и в стенном письме. Иконографическим источником последней фресковой композиции с западной стены «Чудо Богородицы во Влахернах» послужила экстилография, выполненная в 1656 году монахом Илия для Киева Печорского подсерека. Богородица призывает мастеров во Влахерны, вручает золото и икону Успения и посылает их в Киев к Антонию Феодосию Печорске. Текст новеллы из «Неба нового» 1665 года издания не мог быть сюжетной основой ни к исследуемой фреске, ни к иконным клеймам, поскольку альбом киевской печати с селографиями подсереку появился лишь в 1658 году, а уже в 1661 эти гравюры украшали жизнеописание святых отцов в Киево-Печорском подсереке. На северной стене живописное повествование начинается с рассказа об иерониме иконописце, обокравшем церковь по напущению дьявольскому, но благодаря Богородице, раскаившемуся в своих деяниях. У Галидовского эта новелла входит в состав главы «Чудо Пресвятой Богородицы» между законниками. Фресковый цикл состоит из пяти сцен. В верхнем углу в келье, склонившись над написанием иконы, изображен иероним в монашеском одеянии. Далее действие перемещается на нижний уровень. Здесь воспроизведена сцена обольщения иеронима, принявшим женский облик дьявола. Дьявол призывает художника к скверному поступку, присвоению сокровищ церковных. Выше справа иероним снимает икону со стены. В это время дьявол громкими воплями призывает монахов бежать в церковь, чтобы уличить иеронима в воровстве. По тексту новеллы прибежавшие монахи застали иеронима за той злой работой и до столпа его привязали. Дьявол же, смеясь и злорадствую, припоминал иконописцу, ты якобы безобразно меня писал, зато я тебя сожгут, а Марию же писал зело лепотнее, мови теперь ей, чтобы помогла. Иероним слезно стал просить о помощи Богородицу. В тот час она показалась, отвязала его от столпа и велела звонить на утреннюю, а дьявола до столпа привязала. А прибежавшие монахи дьявола почали бити. Среди ярославских художников история иконописца иеронима была хорошо известна. Первая фресковая композиция на данный сюжет появилась в программе росписи Церкви Рождества Христова в 1683 году. Сюжет получил распространение в иконных клеймах и в стенных росписях Благовещенской Церкви, Северного Крыльца Ильинской и на оконных откосах Четырека Церкви Иоанна Златоуста в коровниках. В книге Галитовского «Главе чудом Пресвятой Богородицы над молящимися» ей представлена новелла краткого содержания о событиях, связанных с нашествием Тимир Аксака и не отражающая всех деталей во фресковой композиции «Чудо спасения Руси от нашествия Тимир Аксака». Мы не склонны считать, что новелла из неба нового явилась сюжетным источником для одноименной фрески, поскольку в XVI веке в иконных клеймах уже были представлены сюжеты Сон Тимир Аксака и спасения Руси от его нашествия. Композиция решена просто. Слева внизу шатер со спящим ханом, напротив войска татарской, над ним в облачном полукружье богоматерь с ангелами и святыми. С середины XVII века в Ярославской иконописи в составе клейм тоже бытовал сюжет Сон Тимир Аксака. В иконных клеймах Богоматерь Владимирская 1654 года и в клейме иконы конца XVII века Богоматерь на престоле с 36 клеймами. А с начала XVIII века в стенописи Церкви Благовещения. Важно отметить, что состав мастеров, расписывавших Николом Мелинскую и Благовещенскую Церкви был один и тот же. Рассказ о событиях к фреске Чудо-иконы Владимирской в книге отсутствует, поэтому сюжетной основы текст Неба Нового быть не мог. Иконографическим сюжетным источником для этой фресковой композиции являются два клейма иконы Богоматерь Владимирская с историей в 18 клеймах, написанная в 1654 году для церкви Иоанна Златоуста в коровниках. О наличии в Николомелинской росписи фресковой композиции видения Пресвятой Богородицы Праведной Феодории Царицы Греческой в искусствоведческой литературе прежде не упоминалось. Действия происходят в интерьере. На первом плане справа мы видим спящую на ложу Феодору. Над ней изображение короны, подчеркивающее ее высокий статус. Выше сцена видения. Феодора, жена набожная, видела во сне Пречистую Деву Богородицу и много было за нею ангелов. Праведная царица склонилась на коленях к ногам сидящей на троне Богородицы в окружении ангелов и множества святых, моля о прощении ее мужа Феофила, иконоборца, царя греческого. Последняя сцена рассказа происходит в царских палатах. На ложе возлежит Феофил. Над ним изображена корона. Перед ним стоит Феодора с иконой. Согласно тексту новеллы, Феофил раскаялся в своих злодеяниях, уверовав, что иконы нужно почитать. Одноименная композиция есть в клейме рамы иконы знамения из Ярославской церкви Ильи Пророка. В клейме четыре сцены. Феодора на ложе, выше два ангела, бичуя лежащего на одре Феофила. Феодора склонилась с иконой Богоматери над болящим супругом Феофилом и в верхней части в полукружье облаков Богоматери с ангелами. События, происходящие на фреске «Чудо исцеления руки Яна Дамаскина» частично соответствуют тексту рассказа из главы «Чудо Пресвятой Богородицы над молящимися ею». В верхней части слева первая сцена. Святой изображен сидящим перед греческим императором Львом и Савром в окружении воинов. Ниже святому Иоанну по приказу Эмира Дамаска поверившего в клевету отсекают руку и вывешивают ее на торжище всем в назидание. К вечеру благодаря ходатайству друзей Иоанна перед Эмира отсеченная рука была ему возвращена и заключительная третья сцена проиллюстрирована согласно тексту книги. Он взявши ту руку приложил на тое место где она была и молился при чистой деве перед образом ей, чтобы его руку улечила. Тогда причистая дева святому Иоанну во сне показалась и руку его улечила и стала здоровая, как и раньше была. Как мы видим, лаконичный текст «Чудо изложено в источнике» описывает только одну сцену моления Иоанна перед иконой Пресвятой Богородицы, а руке вывешенной на торжище не сообщается. Вероятнее всего художники, зная историю о чудесном исцелении руки Иоанна по другим сказаниям Житий Святых дополнили повествовательность фресковой композиции. Этот сюжет известен по клеямам «Богоматерь прежде Рождества Дева», «Богоматерь на престоле» с шестью клеемами, а также и по стенописи в церкви Благовещенской и Покровского предела церкви Ильи Пророка. Подводя итог нашим наблюдениям, можно отметить следующее. К фрескам Успенского цикла сюжетным источником новеллы «Небо нового» быть не могли, поскольку рассказов, описывающих успенские события, в книге значительно меньше, чем проиллюстрировано в стенописи. Иконографическим источником для фрески «Чудо-богородицы» во Влахернах явилась ксилография с Киева-Печерского потеряка. Для создания композиции пророчества Исаии евангелист Лука пишет икону Богоматери, чудо об иконописце Ирониме, видение Пресвятой Богородицы Праведной Феодории Царицы Греческой и чудо об исцелении руки Иоанна Дамаскина, вероятнее всего, были исполнены по мотивам новеллы с книги «Небо новое». Возможно, во времена исследования этих фресок Татьяна Евгеньевна Казакевич были еще не утрачены пояснительные надписи, отсылающие к небу новому как сюжетному и иконографическому источнику. Важно отметить, что эти живописные истории создавались с начала 80-х годов, 17-го столетия и последующие 50 лет. Однако иконографическая схема одноименность сюжетов, исполненных как в иконных клеймах, так и в стенописи, оставалась неустойчивой. Художники, исходя из формы и размеров архитектурной поверхности в храмах и размеров иконных клейм, трактовались сюжеты по своему усмотрению, добавляя или сокращая количество сцен в композициях. В одном можно быть уверенными, что кругозор и мастерство ярославских художников позволили им создать некую живописную компиляцию из различных литературных памятников, в числе которых и труд Ионики Галитовского «Небо новое». Благодарю за внимание. В 1989 году просто напомню о том, кто здесь впервые, я уже не в первый год участвую в этой конференции. Большое спасибо организаторам, слушателям за терпение и благожелательство. Я напомню, в 1989 году в состав Серпуховского историко-художественного музея вошло в собрание старообрядческой Покровской церкви, построенной в 1908-1912 году на средства текстильной фабриканши Анны Васильевны Мараевой, которая сама была старообрядкой, относилась к старопоморскому Федосеевскому согласию. И после знаменитого указа императора Николая II об укреплении начала веротерпимости, она решила на своей земле и на свои средства построить обширное здание храма, который действовал вплоть до 1989 года. И ввиду оскудения общины к концу 80-х годов в составе общины оказывались только три уже немолодые женщины, которым храм было очень тяжело содержать. Они приняли такое непростое, я понимаю, для верующего человека решение о передаче храма на баланс музея. И храм поступил к нам не только как здание, но и уникальный комплекс, который содержал в себя 643 иконы, библиотеку и произведение ткани, ткани, мебели. И среди вот этого всего великолепия 634-640 памятников особое место занимали царские врата. Вот эти царские врата. Они находятся сейчас в храме до сих пор. Они находятся в местном ряду пристенного южного иконостаса. И они, эти врата, в храме были изначально. Вот перед вами фотография начала 20-го века самого храма и фотография южного иконостаса пристенного, который до сих пор этот храм украшает. Вот это фото 1984-го года. Фото, которое происходит из описи ценного церковного имущества, которое было составлено незадолго перед закрытием храма, но по указанию, конечно, Министерства культуры российской РФСР, как тогда, в общем-то, и полагалось. Как мы знаем, все действующие храмы обязаны были иметь у себя опись особо ценного церковного имущества и желательно с фото, как говорится, приложением, с альбомом. И вот как раз этот альбом входят общий вид иконостасов, всех трех иконостасов, которые в основном объеме храма находятся, это восточный иконостас, северный, южный, а также иконостасы в трапезной части храма. Ну, описью также зафиксированы были иконы, которые находились в служебных помещениях и зимней молены. Эти царские врата находились здесь изначально, и о них совершенно никто ничего из старых музейных сотрудников не знал, не писал, а данные описи, они, в общем-то, до сих пор вызывают больше вопросов, нежели ответов, потому что там такая есть, как бы, ну, представьте себе, просто атрибуция одного предмета, икона Никола Чудотворца, Строгановская школа, начала XIX века, ну, понимаете ли, да, и оказалось, что эти царские врата, они специалистами, делавшими эту опись, но они вообще датировались началом XX столетия, ну, вероятно, их хорошая сохранность, она, в общем-то, их повела по этому следу, ну, я просто 20 лет занимаюсь этой коллекцией, успел несколько лет тому назад, ну, как говорят, составить на эти врата инвентарную карточку, вот, и слава Богу, что в наш музей с большим, в большом количестве приезжают старшие коллеги, более авторитетные специалисты, художники, реставраторы, ну, которые, конечно же, подтвердили мои предположения, что это никакой не XX век, вот, Анатолий Анатольевич Кокорин, известный коллекционер и художник-реставратор, он первый сказал, что врата достаточно древние, они 16-го столетия, Ирина Александровна Шальна тоже у нас была в гостях в Покровском храме, тоже сказала, что это 16-е столетие, и предположил, что это, ну, это окрестности Владимира Суздальской земли, ну, просто, ну, было просто устное такое предположение, тем более, что врата были осмотрены не очень долго, ну, времени было просто немного. Так вот, и я задался таким вопросом, что же это может быть такое? При визуальном, при визуальном осмотре врат оказалось, что написаны они на двух досках хвойной породы, грубо обработанных с тыльной стороны, на обороте сохранилась этикетка инвентарная, которая была оставлена еще в начале 20-х годов специалистами отдела музеев глав науки. Собрание город Сербков, собрание Мараева, инвентарный номер 60, ну, глав музей. Вот. Когда визуально я начал эти врата осматривать, я не нашел ничего, чтобы говорило о принадлежности их к веку 20-му, потому что рядом находятся вещи, предметы, многочисленные иконы, которые выполнены иконописцами, старинщиками, да, как бы старая доска, обязательно наличие набросга искусственного и рисованного кракелюра. ничего, что бы говорило о рисованном кракелюре и набросге нет, но при более внимательном осмотре врата оказалось, что пигменты растерты очень грубо, с краплениями там всевозможными и совершенно не напоминают собой вот эту заводскую фабричную краску, которая применялась старообрядческими иконописцами или иконописцами, которые работали по старообрядческим заказам в начале 20-го столетия. Композиция клейма она традиционная в навершии, который в виде такого кокошника изображено благовещение при Сытой Богородице, ниже евангелисты Иоанн Богослов с Прохором на Патмосе, евангелист Матфей, ниже Марк и Лука. А у вас искажение на картинке идет? А какое искажение? Нет, это просто я их вместе накладывал, понимаете, так вот близко получилось, то есть мы просто, понимаете, там очень темно снимать в этом помещении против света, там над ними окна, и мы их вынимали с фотографом недавно, и просто так вот идеально не смогли мы, так что просто одно изображение находит на другое, просто немножечко кривой кадр получился, уж простите, Бога ради. Так вот, вроде бы композиция традиционная, иконография тоже традиционная, но есть целый ряд таких интересных нюансов. Вот в клейме, где изображена Богородица из Благовещения, можно увидеть служанку, да, мы знаем, что с 15 века, со времен Андрея Рублева, да, служаночку в Благовещение помещали, но помещали как помощницу Богородицы, сидит, служаночка, пряжу, придет за такой столбчатой прялкой, но здесь этого нету, служанка, она как бы подсматривает из палаты, и мы находим аналогию, конечно, византийском искусстве, сидит на 14 века, знаменитая икона Благовещения из Гомои имени Пушкина. Как бы многие исследователи считают, что эта служаночка, это как бы символическое изображение человечества, которое ждет своего искупления и спасения. Дальше. Очень интересное, вгляделись мы в композицию этих врат, очень интересный, нашли такой тоже иконографический нюанс. Я не знаю, где еще это можно найти подобное, но вот обратите внимание на пропорции апостолов Матфея и апостолов Иоанна. Они заметно больше, нежели пропорции Луки и Марка, которые по пропорциям даже близки к Прохору. В чем дело? Вроде бы не видно, что художник, не видно, чтобы художник, который писал эти врата, да, я потом скажу, как бы откуда он, да, это не классический художник, это художник провинциальный, но все-таки с рисунком у него все было в порядке. И тем более, что клейма, они имеют одинаковый формат. Скорее всего, тут дело заключается в том, что евангелисты Матфея и Иоанна, они входили в число 12 апостолов, наиболее близких ко Христу, а Марка и Лука это апостолы от 70, ученики учеников. И, вероятно, иконописец, ну, как бы хотел, ну, подчеркнуть значимость Матфея и Иоанна, понимаете. Дальше, очень интересная, очень интересный цвет одежды. Одинаково практически облачены Матфей и Иоанн, красные хитоны, зеленые гематии, светло такие, зеленые, и зеркально им изображены марка и Лука. У всех характерный клав охристово тона с камушками и жемчужником. И гематию у всех они имеют белую подкладку с такими черными цветочками. Вот, ну, такая трогательная деталь, я думаю, никакого тут нутнего смысла нету. Вот мы видим Прохор, он буквально пяточкой там ступней касается ступни своего учителя, как бы, может быть, показывает их близкие такие вот доверительные отношения, да. Это, конечно, да, встречается, но мне почему-то вот эта пяточка так как-то вот на сердце легла. Дальше, ну, вот одежды ближе, вот как раз луки евангелиста. Интересная деталь, значит, практически по поводу сохранности этих врат. Они покрыты толстым, плотным слоем, такой уже потемневший, загрязневший олив, но нимбы, ну, новые, они наложены были в позднее при поновлении, видимо, для придания им товарного вида, ну, когда они приобретались специально для Мараевской Маленной. И при более близком, как говорится, опять-таки, преувеличении можно увидеть, что читаются первоначальные контуры нимба, то есть радиус нимба был в два раза меньше, а по кромке его на обводке можно вот под этим новым золотом прочитать жемчужную обнись. И это читается очень хорошо на нимбе апостола Матфея и очень хорошо на Прохоре читается. Тоже видно буквально из-под золота там такой рельеф, который оставили вот эти белинные жемчужинки. Вот, такие очень характерные, интересные горки охристые с красными тенями и белинными лещатками. И начал я поиск аналогий. Ну, я как посетитель знаю экспозицию Владимира Сульского музея-заповедника, знаю я и экспозицию, и то, что хранится в Ростове-Великом в Кремле. Конечно, да, какие-то определенные аналогии есть, это и колорит, любовь такому розовому, охре, светло-зеленому, любовь к жемчужинкам тем самым, да, это такой как бы знак опознательного, но все-таки как-то вот не унимался, не унимался, все-таки ничего зацепки не нашел. И вот оказалось, что в Вологодском музее-заповеднике сохранился целый ряд икон, которые поступили в Вологодский музей во второй половине 20-х годов из Воскресенского храма села Лещева, бывшего Кадниковского уезда, ныне Харовского района Вологодской области. иконы, Лещевская волось находится за Кубинским озером в Вологде, да, за Вологде. Там очень было большое количество сельских храмов деревянных, которые в 18-м и 19-м веке активно перестраивались в камни, да, и, понятное дело, что какие-то старые, от каких-то старых икон, ну, притч отказывался. Ну вот, эти иконы, они поступили в музей 20-е годы, а, насколько я помню, в научный оборот, то есть реставрация, позднейшая публикация, это 50-е и 90-е годы. Вот в Вологодском музее хранится целый ряд икон, это две иконы преображения Господней и Чудо Георгия Змия, плюс есть икона Ветхозаветной Троицы, очень близкая по стилю, и Пономарская дверь со создворением человека, изгнанием Израиля и монахами, которые, ну, знаменитый сюжет, которые скорбят, увидев кости своего представившегося собрата. А и в собрании бывшем Лепницкого в Москве точно такая же Пономарская дверь с таким же сюжетом находится, которая относится к последней, третьей, шестнадцатого, ну, даже вот эту дверь Пономарскую, которая в собрании Лепницкого, даже вот датирована началом семнадцатого века, но вот иконы, о которых я говорю, это датировка в знаменитом двухтомном каталоге иконы Вологодской земли, датированные последние трети шестнадцатого столетия. И я начал просто сравнивать, взял каталог, пошел в холодное здание Покровской церкви, включил софиты и просто начал сравнивать. И что оказалось? Идентичные приемы письма личного, да, такие же круглые головы с широко расставленными небольшими внимательно смотрящими глазами. Общее такое выражение лица, такое смиренное, какое-то умудренное. Потом, опять-таки, видите, здесь тоже такая у апостола Петра из Вологодского музея из преображения тоже такая жемчужная обнись. Одинаково даже написаны, знаете, даже кисти рук такие большие деревянненькие. Ну и, конечно, вот эти вот такие высветления, которые положены на, как говорили, лики, такие тихие, спокойные. Белильные движки, они практически вот, ну, незаметны. Вот. Ну, вот изображение старцев, да, Петра и Матфея идентичны. И, соответственно, на иконе преображения такой же прием письма личного у персонажей средних лет, да, как и спаситель на иконе преображения, так и евангелист Лука. Ну, изображение персонажей в профиль, вот икона Чудо Георгия Азми с житием Георгия, вот мучители представлены в профиль, и вот эта вот девушка, которая подсматривает, да, за благовещением, простите, мы эту икону еще не подвергали реставрации. Пока нет. Ну, если ее расчистить, я думаю, мы просто увидим один в один. Ну, потому что приемы и как складки написаны, и как трактован профиль ее лица один в один. Дальше, конечно же, вот те же самые, вот справа, это из-под гемати одного из апостолов на наших царских вратах, белый, с таким вот черными цветочками и точками, и такой же вот хитон, с таким же практически узором у спасителя. ну, и, конечно, даже вот рисунок черепиц на, у нас, на палатах с евангелистами, и вот икона Георгия Победоносца, то есть, такая же трактовка таких вот крупных, хорошо скроенных, построенных палат, и один в один такой же прием нанесения вот этих вот белильных узоров на черепицы в палатах. Ну, и понятно, что там икона реставрирована, у нас не реставрирована, но приемы тоже идентичны. И вот такая вот деталь на панамарской двери, практически те же самые, такая же графика надписи. Причем интересно, вот на иконе преображения, где изображен Иоанн Богослов, то же самое написано здесь, написано «Сты Иван», «Святый Иван», и там написан «Святый Иван». Значит, подытоживая сказанное, скорее всего, с большей частью, с большей долей вероятности, на 99 процентов, наши царские врата, врата, которые попали в Покровский храм в начале 20 века, в результате, ну, мы все знаем, по-люди, которые устраивали мстерские иконописцы и старообрядческие иконописцы, по северным и верхневолгским монастырям, да, когда привозили замечательные вещи из монастырей и храмов, где эти вещи не ценились, и перепродавали, конечно, старообрядцам. Вот, скорее всего, в начале 20 века в Серпухове оказались эти врата, которые были выполнены мастером, работавшим в Сазере, неизвестным художником, но очень таким интересным, очень колоритным мастером, да, и выходит, на данный момент, руки этого художника принадлежат уже не пять произведений, а, можно сказать, что и шесть. Большое спасибо за внимание. Икона зачатия праведной Анны Житием Богоматери в первой и трети 17 века находится в храме Иоанна Воина на Якиманке. По преданию считается, что она была перенесена сюда из церкви Иоанна на Якиманке. Эта же версия зафиксирована в краткой аннотации к иконе в альбоме, который был посвящен храму Иоанна Воина. До настоящего времени икона не была предметом специального изучения. В центре изучаемой нами иконы представлен иконы-средники представлен сюжет встречи Иоакима Иоанна у Золотых Ворот. Средник окружает 80 клейм с житием Богоматери от благовестия Иоакиму Иоанне и до успения Богоматери. Икона раскрыта, однако, когда и кем неизвестно, так как никаких реставрационных документов не сохранилось. Цель сегодняшнего сообщения – продемонстрировать особенности сюжетной программы иконы. Икона очень редкая по своему сюжетному составу и числу клеем. Она отличается от других памятников, которые посвящены истории Богоматери, своей подробностью повествования ее жития. В русском средневеком искусстве была довольно распространена традиция иллюстрирования земной жизни Христа и евангельских сюжетов, объединенных в единый цикл. Это, например, икона первой половины XV века, евангельские сцены из Новгородского музея. Сцены из Евангелия могли окружать средних с изображением Богоматери или Христа. Это, например, икона второй половины XVI века, воскресения, сошествия в ад с евангельскими событиями в клеймах из Новгородского музея, а также икона XVII века Богоматери Владимирская с праздниками и избранными святыми, выполненной Никифором Истоминым Савиным. Земная жизнь Богоматери отображалась в основном только в протеевангельском и Успенском циклах или в Акафисте. Некоторые сцены с Богоматерью включали в циклы икон, посвященных Спасителю с иллюстрациями евангельской истории. Однако они были соединены с жизнеописанием Христа, где был сделан акцент на его земной жизни и подробно рассказана только его история. Среди памятников второй половины XVI-XVII веков икона выделяется количеством богородичных циклов, которые размещены вместе. Ранее была практика помещать не более трех и четырех богородичных циклов в одном памятнике. Например, таких циклов протеевангельский Акафист и циклов Литской Римской есть в Смоленском соборе Новодевичьего Монастыря и в Благовещенском соборе в Солен-Чеготске. Нам удалось выявить и распределить все 80 сцен на шесть циклов. Среди них есть традиционные, такие как протеевангельский цикл, посвященный иконе Литской Римской и Успения Богоматери. Однако в состав иконы входит и очень редкий, известный еще по двум поздним памятникам XVIII и XIX веков, это Афонский цикл. Есть иконы, нигде ранее не встречавшиеся. Это Деяния Богоматери в Евангельский период и Деяния Богоматери в Апостольское время. Название этим двум циклам мы дали, исходя из их сюжетного состава. Все циклы посвящены житью Богоматери. В основе каждого из них лежит один или несколько литературных источников. Некоторые из них часто использовались иконописцами, другие и редко привлекались для иллюстрирования. Создатели иконы не в точности следовали какому-то одному тексту напрямую, а выстраивали свою линию повествования. Они использовали, чередовали разные источники в том порядке и виде, как им казалось лучше и удобнее для достижения своей задачи. Их цель заключалась в том, чтобы как можно более полно рассказать о жизни Богоматери. При этом при иллюстрировании какого-либо сюжета авторы старались разработать иконографию сцен, детально приближенную к тексту. Начнем наш анализ с наиболее редких и интересных циклов «Деяния Богоматери в евангельский период» и «Деяния Богоматери в апостольское время». Они никогда до этого не встречались и были объединены нами в единые циклы по принципу общественности сюжетного состава. Первый цикл «Деяния Богоматери в евангельский период» повествует о жизни Богоматери во время земной жизни Христа. В качестве литературных источников здесь использованы эпизоды из четырех евангелий, а также из евангелия Псевдо-Матфея, Жития Богоматери и Епифания и одна сцена из книги «Деяния апостолов» — это «Сошествие святого духа на апостолов». Она завершает этот цикл. Создатели иконы проиллюстрировали лишь те части текстов, где была упомянута Божья Матерь. Таким образом, они сделали акцент именно на жизни Матери Христа во время его земного служения. Здесь встречаются традиционные сцены с традиционной иконографией, как, например, «Сретение» и «Распятие», а также три сцены подряд жены-мироносицы у гроба Господня по трем текстам синоптических Евангелий. Есть сцены, в основе которых также лежат евангельские сюжеты, но здесь иллюстрируются впервые. Например, это «Богоматерь и братья Христа», история о том, как Богоматерь с братьями Христа пришла к нему поговорить и стояла у двери дома, и сообщение жены-мироносицами о воскресении Христа апостолом. История путешествия святого семейства в Египет, которая иллюстрирована с 26 по 29 клейма, описана в житии Богоматери Епифания. Здесь повествуются о падении идолов, написании иконы Богоматери и возвращении святого семейства в Назарет. Интересно отметить, что в аналогичной иллюстрации этого сюжета в миниатюрах лицевого летописного свода изображен младенец Христос, а не Богоматерь, как об этом и повествуются в тексте Епифания. Мы предполагаем, что создатели иконы использовали этот текст, но при этом внесли свое понимание истории создания иконы египетским иконописцам, следуя основной линии повествования иконы, как можно более полно показать житие Богоматери. Они заменили изображение младенца Христа на ее изображение. Цикл «Деяния Богоматери в апостольское время» также проиллюстрированы впервые. В цикле рассказывается об истории жизни Богоматери во время апостольского служения. Литературные источники нами выявлены только частично. Одним из них является житие Богоматери Епифания. Вероятно, в основу также легло послание Игнатия Богоносца и Иоанну Богослову, оригинальный текст которого пока нами не найден. Остальные источники, на основе которых было создано несколько клеем поклонения апостолов Богоматери, составления символа веры, на данный момент не найдены. Однако нам удалось определить их на основании текста сборника, который был издан в 1857 году. Сборник представляет собой собрание разных текстов, сказаний, свидетельств о Богоматери, которые были соединены вместе в единое повествование. Древние циклы литературных источников, которые были использованы автором этого сборника, пока обнаружить не удалось. В цикл входят сцены причащения Богоматери, беседы с апостолами, а также, как мы предполагаем, серия сцен поставления воепископа Иакова, брата Господня. Этот сюжет упоминается в житии Богоматери Епифания, однако описывается не так подробно, как проиллюстрировано в цикле. Есть вероятность, что был какой-то другой литературный источник, в котором было более подробное описание. Иконография новых клеем цикла построена по известным формулам и схемам, например, Евхаристии, встреча, поставление воепископа и благословение. Литературным источником еще одного цикла афонского, входящего в состав нашей иконы, является предание о путешествии Богоматери на Афон. Оно впервые было переведено на славянский язык в 1508 году, а в греческой письменной традиции вероятно появилось еще в 15 веке. В сказании повествуются о жребии Богоматери, о том, как она отправилась попобедовать на Афон и навестила четверодневного Лазаря на Кипре. В 11 клеймах довольно подробно иллюстрирован этот текст. В цикл входят такие сцены, как, например, распределение жребия, прибытие на Афон, проповедь Богородицы язычникам. Во фресковой росписи 1713-1720 годов церкви покрова Богородицы на Козлёне в Вологде мы обнаружили еще один цикл, который посвящен путешествию Богоматери на Афон. И также несколько сцен цикла представлены в иконе XIX века успения Богоматери с житием. Более ранних аналогичных циклов в иконописи и монументальной живописи выявлено не было. Однако иконографические схемы прослеживаются, и они в основе своей традиционной. Во многом композиции в иконографии опираются на уже известные сюжеты праздников и сцены из житийных циклов святых. Например, сцена распределения жребия напоминает иконографию сюжета преломления хлеба, который встречается на иконе конца XVI и начала XVII веков обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме и похвала Богомародице. Три цикла протеевангельские истории литской римской иконы и успения Богоматери в отличие от предыдущих имеют довольно распространенную традицию иллюстрирование и вполне устойчивый сюжетный состав. Однако эти циклы содержат в себе помимо традиционных сцен редкие и уникальные сюжеты, которые основаны на редких литературных источниках. В качестве примера рассмотрим протеевангельский цикл. Здесь в основном иллюстрируется текст протеевангелия Акова. Однако одним источником авторы не ограничиваются и добавляют некоторые сюжеты из Евангелия Пседа Матфея и жития Богоматери Эпифания. Так сцена моления Богоматери в храме описывается в обоих этих источниках. Трудно сказать, каким именно текстом воспользовались авторы при создании этого клейма. В цикле много оригинальных сюжетов, которые изображались или очень редко или вообще не встречались до этого. Однако достаточно много и традиционных сцен. Некоторые аналогии по программе и составу клейма и отдельным иконографическим деталям встречаются в протеевангельском цикле иконы второй половины XVI века Рождество Богоматери из Антонио монастыря. Например, тоже есть сцена моления Богоматери в восьмом клейме, а также в клеймах иконы зачатия праведной Анны с житиями XVI века из Покровского монастыря в Суздале и Рождество Богоматери 1630-х годов из Большого Кремлянского дворца. Уникальной в нашей иконе является клеймо «Путешествие в Вифлеем», где было добавлено изображение уже родившегося младенца Христа, согласно тексту Евангелия Псевдоматфея. В тексте говорилось, что по пути в Вифлеем явилось прекрасное дитя и обратилось к Иосифу. Среди новых сцен можно выделить встречи Захарии и Иосифа и привидения Марии Иосифа на суд. В циклах Лицкой и Римской иконы и Успенском также подробно проиллюстрированы литературные источники, как и в предыдущих циклах. Есть как традиционные сцены, так и редкие и новые. Наблюдаются те же тенденции в иконографии каждой сцены. В основе лежат традиционные схемы, но иконография каждого клейма имеет свои особенности в соответствии с особенностями текстов литературных источников. Итак, каждый цикл рассматриваемой иконы по своему составу и иконографии отличается самостоятельным решением, отличным от других аналогичных циклов. Авторы создавали клейма, не опираясь по большей части на известные литературные сюжеты. Каждую сцену авторы тщательно продумывали и прежде всего старались следовать текстам. Это видно из их стремления как можно более подробно рассказать в клеймах историю жизни Богоматери. Анализ сюжетного состава иконы позволяет сказать, что икона имеет очень сложную и уникальную программу с интересным и редким решением иконографии отдельных сцен. Благодарю за внимание. Поводом к настоящему сообщению послужило появление на антикварном рынке иконы «Спас Ярое Око». которая первоначально привлекла внимание лишь особым изводам иконографии и высоким качествам письма. Однако, после реставрационного снятия потемневшей олифы и загрязнения на нижней лузге выявилась миниатюрная авторская надпись. Начало утрачено благословение московского митрополита Филарета после снятия слоев краски открытий иконы оригинал художником Николаем Подключниковым. Важное значение этого памятника становится понятным в контексте биографии творческого наследия исполнителя данного образа. Художник и реставратор Николай Иванович Подключников один из ярких представителей крепостной интеллигенции. Происходил из потомственной семьи иконописцев и живописцев до 1839 года крепостной человек графа Шереметьев жил в Останкино. Несомненный талант живописца позволил Подключникову получить профессиональное образование. В 1833-39 годах он учился в московском художественном классе организованном обществом любителей художеств. По окончании обучения по ходатайству почетного председателя общества князя Голицына Шереметьев даровал ему вольное. Получив звание свободного художника Подключников переехал в Москву. В 1842 году ему был выдан паспорт на свободное в России прожитие. Попав в иную культурную и социальную среду, Подключников получил новые возможности к совершенствованию своего мастерства и расширению художественного кругозора. Он познакомился с коллекционерами и любителями живописи. Плохое состояние многих полотен частных собраний породило в художнике страстное желание спасать от гибели, что в свою очередь инициировало занятие мастера реставрации памятников. Его опыт получил одобрение знатоков, а сам Подключников приобрел известность как профессиональный реставратор живописи и иконописи. Художник также увлекся собирательством и составил собственную коллекцию картин, около 200 произведений икон, археологических находок, предметов декоративно-прикладного искусства. Творчество Подключников относится к жанру перспективной живописи, который включает изображение архитектурного пейзажа и интерьера, причем и в том, и в другом случае художник обычно изображал реальных людей. Живописное наследие художника включает виды Останкина и Кускова, групповые портреты, интерьеры особняков. Самое раннее произведение – вид усадьбы Останкина 1833 года. В 1939 году в качестве программного произведения названия свободного художника был им написан вид церкви Василия Блаженного в Москве, близкой нашего музея картины у нас хранящейся. О круге общения и месте художника в культурной жизни Москвы позволяет судить его полотна. Гостиная в доме Нащукиных и портрет Павла Воинча Нащукина, мецената и друга Пушкина, перспектива кабинета графа Зубова, знатока и коллекционера живописи, интерьер в квартире Филомофийского, включающий портреты профессоров Московского университета, портрет семьи Гусятников, включающий портрет архитектора, археолога Рихтера. Работы Подключникова хранятся в Государственном русском музее, музее Останкино, музее Тропинино, в Государственном литературном музее. Однако значительная часть его полотен, а именно девять, включая самые важные для его творчества в Государственном историческом музее, в том числе картины, интерьер квартиры художника Подключников в 50-е годы. В картинной галерее художника стены от пола до потолка увешаны картинами, отысканными и любовно отреставрированными хозяинами. В верхнем ряду в центре можно разглядеть его собственное произведение и вид Покровского собора. На мольберте слева картина корриджей собрания Алексея Ивановича Лобкова отреставрированной Подключников. В интерьере изображены люди, объединенные общей любовью к искусству и старине. Дети художника заняты рисованием. Слева от мольберта Сен-Дмитрий в проеме двери справа Иван и Николай. Брат Алексей Иванович Подключников вместе с хозяином квартиры. Старообрядец Соловьев сохранилась, вернее, раньше была этикетка на обороте этого полотна, в котором были расписаны все изображенные лица. Цензор историк искусства Снегирев сам хозяин его дочь Елизавета Николаевна Подключникова профессор скульптор Рамазанов художник Евгений Иванович Маковский отец художников Маковских священники Дмитрий Иванович Владиславлев и его сын Зьякон Иван Владиславлев оба из церкви Казьма и Дамиана в Кадашах. Очевидно, что в круг изображенных вошли лица, с которыми художника связывали его живописные и реставрационные работы. В отличие от художественного наследия реставрационная деятельность Подключникова до сих пор была известна только по письменным источникам и литературе. Самих свидетельств, материальных свидетельств не сохранилось, поскольку многие открытые им памятники были реставрированы позднее и утратили следы предшествующих работ. К середине 19-го века за Подключниковым прочно закрепилась слава хорошего реставратора и в 1850-60-е годы ему поручались многие ответственные работы. Художник реставрировал картины в известных собраниях Москвы и Петербурга, иконы в Московском, Успенском и Архангельском соборах, церкви Спаса на Борусе, в Пуховском женском монастыре, иконостас церкви в селе Васильевском Шуйского уезда Владимирской губернии, знаменитый Васильевский чин круга Андрея Рублева. Из Петербурга ему были выданы в Москву афонские иконы. Используя навыки, полученные в детстве в иконописной мастерской Останкина, а также опираясь на собственные опыты размягчения и удаления позднейших красок на картинах и иконах, Подключников изобрел реактивы и способы их применения, которые тщательно оберегало чужих глаз как профессиональную тайну. Это давало художнику монопольное право на реставрацию почти всех ценных произведений живописи в Москве, подмосковных городах и монастырях. Суть выработанной методики заключалась в аккуратной расчистке двух-трех слоев записи и покрытия иконы мастичным лаком, а не олифой, как это было принято у иконописцев. Об этом писал Николай Александрович Рамазанов в статье о реставраторе древних икон Николая Ивановича Подключникова. Приглашение Подключникова для реставрации икон Успенского собора в Московском Кремле состоялось по рекомендации митрополита Филарета, которому в свою очередь художник был, вероятно, представлен коллекционером Лобковым. Позднее в опубликованных письмах митрополита Филарета как раз говорится о том, что художник смог убедить святителя в правильности своей методики и в достоверных результатах. Московская синодальная контора предложила Подключникову показать свое умение и после успешно проведенного испытания обязала его работать под наблюдением комиссии, которая состояла из отцов и сына Владиславлевых, которых мы уже видели на той картине. Они должны были вести учет икон и журнал их расчистки с приложением необходимой документации. Реставрация началась в марте и окончилась в августе 1852 года. За это время Подключников расчистил и восстановил 100 икон за исключением пяти наиболее древних и почитаемых образов, которые находились в местном ряду иконостаса. Скорее всего, он работал не один, а с помощниками. Им, вероятно, поручались такие операции, которые не требовали использования состава, вот этого тайного состава для удаления записи. Подробности о ходе возобновления икон Успенского собора, обсуждения итогов реставрации знатоками древней русской живописи и старобряческими мастерами-иконописцами содержатся в специальном донесении Святейшему Синоду митрополита Филарета от 10 мая 52-го года. В перечне икону Успенского собора, который реставрировал подключников, значится икона спасителя, стоящая над дверьми в предел Димитровский, в южной части иконостаса. Икона, находящаяся на данном месте с 1627 года и по настоящее время хорошо известна. Это спас Ярое око Москва середины XIV века 100 сантиметров на 77. В опубликованном в 2007 году каталоге музеев Московского Кремля указано, что в 1852 году образ был расчищен под ключником, снявшим три слоя записи, но при этом частично оставившим слои живописи, относящиеся к разным эпохам. В 1918-19 годах икона была отреставрирована в комиссии по раскрытию и сохранению памятника древнерусской живописи. В реставрационных дневниках того времени было указано, что с левого нижнего поля памятника, вот этого подлинного памятника, была снята надпись. Лето 1852-го от Рождества Бога Слово с благословением московского митрополита Филарета после снятия двух слоев краски открыт сей иконы оригинал художником Николаем Ивановым Подключниковым. Данный материал также подтверждает, что реставрация икон Успенского собора в 1852-м году проводилась благословением московского митрополита Филарета. В числе отреставрированных Подключниковым был большой образ «Спас Ярое око», при этом реставратор на самой иконе сделал памятную надпись о ее реставрации. Видимо, подобные записи подводящие итог его реставрационных работ Подключников делал неоднократно. К примеру, сходная запись была сделана на отреставрированной им в 1855-м году, а на неутраченной почитаемой иконе святого Николы Доброго XVIII века из Новосельского Свято-Духового монастыря. Эта запись опубликована в статье в Светильнике за 1915-й год. Таким образом, рассматриваемая икона из частного собрания представляет собой уменьшенную копию знаменитой иконы XIV века, выполненной подключником в 1952-м году в ходе реставрации оригинала. Икону-копию, написанную на доске, скрепленную двумя врезными стричными шпонками, художник удостоверил авторской надписью, идентичной той, которую он поставил и на подлиннике, и которая была снята в ходе реставрации 1918-1919 годов. Единство формуляра этих надписей очевидно, что позволяет реконструировать и утраченное начало надписи на иконе копии. Вот здесь приведено. Герольт Иван Шиздорнов в своем исследовании по истории реставрационной науки в России отмечал, что, несмотря на обилие общих сведений о реставрации иконостаса Успенского собора в 1852 году, составить точное представление о способах расчистки и особенно характере восполнений, применявшихся под ключником, трудно. В 1875 и 1894 и 1895 годах иконы Успенского собора были вновь записаны, а при вторичной расчистке в советское время следы реставрации середины XIX века не выделялись и не фиксировались. Иконы копия, надо полагать, представляют то состояние оригинала, его цветовую гамму, которые были получены в результате реставрации под ключникова, следовательно, являются своего рода живописным итогом раскрытия почитаемого образа. К этому следует добавить, что сохранился фрагмент реставрационного дневника под ключникова, к сожалению, только первая тетрадь, вероятно, более, так сказать, объемного труда. И вот в начале здесь приведена эта цитата под ключников пишет о необходимости фиксировать ход реставрационных работ и снабжать текстовые записи иллюстрациями. И, видимо, в этой тетради, полной тетради были акварельные иллюстрации, типа фотофиксации, как бы мы теперь сказали, его работ. Но, к сожалению, сохранилась только одна. Уникальный памятник, выполненный художником-под ключником и воспроизводящий расчищенную им в 1852 году знаменитую кремлевскую реликвию, не только важное дополнение к характеристике творчества художника выходца из крепостных, но также редчайший пример художественной фиксации проведенных реставрационных работ и яркое свидетельство зарождения реставрационной науки в России. И в заключении приподниму завесу над местонахождением этой иконы в настоящее время готовится такой торжественный акт дарения ее в Государственный исторический музей и в качестве этого щедрого человека, дарителя, выступает человек, который в этом же качестве хорошо известен Ярославскому художественному музею, Станислав Юрьевич Николаев, который подарил вам работу Неродовского. Благодарю за внимание. Название данного сообщения неслучайно звучит как икона Саратовской губернии, а не Саратовская икона. До огромной территории Саратской губернии в разные периоды значительную роль играли отдельные уезды города, что сказалось на характере ее культурного наследия. До настоящего момента иконописания региона является неизведанной областью для отечественной науки. Объясняется это рядом причин. Прежде всего, его расцвет пришелся на XIX век, которым исследователи начали пристально интересоваться лишь последние полтора десятка лет. И только сейчас появилась возможность сопоставить местную икону с изделиями других регионов. Второй причиной является почти полное отсутствие подписи на памятник, связанное, скорее всего, с их старобряческим происхождением. Поэтому богатый пласт сохранившихся документов трудно сопоставить с дошедшими до нас произведениями. Третья, не менее важной причиной, затрудняющей процесс исследований, является то, что местная икона на протяжении последних трех десятилетий активно расходилась по частным коллекциям, чаще всего столичным, где оседалась крайне общая атрибуция Центральной России и Поволжье или с уточнением с изрань, о чем мы будем говорить чуть позже. Тем не менее, сотрудники Саратовских областных музеев в свое время сумели составить свои коллекции местной иконы, которые теперь позволяют представить ее особенности и характер развития. Позднее формирование культурного пространства Саратской губернии объясняется историческими условиями освоения земель Нижнего Поволжья. Только Третья Старожевая крепость 1674 года стала центром Саратова, основанного, казалось бы, еще в конце XVI века. Первые старообрядческие поселения появились здесь вследствие ряда правительственных указов начала XVIII века о колонизации завозских земель. Активный же период заселения региона староверами был связан со второй выгонкой Ветковского старообрядческого центра в 1764 году. Зарубежным старообрядцам было предписано расселение по реке Иргиз и вдоль Старой Сиротской дороги. Примечательно, что по этой дороге, связанной с руслами рек Иргиз и Иг, происходило перемещение старообрядцев с запада на восток до Урала в Киргизские степи и Сибири. Переселение ветковских старообрядцев породило один из крупнейших российских центров Бегло-Поповского согласия Таинственный Иргиз. Три из монастырей Иргиза были основаны ветковцами, два местными жителями, которые до этого успели пожить на ветке. Но это говорит о существовании давних связей старатовских ветковских старообрядцев. Роль Иргиза в старообрядческом мире была очень значительной, учитывая специфику Бегло-Поповского различных регионов Российской империи, среди которых в источниках упоминаются Ярославль, Кострома, Вятка, Калуга, Пенза, Тамбов, Сенгелей, Сызрань, Астрахань и другие. Исправленные попы с Иргиза отправлялись в Владимирскую, Ярославскую, Нижегородскую, Екатеринбургскую, Оренбургскую, Пермскую, Тобольскую, Томские губернии. После жестокой выгонки Иргиза в 1820-40-х годах на его основе образуются единоверческие монастыри. И на этом этапе роль Иргиза как центра перемещения жителей различных регионов не прекращается. Нижневоскресенские и Среднекольские монастыри были возглавлены настоятелями и заселены монахами из Высаковского единоверческого монастыря Костромской епархии. Со времени реорганизации Иргиза начинает формироваться новый Саратовский старообрядческий центр в лесах правого берега Волги рядом с городком Хвалынском на ключе Черемшан. Черемшанский старообрядческий центр сыграл огромную роль в истории старообрядческого движения второй половины XIX века. Большая часть его монастырей будет придерживаться Белокреницкого согласия, созданного при горячем участии черемшанских монахов. Это определило их тесные связи с Сарабожским кладбищем. Важно понимать, что все местные старообрядческие образования истово придерживались принципов преемственности. Черемшан сохранял традиции Эргиза. В свою очередь, уставы, принятые на Эргизе в 1805 и Черемшане в 1884 году, следовали правилам монастырского обихода старообрядческих центров ветки, стародубия, керженца и рогожского кладбища. Учитывая особенности формирования Саратской губернии, можно утверждать, что основы к написанию были приносены сюда извне. Сейчас уже можно обрисовать несколько групп памятников, которые своим стилистическим особенностям близки редким, подписным и датированным произведением. Первой значительной группой местных иконописных памятников стали произведения конца 18-го, первой половины 19-го века, которые собираются вокруг комплекса икон Хвалынской часовни. Город Хвалынск был основан в 16-м веке. Поселения это, а также богатые рыбные угодья принадлежали московскому чудовому монастырю и управлялись его келарем. Известно, что в Хвалынске издавна проживало много старообрядцев, число которых увеличилось значительно после второй выгонки ветки. Комплекс икон Хвалынской старообрядческой часовни, вывезенный в Санкт-Петербург после ее закрытия, датируется 1815-1817 годами. Вокруг него формируется достаточно большая группа стилистически подобных памятников. Их художественное решение в целом отражает тенденции развития иконописания в этот период. Они характеризуются отхода от традиции оружейной палаты и обращением к художественным принципам традиционной иконы, подкорректированной в контексте стиля классицизма. Общие черты этого направления, тяготение к графичности, локальность светлых и интенсивных тонов, окреста и поля явно просматриваются в группе саратских памятников. Что же касается их локальной интерпретации, на этот счет свое мнение любезно высказала Ирина Леонидовна Пусева-Давыдова, которая указала на синтетический характер произведения данной группы в целом и наличие стилистических признаков разных иконописных регионов романа Бориса Оглебской и Палевской иконы. Ранее Надежда Валерьевна Пивоварова указала на близость художественного решения Хвалынского комплекса с ансамблем икон Малены горнозаводского Урала, созданным в Невьянске в 1814-1822 годах. В данном случае это сходство объяснялось одним заказчиком. Однако переклички местной и уральской иконописи достаточно чисты и вполне зримы, а тесные контакты саратовских и уральских старобрядцев подтверждаются многочисленными документальными свидетельствами. Думается, не последнюю роль в этом сыграли связи между ветковскими переселенцами, осевшими в разных регионах, в том числе и вдоль той самой старой Сестеротской дороги. Связи старобрядческих саратовских старобрядческих центров с веткой и затем со стародубием, которые поддерживались на протяжении почти двух столетий. Их программная преемственность предполагает влияние такого значительного явления поздней отечественной иконописи, как стародубская ветковская икона. Начало местного иконописания принято связывать с ветковскими переселенцами, которые привезли на Иргис разную богослужебную утварь, в том числе иконы. Это подтверждается сохранившимися памятниками, происходящими из Иргисских монастырей, которые стилистически и вполне сопоставляются с иконами Ветковского музея народного творчества, датированного XVIII века. Также сохранились сведения о том, что иконописные мастерские появились в течение первых десятилетий бытования Иргисских монастырей, то есть первыми поколениями насельников. Кроме того, иконописцы обозначены в списках Иргисских монахов. На мой взгляд, влияние иконы ветки стародубия чувствуется же уже в иконе Саратской губернии первой половины XIX века, но не на уровне стилистических решений, еще не вполне сформировавшихся, а в содержательном и структурном плане. Уже в это время в Саратской иконе складывается достаточно узкий набор излюбленных иконографий, вырабатываются структуры многочастной иконы, характер вынесения святых на поля. Между иконой обоих регионов просматриваются типологические иконографические параллели. Кроме того, именно в этот период местной иконе можно видеть специфически яркий колорит, который станет впоследствии неотъемлемой чертой стародубской иконы и пропадет из Саратовской, а также в близкую трактовку ряда деталей. Одной из таких устойчивых деталей, ставшей неотъемлемой частью местной иконы в период расцвета, стала красно-белая опушь средника, которая у нас считается ветковской. Нужно признать, что не все со мной согласились, выяснился ряд проблем, связанных с изучением иконы данного региона, в основе которых лежит спор о том, зачиналась ли иконописная традиция на ветке или нет. В настоящее время в наученном литературе можно встретить такие термины, как ветковская школа, ветковская традиция, ветковская иконопись в кавычках и без, или иконопись стародубского ветковского региона. Кроме того, присутствуют неточности, заниженность датировок, которые мешают анализу. Но поскольку установлено, что иконопись стародубия развивалась уже с последней четверти XVIII века, то ее воздействие на саратовскую икону, учитывая значительный авторитет религиозных центров данного региона для саратовского старобрячества, вполне могло быть. Что же касается художных проявлений, то здесь нужно отметить, что по мере становления узнаваемой манеры стародубско-ветковской иконописи, ее влияние на саратовскую икону становится заметнее. Тем не менее, оно никогда не проявлялось как прямое подражание, аналогическое. Впрочем, внешние признаки вполне можно видеть. Например, уже в первой половине середины века местные иконописцы пишут золотофонные иконы и украшают свои произведения золоченой гравировкой по Левкасу. В настоящий момент выявлены примеры воздействия стародубско-ветковской иконописи на икону других регионов, в том числе имеющие собственные художественные традиции. Даже проявление ветковских черт в памятниках, принадлежащих к иному слою культуры. Это дает возможность говорить о сочетании в иконописании саратской губернии влияние иконы стародубия ветки с другими художественными традициями, например, того же Верхнего Поволжья. Вторая выявленная группа иконописных произведений саратского региона охватывает вторую, третью, четверть XIX века за редким исключением эта группа представляет собой иной колористический подход, ориентированный на насыщенные красно-коричневые тона. Причины подобного перехода на данный момент объяснить трудно. Возможно, это было связано с общими изменениями отечественного иконописания в то время, которые просматриваются и в произведениях в других регионах, возможно, в связи с ориентацией на почитаемые на тот момент образцы. Так, в рукописи Зантага Саратовского Поволжья Андрея Филипповича Ляпольдова 1839 года есть упоминание о том, что в саратовские села наезжали из поморья различные иконопродавцы, которые, называя свои иконы истовыми, хулили иконы приемлемые. Но, несмотря на смену модных пошибов, нельзя не заметить, что саратовская икона мало меняет наработанные живописные приемы. Прежде всего, к этой группе относится ряд датированных памятников, выполненных непосредственно с Саратови. Ну, вот открывает их икона Богоматери всем скорбящим радость, не могла ее не показать, потому что, в общем, такая развернутая надпись, подпись, что для нас редкость. Созданная в одно время с иконами Хвалынской часовни, она написана в ином колористическом ключе. Благодаря сохранившимся серебряным окладам местной работы, которая становится очень популярна к середиким векам, можно представить икону, создававшуюся в Саратове в 1830-1870-х годах. В новом красно-коричневом колорите, но также высокопрофессионально работают в это время хвалынские иконописцы. И на этом этапе среди их произведений можно видеть иконографические отсылки к иконописи Сарадуби. На четырехчастной иконе Хвалынского Кировеческого музея изображена Богоматерь Огневидная, которая является практически знаковым иконографическим изводом Сарадубско-Ветковской иконописи. В этот период была написана подписная, датированная храмовая икона Страшный суд Хвалынского иконописца Захара Сафоновича Суконцева. Суконцев представлял собой третье поколение династии иконописцев, происходящих из скандально известного села Бултуновка Хвалынского уезда, которое в 1884 году публично разоблачили в прессе как центр подделки древних книг и икон. Немаловажно, что Захара Суконцева пишет в своей автобиографической повести другой небезызвестный уроженец Хвалынска Кузьма Сергеевич Петров-Воткин, отводя этому иконописцу древнего обычая важную роль в своем профессиональном становлении. Благодаря подписной иконе Иоанна Богослов-Молчания Герасима Васильевича Садовникова проявилось два поколения иконописцев города Откарска Саратской губернии. К середине столетия сформировалась иконопись города Вольска, основанного в конце XVII века. Рыбные ловли в окрестностях Вольска были в 1632 году пожалованы Московскому Новоспасскому монастырю. Поселение города было отравлено расколом еще до второй выгонки ветки. Леопольдов связывает это обстоятельство с переселенцами из нижегородских земель. Массовый исход ветковских старобрядцев через город Вольск, который был опорным пунктом для переправы на левый берег Волги, сделало город одним из сильнейших оплотов старой веры. После ослабления Ргиза в Вольске усиливается община поморцев, которая впоследствии займет второе место в саратовском старообрядчестве. Все это в целом могло оказать влияние на характер вольской иконы, более простой и лаконичный в своих образах и колористическом решении, но не менее выразительный. В свою очередь народный язык Вольской иконы опять-таки перекликается с иконописью Стародубия. Кроме того, с Вольском связан расцвет шитых битером рис. К сожалению, в саратовских музейных собраниях плохо сохранились золоченые резные рамы, но в храмах города Вольска еще можно увидеть полноценное убранство иконы, выполненное в полном соответствии с эстетическими предпочтениями стародубско-ветковских староверов. Третья группа местных икон приходится на вторую половину XIX века. С нею связана последняя проблема, которую мне сегодня хотелось бы затронуть. Сейчас много иконописанных памятников с определенными стилистическими характеристиками атрибутируются как Сызранская икона. Здесь мне хотелось бы сначала отдать должное деятельности коллекционеров, во главе которых бесспорно находится Андрей Александрович Кириков, обогатившими наши представления об отечественной иконописи позднего периода. Проблема заключается в том, что это художественное явление охватывает не только Сызрань, а гораздо более обширный регион. Понимание этого прослеживается и в поздних публикациях Кирикова, и даже в его атрибуции некоторых памятников своей коллекции. Никак не умаляя деятельности сызранских иконописцев, нужно признать, что подобные иконы писались на территории Саратской губернии. Тесные культурные связи Сызрани с саратовскими поселениями были предопределены географической близостью между Сызрани и Хвалынском всего 77 километров. Не последнюю роль играл тот факт, что данный пошип, очевидно, был связан со староверами-поморцами, в большом количестве проживавшим на саратовских землях. Так, например, вокруг Хвалынска целые села принадлежали поморскому согласию, а в самом Черемшане находился Елесин женский монастырь Федосеевского согласия. Привечательно, что именно в саратовской иконе можно увидеть различные вариации данного пошиба, в отличие от ровной и однообразной продукции сызранских мастеров конца XIX века. Причем подходы к его формированию прослеживаются на протяжении первой половины столетия. Тем не менее, самым ранним выявленным на данный момент датированным памятником с признаками этого стиля стала икона 1854 года, обретенная в Сталином старинном селе Сосновое Мазах Волынского уезда, в котором была основана первая сельская старообрядческая часовня региона. Известны и конкретные имена иконописцев в Саратовской губернии, которые работали в подобной стилистике. Один из них Антон Иванович Будников, который известный археолог и саратовский краевед Александр Августинович Кротков, писал как о родословном иконописце поморце, происходящем из Вольска. К сожалению, из списка саратовских иконописцев Кротков, работавших в конце XIX века, в настоящий момент удалось идентифицировать работу только одного. Икона Хвалынского иконописца Комиссарова датирована 1896 года находится в собрании Кирикова. Происхождение стилистических черт этого круга произведений пока не совсем ясно. Бусева Давыдов высказал свое мнение о воздействии на Сызранское иконописание Мстерской, Паликской, Гуслихской иконы, которая преобразовалась в соответствии с местными вкусами федосеевскими представлениями о каноническом облике иконы. Опять же вспоминается икона Стародубия Ветки, которая транслировала на регионы своего влияния древние техники, в первую очередь сыровку, активно использовавшуюся Сызранской и Саратовской иконописью. Художественное решение широко известного Сызранского декоративного обравления Средника можно отнести к образцам и иконописи Верхнего Павловсия. Подводя итоги, можно сказать следующее. Иконопись Саратской губернии представляла собой достаточно масштабное многоклановое явление в основе своей тесно связанное со старобряческим движением в процветающем данном регионе. Расцвет Саратской иконописи приходится на XIX столетие и уже на данном этапе вырисовываются этапы его развития, а также специфические черты, отчасти зависящие от разнообразия центров местного иконописания, отчасти от канонических и эстетических предпочтений разных старобряческих согласий. Исходя из исторических условий развития края, можно утверждать, что местное иконописание складывалось под воздействием различных влияний, что объясняется широким спектром культурных, религиозных, экономических связей региона. Их изучение является следующей задачей исследования. Большое спасибо. Если у кого-то возникнут какие-то соображения, по поводу вышесказанного, я очень рада буду это все услышать уже после конференции. Извините, что перескала. Спасибо.